Запись пошла локально, если вы смотрите в записи, это шестая часть трансляции XCOM Enemy Within, четвертый уровень сложности Iron Man без сейвов, соответственно, и 21 галка, все галки из второй волны, не будем даже перечислять, слишком страшно про них вспоминать. И если вы наткнулись на эту запись и не смотрели предыдущую, по крайней мере пятую часть посмотрите, там с нуля два хороших трая и продолжение второго трая мы сейчас будем раскапывать эти последствия, разгребать, так скажем, последствия этого трая. Так, миссия проща. Только что потеряли нефанду, миссия в середине еще. Ой, господи, мне уже страшно. Ой, твою ж налево. Короче, этот супостат справа фланганул Женьку топового нашего то ли капитана, то, кажется, капитан она в звании. Самое высокое звание, самая высокая результативность. И ваншот с фланга минус сразу без реанимации. Нам для начала нужно разобраться с этими товарищами. Мой ход полностью. Задача защитить випа. Отравленный Дмитрий Михайлов. С двумя ракетами, одной гранатой. Тот под фулл кавером, этот под фулл камером, но тот пробитый. И я сразу, наверное, трачу рокет на дальнего, потому что мне его несподручно по-другому убивать, а мутон, который будет, будет уходить от шредера. А, это миссия, соответственно, задание совета. 200 баксов приз. Два инженера, два ученых. Самое главное, Хэвика. Дадут хреновой точностью, но для Хэвика точность как раз самая некритичная. Потому что большую часть жизни они сапресят и кидают рокеты. Главное, попади, Дмитрий Михайлов. Герой, давай. Есть. Повышение сразу же Дмитрий Михайлов получает. Он находится, правда, все еще в яде. У нас есть раз, два, три. Три попытки только убить этого гадом. Но чтобы мне не фланганули, я, пожалуй, отойду вот так вот. У них нету Overwatch, я этот травил, этот стрелял, этот стрелял, этот травил. 46% меткости, капец. Ой, блин. Нет, у него есть дым. В теории я могу подойти пострелять, а если не получится, то задымить. БСП. Ой, БСП мог два раза выстрелить. 56. БСП, давай, БСПшечка. Есть. БСП вырубает этого Thing-мана. Вип Ханкердаун, его нужно провести. Здесь нужно проходить на следующий ход Хэвика, лечить. Overwatch. Да, он травится. Медкомплектов два, поэтому... Выводим Хэвика из-под яда, хотя его там уже и не было. Лечим его. У Алисы два выстрела. Я понял. Подлечили, яд нейтрализовали, но у Хэвика, насколько я понимаю, штраф за погибших товарищей, спасила воля. Ну и видите, меткость тоже страдает. Дмитрий Михайлов, 66. Минорное ранение на пятнашечку. И вот оно, минус 15 к точности. Перезаряжаемся, готовимся. Не торопимся. Ни в коем случае. Довести Джану вот этого нужно до вейпоинта. Так, мне нужны фуловые укрытия. Мне нужно подмутона, чтобы все были в разных местах. Для того, чтобы гранату не получили. Причем... Приблизительно на одном и том же уровне. То есть этот сюда, этот сюда, этот сюда, этот сюда. На один ход я не успею это все подвести, к сожалению. Но время у нас есть. Поэтому... Мутон скриптовый. Мутон первый вообще. Мутонов сейчас нет, ну потому что это второй только месяц. Не уверен, что это правильная позиция здесь. Потому что он отсюда не будет овервочить по выходящему. То есть, скорее всего, вот так нужно подводить БСП. Я под гренку подставляюсь. Так, возможно, я только хейвика тогда подведу. Под это фулл-укрытием. Ну что, овервоч, 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 ханкердаун, овервоч, овервоч. Да. Нет, не сагрили. Так, этих я трогать не буду уже. Буду подходить здесь. Он не проявляется, гад. Слева, если подойду, могу скоро спулить новый пак Thingman. Ой, как я не хочу отсюда подходить под гренку. Вы бы знали. Не, давайте я слева буду пулить. А этот гад не подходит. Балтиер поддержал ваш канал на сумму 200 рублей. Не надо играть с сектоидами, Миша. Здесь другие ребята. Они все разнесут. Они весь икс-комп пройдут за один час. Тут фулл-укрытий нет. Ладно, давайте я вот так вот стану все-таки. Когда уже он спулится-то? А он не пулится, подлец. Ладно. Я эту миссию проходил два года назад. Я не помню. Вот оно, вот оно. Вот, очень странный сигнал. Это мутон. Это мутон. На Overwatch. А и Thingman еще. О, я его не помнил. Но Thingman'а должны сейчас прострелить. Ребят, Михайлов только стреляет. Шесть, хорош! Но вижу, меня настораживает. Так, еще не поздно распределиться. Чтобы на гренку не... Но он гренку не докинет. То есть, он отсюда добежит, гренка не достанет. Он скорее там встанет на Overwatch или до угла добежит. Можно сканчик кинуть туда. Но тогда я потеряю один Overwatch. А Алиса у нас что делает? Если первое действие обычный выстрел засновывается, то ход не заканчивается. То есть, то я только один Overwatch пропущу. Так, а здесь Overwatch не будет. Давайте я вот так вот подведу пацанам. Чтобы он точно на Overwatch стрелял. Можно дымом спровоцировать. Да, давайте дым сделаем. Накроем хотя бы двоих. То есть, гренку он не докинет, а выстрелить сможет. Да, давай так сделаем. Так, у снайпера общий вид. Здесь Overwatch, здесь Overwatch. Шедер Рокет нам не забыть. И здесь тоже отступлю за фулл кавер. Потому что он все равно уже должен прийти. Ребят, давайте попадайте, 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 попадайте. У вас есть огневая мощь и достаточно для того, чтобы его... Он не идет. Overwatch. Идет. Подходит Overwatch, срабатывает один. Чей? БСП стреляет. Попадает на четверочку, хорош. Но БСП там точно 186, кажется. Еще, 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 ребят, еще Overwatch. Дмитрий Михайлов. И снайпер, Тей стреляет. Хэвик мажет. Снайпер. Пять хитов, один хит. Ну кто-нибудь там, кто-нибудь, там два человека слева. Еще овер, пожалуйста. Есть, стреляет. БСП второй ответный. Блин, БСП. Еще кто-нибудь слева, ну. Блин, сейчас... О, есть, 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 есть. Да, у него не хватает выстрелов, в принципе. Даже если бы не убил, и повышение. Ихи, мутоны, не страшно. Так, хорошо, перезаряжаемся спокойненько. Изи, вообще. Мутоны, кто такие, вообще? С плазмерами, 10 хитов, гранаты пришельца. Вообще. Так, ну дальше еще будут сингмены. Один, я помню, на крышу прыгает. Ну, кажется, до этого еще будет кто-то там. Или уже не будет. Не, будет, будет, будет. Ладно, продвигаемся. Они появляются по скриптам. Главное сделать так, чтобы у всех был Вижн. Всех был Вижн, и у всех был Овервотч. Да, Хакси, это проще. Так, не появляются. Ну, я уже до фулл кавера добегаю. Всеми. Этим доходим. Здесь на полу. Хэвик должен встать так, чтобы ракету закинуть и на крышу, и куда-то ищу. Короче, хэвиком сюда. Ракета есть. Мутона можно было в следующий ход вообще раздраконить. Так, а здесь тоже фулл кавер. Снайпера подводить или нет? Кажется, там один будет за, вот там где-то. Или вот здесь вот скорее. Я его могу не увидеть. Ладно, Овервотч. Овервотч и поехали. Да, двигается. Не замечен противник. Похоже, к вам уже движутся лунатики. Так, один. Очень близко. На Овервотч встал. Второй. Сик, кто это обычный? Дмитрий Михайлов ведет ответный огонь. Но только он один. Два в Овервотч стоят. Я думаю, Шредер Рокет надо тратить просто. Здесь можно обойти тоже по нему стрельнуть. Блин, так вижу, но вообще не хватает. А, есть общий вид у снайпера. 82, поэтому. Окей, но у Сектоида точность меньше. У него хитов меньше. Он еще стоит, так что... Короче, а может, гранатку тогда лучше? Можно отойти и кинуть гранатку. Да ладно, это забей. Снимем, там снайпер добьет его просто и все. Поехали. Гренка пошла. На троечку, но у него кавра нет. Соответственно, он становится легкой мишенью для снайперс. А не хренел ли ты? Где общий вид? Был так что общий вид. Стенку снял, общего вида не стало. Охрененная игра, блин. Проверил же специально. Так, снайпер у нас не работает. Так, есть еще 3 человека. Допустим, фенемена я убиваю. Этот не флангует никак вообще. Даже если он справа бежит, у него будет хорошая вероятность, он не фланганет. Надо сделать так, чтобы оверо очень сработал. Но надежнее, конечно, вот так вот подойти, чтобы оверо очень сработал. Есть? Нет, не... Как? Ты не видишь его? Это какой-то баг. Я думаю, надо как-то рисковать обходить здесь. Да его надо убивать по любасу. Или здесь вот так вот обходить. Он меня увидит, но оверооч будет стрелять. Капец баланс. Здесь ничего не остается, как по сектоиду стрелять. 73, но этот... Попал, 3 хитап. Ну почему не 4? Блин. Так что пробегаем так, или пробегаем выше. Здесь есть вероятность, что он меня не увидит, потому что я типа нахожусь... Ну надо попробовать. Тем более это лемминг. Оп! Не видит! Не видит! Смотрите, я думаю сейчас подставить этого. Чтобы по нему стрелял фингмен. Чтобы я смог подойти... Хотя бы вот так. Не факт, что я его увижу. Ну вот так вот, чтобы подойти. Ну меня все кто это флангует? Или забить и поставить на овер. Если он побежит, то... Не надо пытаться. БСП меткость 96. Трэндец. Там 86 плюс скоб у него. Может его тоже на... Думай, 2 хода. Снайпер даже вообще ничего. БСП поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. БСП тащи. БСП не хочу тебя подставлять. То есть надежнее здесь все-таки встать на овер этим товарищем. Чтобы... Ну он, скорее всего, самый опасный его мув. Это он обходит либо сюда, с фланга хэвика. Либо сюда обходит с фланга этого. Но в таком случае БСП будет стрелять. Ну, если он вправо уходит. Плюс снайпер может там с пистолета достанет. Не достанет он никак. Если он влево пойдет обходить хэвика, то этот может... Короче, 2 овервотча, наверное, здесь самый безопасный путь. Потому что я не знаю, я увижу его даже отсюда или нет. Потому что... Короче, надо БСП, чтобы пробегал. То есть лемминга мы подставляем под... Да, надо так делать, пацаны. Объясню почему. Если хэвик видит, а он видит, то БСП точно отсюда будет видеть. Соответственно, у БСП точность 96. Он когда добежит, а он добежит, сектоид может по нему с овера стрелять. Он этого убьет с вероятностью 96%. Но, если БСП получит ранение, а он ценный саппорт, одно дело лемминг, да? Короче, леммингом бежим, срываем агро. Давай, 65%. 65%. Ес! Мимо! Мимо! Так, теперь БСП. У него большая свобода действий. Он, конечно, фланг под сектоида подставляет. Возможно, у ворвотча с сектоида сработает, но выбора нет. Нет, выбора нет. Он бежит, чтобы спасти пацанов. Есть! Видит! Его! 99%. Красавчик! Давай! Хорош! Остается маленький раненый сектоид, который, в принципе, может даже спаниковать, убежать. Но он не фланганет, у него точность меньше на десяточку. Угол капец. Поддержал ваш канал, ааа, ранение БСП. Пользуюсь случаем. Хочу поздравить нашего самого креативного товарища. БСП. Да будут грибы твои свежие, а лук хорошо прожаренным. Да, очень-очень в тему. Короче, БСП ранен. На единичку не сильно. Сектоида мы флангуем. Вопрос, кем убивать. Кажется, этот получил ап. У него есть повышение. Но я лучше им тоже постреляю, потому что это 80 точность. Это перспективный лемминг. Обойду, короче, им. И убью его с вероятностью 80%. Хорош. Так, теперь, во-первых, випа подводим. Это, кажется, еще не все. Там будет еще парочка или тройка фингменов. Или один. Короче, Overwatch. 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 Полечить, полечить, полечить. Кого аптечка? Вот у этого аптечка. За руль. Лечим БСП. Герой. Герой. Он реально спас. Также цингмен обходил. Но этот баг... Снайпер вообще его должен был гарантированно практически убивать. Випа подводим. Главная цель випа. Довести. Кажется, на этот, на грузовик будет падать товарищ. А второй будет где-то справа. То есть мне нужно фулл вью какой-то давать. Под разными углами. Випа, наверное, не стоит так подводить. Ясно. Буду на чеку. Тишина пока. Подходим ближе. Но не сильно близко, чтобы не спулить там друг пак еще впереди. Готовность номер один. Направляюсь на точку. Прикрываем випа. Бежим випом. По краешку, по краешку, по краешку. Эй, тишина. Нет, лучше с этой стороны я пробегать буду. Нафиг нужно. Этим вообще по краешку. Сидим хорошо, стоим хорошо. Овервочи. Следующий ход уже конец, кажется. Да. Девочки и мальчики, походим, скоро у вас будут гости. Первый на крыше, надо запомнить. Овервочи сразу. Ну его сразу. Четыре овервочи. До свидания. Изи. Серик поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. А, один. Больше БСП, богу БСП. В ЭТВ Нифанду жалко. Побежали. Это, кажется, миссия. Фух, миссия. Миссия. Миссия, ай, 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 вообще закрыли. Нифанду потеряли. Я жив. Но с моим прошлым покончено. Странно. Я не ожидаю. Это хэвик наш новый. Ворота судьбы. Я предал старых друзей. Ради войны с общим врагом. Это китаец сектоит. Устройство и человек, который его доставил в безопасности. Так у меня с этим солнце село и свет менялся. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Да. Удачи, Михаил, и спасибо за экшен. Да, прибудет с тобой Крит на 100%. Да, Крит мне не помешает. Возвращаемся на базу. Сейчас надо разбираться с этой ситуацией сложившейся. Ох, четыре звания. Ранение у БСП на пять дней. Ранение у Дмитрия Михайловна на пять дней. Ох, Нифанда. Прежде чем раздавать звания, обмывать медали, в смысле погоны, два ученых, два инженера. Не забывайте, мы видим все. Продолжение следует... Мы будем помнить ее и... Помним о том, что любая ошибка, даже... Даже недочет в одной клетке может обойтись, может стоить жизни такого человека, понимаете? Ее никто не заменит. Теперь по левелапам. Пифия, Элис. Меткость восемьдесят девять, сила воли семьдесят. Способности. Опачки. Урон по... Учитывая то, что это саппорт, я думаю, надо брать и реаниматора. Хотя, учитывая то, что у нее свинцовый дождь, она может, благодаря тепловым патронам, просто уничтожать всяких кибердисков. У нее сканер. Ну, тут, видите, тоже перки рандомные. Она точная, понимаете? Восемьдесят девять. Стреляет дважды. И еще бонус по роботам. Патроны берем. Обновляем данные. Семьдесят восемьдесят девять. Было шестьдесят один восемьдесят шесть. Мораль растет. Ой, восемьдесят девять, да? А вот точность не сильно опнулась на этот раз. Дальше. Новый Хэвик. Он будет, как бы, вторым. Вместо Нефанды. Ну, выполняет эту же роль. Семьдесят пять. Точность. Сила воли семьдесят. Ох, и четыре обилки. Выстрел из РПГ. Крит лесом. Урон критического попадания увеличится на единицу каждого противника. Тоже ему не нужен, блин. Да, и он плотный, конечно. Ну, вот это квестовый товарищ. Он очень плотный, Хэвик. Криты, Хэвик. Ну, хотя с такой меткостью, может быть, и нужны. Ну, а что там дальше? Свинцовый дождь можно или метку взять? Ну, тут ракета, скорее всего, не реаниматор. Две ракеты. Свинцовый дождь. Меткость. Да, тогда... Тогда, наверное, надо... Вообще, первый перк вызов больше, потому что Хэвики всегда впереди. У них, как правило, несколько противников перед... Передвиженным. Дальше осколочная ракета. А здесь, скорее всего, свинцовый дождь. Все-таки они метку, учитывая его меткость, сможет два раза стрелять. Хотя метка, конечно, тоже полезная. Ну, там прибавит с 80-90, плюс 10. Это... Даже саппорты у нас не будут мазать, в принципе. Будут мазать только по... Фулл-укрытиям, а по полу-укрытиям будет 85-90. Лучше два раза выстрелить. Это не факт. Тем более, у него основные выстрелы — это ракеты. Ну, я метку действительно редко у Непанда ее залп, потому что забывал про нее. У нас там еще есть один Хэвик. Глографическое, это кажется... Ну, короче, я возьму свинцовый дождь. Сразу его перекрасим, чтобы не путаться. А, его не перекрасить. Вот ты, ну бас. Далее, снайпер. Снайпер у нас второй есть, с 80 меткостью. Блин, классно. 85-65. Найс. Это вот Лемминга, который мы сегодня качали, стал снайпером. Надо must-have общий вид, потому что под поезд... Ох, вообще два снайпера — это очень хорошо. Ох, и качать, качать, качать этого рядового. Может, с Женькой воскресить ее в лице этого снайпера. Будет Тейни Фандом. Да, пожалуй, сделаем так. Что у нас? 65-85. 65-85. Это будет Нифанда. Новенькая. У Нифанды, кстати, день рождения завтра. Так, слово. Кто? Кто забыл? Я сегодня ошибся с датой. Купил цветы. С утра на улице. Так, о чем я? Значит, снайперы у нас беленькие все. Яркие, чтобы я видел, где они стоят. С общим видом они, как правило, далеко. Бывает фейл, конечно. У меня плохо вообще с датами. Так, и еще Дмитрий Михайлов в туши свет. Ранение 5 дней и БСП ему дали прозвище Пижон. Прям под БСП. Но он такой, тоже такой... Ну, не манерный, да? Местами БСП. Такой. Какой он? Сейчас я яркость повышу. Пижон. Ох, гусар. Так, вот яркость повыше. Пижон. Пижон мы и оставим. Это прям в точку. Так, второй хэвик. Ох, тут жесть. Надежная позиция чушь. Ну, сапресс берем, конечно же. Сапресс это... Особенно с его меткостью. Сапресс это сам... Сам бог велел. Можно хэвиков сделать зелеными. Чтобы они не выделялись как раз. Так, значит, 1.17. А, я могу его цвет менять? Я не могу просто... Не, давайте яркий, конечно, желтый. Это уже привычка сформированным. Пусть будет ярко-желтый. Нинсфер поддержал ваш канал на сумму 300 рублей. Есть места в отряде смертников. ПС, БСП с днем рождения. Нинсфер, прости, но нет. У нас все места распределены. А вот этому мы дадим реаниматора. Смотрите, саппорт, который... 90 меткость. Капец, БСП какой точный. Хотя Туманные берега тоже хорошо. Число шашек дымовых. Ну, реаниматор-то нужен хотя бы один. Я же заигнорил... У Элис этот... Ардрейк поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. И как ты после этого еще из дома стремишь? Пека-китайцы можно перекрасить. БСП не грустит и лучший. Так, БСП даем реаниматора. Все-таки. Потому что должен хотя бы один быть такой. 90-76. С ума сойти. Какие классные товарищи. 76-90. 76 было 63. Ну и на четверочку точность апается. То есть он со скоупом, а он не со скоупом, он с этой. Так, главное дождаться двух товарищей. Возможно, кстати, сейчас леймингов взять. В школе офицеров что? Эх, майор нужен. Обучевое 21 день. 21 число. В оперативной минус 4 страны. Еще 3 выходят в этом месяце. А может и больше. Это гуф, может быть. Спутники я в этом не запускаю. До следующего надо тянуть. 3 страны, поезд, корабль потом. Вот к нему надо. Короче, смотрите, какой план. У нас в следующем месяце по линии Прощи будет поезд. Появятся стандартные миссии Мутоны, первые Крисолиды, возможно. Может даже Кибердиск. Нам нужно к поезду прокачать второго снайпера с общим видом. Желательно при этом иметь лучевое оружие. Но к Дредноуту нам точно нужны хэвики, желательно с армором. Снайперы, желательно снайперскими винтовками с общим видом. И у саппортов бы тоже лучевое оружие. На это у меня будет... Есть еще... 40 дней. Лучевое сделается за 21. Главное не гуфнуться, короче, в этом месяце. По бойцам. Имеет ли смысл взять Леммингов? Имеет смысл взять Леммингов, потому что у меня замены нет никакой. Берем рекрутов. Хотя бы так, на соточку. Сегодня утром прибыли новые инженеры. Должен сказать, мы от помощи... Электростанцию еще одну в стаке ставлю. Сейчас уже дни. И, скорее всего, мастерскую надо будет сделать после энергостанции. Через 8 дней вторую здесь в стаке. По инженерам ситуация 13 инжей. Мастерская сделается будет 16. Мне нужно в идеале 20+. 20+, для того, чтобы сделать еще два модуля спутниковой. Короче, смотрите, какая ситуация. Сейчас конец месяца. Скорее всего, будет еще одна-две миссии. Все миссии должны проходить чисто. Без каких-либо серьезных потерь. Два хэвика, два саппорта. Снайпер с общим видом. Второго снайпа качаем на общий. С самым высоким приоритетом. Всех тренируем. Сейчас бонус по XP. 6 человек. Лейминг 1, 2 на страховку должны быть. Может, на простой миссии мы кого-нибудь из них возьмем с собой. 30 инжей на 4 модуля спутниковых. Я 3 спутниковых делаю. 3 модуля спутниковых и 8 спутников надо закупить после дредноута. Кажется так. Ну, есть что продавать. Пока не будем продавать. Потребности в деньгах пока нет. Это не тот порядок средств, которые... Главное, чтобы сейчас 5 дней до миссии. Но это маловероятно. Придется, наверное... Есть. Ооо, что террор это? По сообщениям со всего мира, поведение пришельцев коренным образом изменилось. Террор. Похоже, они изменили тактику. Но зачем? Чего они добиваются? Крисолиды, что ли? Это послание всему миру. Они говорят, что остановить их невозможно. Это видео может вас шокировать. Мы продолжим сообщать о важнейших событиях. Ждите новостей. А на террор я должен был быть уже случевым по-хорошему. Что Крисолидов будет пробивать сложно. Я не успею к террору 2-го тяжа и 2-го саппорта. Сейчас придется с двумя леммингами лезть. Крисолид. Это Крисолид. Да. Выбираем толковых леммингов. Два дня, капец. 47-75. Первый. 57-70. И все. Ладно. У нас хорошие бойцы. У нас есть один хэвик, два снайпера и саппорт. Если ты всех гуфнешь, но спасешь всем мирных, паника понизится на 3. А где у нас еще раз она? Даллас, это США, да? По оперативному штабу мы не можем игнорировать. Если мы игнорируем, выходит четвертая страна. Это раз, два, три. Это гуф. Мы летим туда. ... Ое... Ой. Ай... медали забыл раздать точно то цель миссии мирных спасти она состав пофиг поэтому в теории можно попробовать так если всех убьешь на не спасешь вообще мирных от провал там одного кажется можно спасти уже быть не провал медаль только одна за городские бои бонус к защиты в укрытие ну хэвику естественно даем но против кислородов не спасет никак они же не мажут в мили так ну там кроме кресолидов thingman и летуны тоже могут быть поэтому от аптечек отказываться нельзя лемминги гранатами могут закидывали мин поддержала ваш канал на сумму 100 рублей майкер скажи честно тебе не надоело столько времени шпилить в икску да нет конечно не надоело ты что это же видно по по комментариям по стримам по частоте их так еще я хочу перед стартом пробежаться по способностям чтобы не забыть новый снайпер нефан до 85 ой на душе ей скоб дать и важнее скоб чем аптечка болин 85 плюс 10 раз у элис главное свинцовый дождь не забыть выстрелы выстрел два раза может стрелять точность хорошая 89 так что попадать будет ты у нас с общим видом и только ну и крит соответственно тяж 1 с двумя ракетами с двойным выстрелом тоже с два человека с двойным выстрелом и два лемминга ними причем от карты многое зависит если будет достаточно открытая карта что можно будет крисолидов отстреливать на подходе я лемминга буду подставлять под разведку естественно вот этих товарищей сэвид по возможностям дробовики леммингом с точностью 875 неправильно тем более не буду подходить настолько близко чтобы леммингов замене почему лемминга заменить один мирно терпимо 7 леммингов хорошо от 10 20 отлично спасение 10 плюс падает до единицы мне главное чтоб не поднялась она вот в чем дело ты не тех лемминга взял почему 75 47 и 57 57 70 или 57 70 того же да вроде тех так секунду ладно последний придут что-то лучше не это самое фигня 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 фигней не то этого взял эта фигня эта фигня фигня все а что не то взял то да вообще на террор желательно повторюсь лететь уже с лучевым оружием потому что у них много хп они очень мобильные если подойдут то это гг сразу поэтому надо перестраховываться overwatch им двойные выстрелы ракеты гранаты и прочим еще раз лу он этот он два снайпер со скопом хэвик с гренкой поехали террор террор крис алида я с обычным автоматическим оружием а и хэвик один отдыхает поехали смотрим что за карта ох ёжик надо разобраться с лунатиками в сша пришельцы атаковали крупный это дичи не карта тут нет пространства для маневра на очень контактные они все здесь большинстве часть может быть здесь или за так раз 23 гражданских на вижу не на первом надо здесь сидеть хэвика подводить под рокет вот сюда вот как-то но это на следующий ход пока мы подведем лемминга чуть ближе второго лемминга подведем чуть ближе элис чуть назад я уже в пути летун мирный дверь открыл справа да 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 они прямо по курсу два поколит унов там хэвика на угол надо нет вот так делаем сначала теперь хэвика подводим сюда ну чтобы он рокетом и не спунил сейчас никакой пак так тебя контролировать наверное вот здесь вот да снайпер пока не но не хорошо стоит но вообще-то и с общим видом можно вообще назад сюда вот что на простреливала все понятно что ход я прав угол ладно ждем о выбегают крисолиды первый пак три человека овервотч первым стреляет кто вильям слейминг попадает на трешечку красавчик сейчас если они еще мою сторону побегу давайте ребят на овервотч один идет вперед двое назад овервотч кто-то есть тэй и лу стреляют снайпер попадает лу попадает три хита снимают и занк еще давай 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 хорош так надо записывать надо записывать мы же можем фиксировать количество так и летуны летуны где-то рядом два пака летунов так значит два пака два пака летунов один пак это с пулей на один пак летунов я слышал но этих один пак крисолидов ну и скорее всего два или три так значит здесь переключаемся первым снайпером на винтовочку чтобы не забыть тут не идем они сейчас сами будут подходить можно конечно одного мирного спасти хотя один не хочу сюда там мы спулем еще одного двумирного спасем одного это раз овервотч 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 ждем двух крисолидов еще выбегает овервотч это раненый двое стреляют на овервотча мажет лейминг но тэй там стреляет давай ях повышение так двух в этом паке минусуем третий 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 где он третий он выходит 3 не трогай мирного не успеет да не успел там минус 3 мирных крисоли у этими был убит по его не вижу нормально только общий вид снайпер но с критом 92 работаем хорош первый пак крисолидов и не страшно совсем да так спасение мирных спасение мирных подвести снайпера так чтобы стрелял но давайте вот так вот лучшего поставим под полу укрытие хотя бы чтоб крита не было гарантированного сюда бежать не буду тут релот овервотч и овервотч сейчас будем пулить летунов слышите летунов окей двигаемся спасаем мирных двигаемся леммингами полим не полим подходим вот так мне сейчас снайпер перестают работать из-за клёвого вижена но с общим видом то я снайпер оставлю а вот ты пожалуй подведу они могут еще с крыши выйти над снайпером будет перезарядиться да они прямо здесь убивают мирных минус 5 же так ну что нам пулить их наверно пулить или так мирных переубивают сейчас двух спасем раз и назад да да давай и никого так я сюда тогда спасаю еще одного перезарядка overwatch на винтовочку овервотч овервотч перезарядка не хочу я в здание справа уходить потому что хэвик туда и рокет не закинет еще минус двоем блин хрень уже по мирным конечно слева шум выглядываю из-за угла вот так вот опа пак летунов 1 2 ой попала я попал я попал как у нас там рокет мэн о что то есть по двоим наверно надо по двоим вмесить так этот уходит за угол вообще сильно сильно чтобы его ракета не накрыл и чтобы дальние его не смог обойтись или все таки вот как-то сюда чтобы не так будет вижу а так будет вижу тут тоже окно он скорее всего меня заметит наверное лучше всего вот так вот он флангануть может но там на овервотч могут сразу реагировать пацаны надо было ближе подбегать вот сюда тогда я смог за угол что лучше 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 вспомнить сколько будет она входов ох у них кажется ходов 14 7 плюс 7 что-то в этом роде или даже 16 8 плюс 8 но даже если 14 как и с именов это раз два три 4 5 6 7 он обходит меня с фланга гарантированно поэтому скорее всего у тир 14 ходов ну да у сектоидов у тир 1 12 у этих 14 ютингменов 14 у них приоритет на убийство мирных но да это боже так запоминаем местоположение для того чтобы лучше заранее рокетом выцелиться так чтобы понимать кого мы прикроем чтобы еще мирного главное не задеть обзор закрыт беда мирного мы в любом случае гуфаем можем конечно сюда подойти еще одним леммингом пострелять стоп а хэвиком же мы можем в принципе пострелять мне не можем ни у кого вижены нет короче овервочи нужны снайпер на овервочет на овервочи мирного гасим ракеты оставляем одного летуна да пожалуй так чем за угол побежали запомнили хэвик рокет к сожалению мирного мы гасим вот такой вот икс ком освободительный попади главное так минус 2 отлично ну минус 3 как бы мирный но за него экспу не дают поэтому не считается так есть еще один нюанс он заключается в том что наверное поближе к хэвику нужно поставить еще одного лемминга для того чтобы при наличии аналогичных целей может туман успеешь закинуть до туда если правильно добежал успел бы ну все остальные на овервочи с богом один пак летунов два киллса значительная часть находится за пределами я уже не спасу семерых но я не спасал на самом деле раньше так что это вроде не такая большая проблема так ну что выглядываем смотрим где он там а вот он кто может снайпер с общим видом не может уже трагедия я пожалуй обойду еще надо обходить это не появилась у нее так будем ли мы его пытаться мочить он не в укрытии но это полукрытия стандартная летуновская насколько понимаю вероятность хреново но есть гренка раз и у второго лемминга чисто в теории да и на практике он это гренку докинет отсюда скорее да но если там овервоч это мне овервоч он убил мирного кажется а вдруг овервоч убьет тогда он тебе лемминга планга нет это две гренки нужно кидать него ну или вариант отступить просто на овер опять но у меня там снайперы не работают поэтому я могу подойти сейчас дым кинуть чтобы вероятность попадания на случай овервоч была еще ниже то есть дым вот сюда вот куда-нибудь закидываем и под подход хэвика и под подход этого лемминга сначала бежит лемминг соответственно у летуна вероятность меньше 50 процентов на попадание если он на увере стоит подходим смотрим гренку мы не докидываем не докидываем докидываем хорошо но мы выяснили что не овервоча нет то есть чисто в теории могу хэвиком подбежать и стрельнуть еще и могу сэкономить гранаты в теории да верит 55 меткость беда ну ладно все равно лучше чем ничего попал четыре хита снял хорош сейчас один лемминг кидает гренку надо вильямсу поставить например вы и и второй как зовут лучше не вильямсу а этим кидать гренку лу потому что вильямс может за угол сейчас уйти лиу лиу кидает гранату там хитрым способом через своего тиммейтом граната не мажет лю получает так и зачеркиваем еще одного летуна так два пака нейтрализовали какая-то часть людей находится за ну короче наверху на стоянке но они будут продвигаться вперед могут спокойно абсолютно продвигаться вперед и помним про то что здесь есть второй этаж с него теоретически могут начать спрыгивать сектоиды они тут тоже могут быть отсюда могут спрыгивать ну и скорее всего все-таки большинство находится за поэтому мы сейчас здесь я лучше отступлю чтобы не провоцировать пацанов это овервотч один овервотч всего капец летун еще один пак летунов так что делать хэвик стоит вроде хорошо ракета у него еще есть снайпер вот стоит как-то не очень клево его подведу безопасно подводить на сравнительным виду наблюдение скан говорят да скан хорош тема скан пожалуй закинем куда-то сюда потому что там убивали мирных я хочу узнать о более два скана есть элис пытается кинуть скан кстати она может и докинуть докидывает прямо в дверной проем там были летуны вроде как ну то есть убийство и летуны до летуны пак из трех летунов снайпер соответственно стоит неплохо это тоже неплохо здесь можем подводить к углу не не можем что я не знаю кто здесь скорее всего правого товарища надо будет попали туны куда стоят тупят нет полетели сейчас могут дверью а здесь кто-то еще кто их видит кроме сканера есть кто нет никого хэвик если что сможет снайпер с общим видом так переключаемся на винтовки снайперские снайпер нужны киллсы надо второго снайпа подвести например туда где стоит час хэвик хэвика подай подвести поближе чтобы он и не спулит и на следующий ход сможет снайпер сюда соответственно пусть это будет с рывком тут точно овервотч тут овервотч а вот здесь я могу уже их спулить не хочу потом подводить подходить к фулкавру как собственно и здесь подходит все овервотч один занк стреляет попадает на пятерочку зан красавчик красавчик хоть и китайцы сейчас они разбегаются еще овервотч ты настреливает общий вид снайпер решает есть так один из пака летунов минус двое остается значит один на втором этаже один снизу можно сделать шреддер трокет но если в этом потребность общего вида нет принципе в один шреддер и оббегание с углов я увижу скорее всего и верхнего и нижнего поэтому я пожалуй сделаю шреддер сюда причем так чтобы захватить побольше второго яруса вот так вот и зафиксировать где второе находится поехали сейчас совсем разберемся не задел я 2 он видимо за в общем прикрываем леммингом так не фанда не может след д леммингом надо достреливать его дыма нет я лемминга хочу подставить может он вижен даст еще не он тоже видит одного 50% точности капец да женька может подойти стрельнуть она скорее всего его убьет но есть гренга кстати я могу сейчас этим леммингом на угол но он тоже видит одного достанет не достанет так бсп тоже подходит под ну чтоб на овервотч пострелять как нам убить то левого у нас шансов то мало 5 процентов невероятность улу есть один киллз ладно давай еще разок 55 на монетка ес хорош что-то мне на рандомные киллы на в этот рай везет так здесь овервотч с общим видом точно овервотч лемминг точно овервотч не фанда точно и вильям все овервотч потому что он сейчас точно вылетает начинает стрелять оп вылетает ты первым берет его на прицел с общим видом снайпер ай промахивается а он будет стрелять легкий плазмер вильям стреляет попадает на трешечку красавчик у них нет штрафа на ранение поэтому еще кто-нибудь ребят улетел улетел испугался так бывает когда двое людей из пока дохнут так он улетел но обещал вернуться я предлагаю скан для того чтобы продолжить преследованием скан закинуть сразу как можно дальше вот тот дверной проем по возможности не выходит ни черта его конечно можно флангануть левым леммингом вот так вот может мы его даже увидим здесь а может увидим еще больше я здесь ничего вижу почему-то нет так хэвик релот или не релот релот потому что нет не релот тут два лемминга тебя прикрывает и он бит и он овервочек скорее всего у него просто выстрелы двойные поэтому патронов на следующее не хватит оставляю второго лемминга сюда мы не видим этого летуна но я предлагаю ждать на овервоч конечно в идеале нужно трехмирных спасти но они разбросаны сейчас по один на крыше другой черт знает где если а вот вот еще второй понятно они в общем здесь где там или за тоже на хотя не там сканер был подводим либо сп так чтобы он имели может быть покинем сканер и сюда жалко второй скан туда для особо он ничего не даст не 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 один сканер лучше оставить на после ой это не бсп это элис на запомнить ладно овервоч в общем давайте 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 три хита у него три хита слева обходит ну или прямо там где-то тусуется выходи гад выходит тэй нет два лемминга оба мимо оба мимо у кого нибудь еще вижу надеюсь будет будет вижен элис стреляет хит всего снимает тэй нужно тэй здесь нужно тэй нужно еще есть он не алё короче давайте леммингом снимем у нас вильямс нуждается в киллсе 70 процентов поехали хорош ставим галочку он повышение все все готово удаляй 7 спасли 3 пака всего на первом терроре но первый террор на такой страшный возвращаемся домой паника снизится страна не выйдет игра продолжится в следующем месяце три повышения снайпер третий тэй стала снайпером уже с общим видом нет даже не с общим видом это следующий вообще так что у него защита увеличивается за каждого противника с задней видимости но у него видимости нет скорее всего низкий силуэт частичный как полные или действует все таки общий вид если общий вид влияет на тактическое чутье то безусловно нужно брать тактическое чутье то есть это универсальная защита где бы ты не стоял плюс 20 то есть фулл кавер тебя вообще никто не пробьет там один процент но фулл кавер тоже не нужен для общего вида по сути потому что потому что они находятся вообще черт знает где и не в укрытие часто им не нужно подходить вряд ли действует ну да тут описание в зоне видимости поэтому берем силуэт частичное укрытие защищает как полный меткость 95 плюс 10 уже преодолели психологическую отметку в 100 точности со скоупом правда 69 новый снайпер с точностью 80 и саппорт ну тоже хорошие сша на паника на 2 мы спасли сша смотрите у нас четыре страны вышли три страны выйдут у нас как раз запас в три страны и в следующем месяце мы должны провернуть поезд провернуть дредноут и запустить там 45 спутников проблемные страны оставить резерв там в три спутника в четыре спутника короче на все деньги у нас сегодня такая будет дикая трансляция пацаны такая дикая поверьте во первых я ты хочу обновить данные потому что шестьдесят девять девяносто пять шестьдесят девять хотел сказать полнеет шестьдесят девять девяносто пять точность возрастает у нее фух так мне нужно качать левого снайпера мне нужно не фанду выкачивать сто процентов у нее уже четыре киллса это неплохо но нужно следующий левел так сейчас к нам вернуться два коллега двое коллег через две через два дня мастерскую скорее всего вторую надо пилить или забить двадцать мне хватит если будет миссия на инжейда она будет в любом случае в следующем месяце так что не нужна мне еще мастерская так мастерская мастерская введена в строй михайлов и бсп возвращаются в строй которые будут резервные так теперь может какая то еще миссия в этом месяце будет поехали так исследование идет это идет строится электростанция строится хорошо я бы еще одну миссию пока в конце этого месяца выполнил генератор готов 18 инжей электростанция будет здесь два модуля спутниковой связи перспективе четвертой но это не в третьем месяце трех в стаке хватит а этот под три резервных спутника максимум энергостанция сколько нужно энергии под модули спутниковой есть энергии одна доделается это будет еще десяточка ну да хватает уже хватает энергии с легким запасом у тебя 15 дней до заказа спутников и 20 до модуля сколько делается модуль спутниковой связи так не посмотреть спутник делается 20 дней модуль 14 понятно 20 14 дней спутник 20 спутник 20 дней ну я должен спутники запустить до конца следующего месяца в проблемных странах они будут до конца следующего месяца ой время не осталось вообще всего ничего не надо ничего скипать я даже лучевое оружие скорее всего не смогу дать мне миссию напоследок али тарелочка какой-нибудь нет все плохо к сожалению за россию потеряли дали одного инжа кстати этого мне кажется не хватает но добро пожаловать в май это месяц это месяц мутонов дальнейшие потери были бы крайне нежелательны по ситуации низкий уровень в сша аргентине индия австралия ключевое получила короткую перед но главное что сейчас все миссии которые будут надо выполнять чисто и то не факт что я успею мы видим все сейчас я забаню товарищу мако пафы у нас не ругаются так там бсп опередил 11 дней лучевое ночевое успеваем до дредноута сделать поехали электростанция готова перепроверяем электроэнергию хватает на 2 мастерские 60 из 82 спутники делаются дольше модулей но если было наоборот было бы круче конечно потому что модуль это они дешевенькие но 250 я даже сейчас могу наковырять но наверное имеет смысл их все равно заранее заказать что деньги есть я понял да я предупреждаю что это будет гуф если мы продаем трупы но не все продаем трупы сплавы продаем модуль делать и 28 дней спутник 10 дней сейчас перепроверим кстати так начнем с модуля я смогу отменить правильно его так давайте сделаем сейф часа сейф сделаем секундочку правда не знаю сработает или нет кажется мне тоже мне казалось что модули модули делаются чуть ли не да вот не месяц модуль спутниковые 200 28 дней капец я так дезинформировали вот купырия я успею вообще не инженеров не хватает просто для второго модуля ладно это не так важно мне 2 хотя нет важно я их не смогу спутники это гг еще три дня спутник на орбиту выходит все это гг это играю в любом случае давайте попробуем еще попробуем один модуль только так давайте посмотрим сколько у нас спутник стоит 320 до паника снижается сразу на модуле вы хоть не сразу мне кажется что спутники как раз а я могу проверить заказать сначала до типа вот как медкомплект инженера в число мне вот так вот должно быть быть предложенным кажется впритык на успеваем да не все же там страны будет выходить там две-три страны надо будет погасить надо выполнить миссию на инжа хотя это не столь принципиально нет принципиально капец капец так могу ли я проверить точно стоимость спутников не запарывая при этом сейф но модуль успевает достроиться один да мне это дадут этого минимум там два инженера кажется иностранный действительно может повезти на те которые типа не нужны ладно ждем миссии совет передается это окажется поезд да а нет нет но надо выполнять – что «панику снизить» инцидент в Ньюфоундленде выше побережья Сенджонса рыбацкая деревня закрытая зона я не был ни разу на той миссии снижение паники аааа это масса крысолидов я помню проходила я разок огромное количество кресолидов все в кресолидах и зомбарея с одной стороны колоссальное количество экспы да из кита будут выпрыгивать кристально там можно встать интересным способом чтобы кресолидов ловить но я там терял людей ну ладно мне есть два хэвика я полечу во первых потому что нет гарантии что отказ от этой миссии не приведет гуфу в принципе в трое во вторых мне в любом случае нужна экспа для того чтобы поезд проходить дредноут проходить в этом месяце надо идти потому что иначе может страна просто выйти и это гуф она на время какое время она не на время насколько мне известно атом на время убегать ты не сможешь гуф не сто процентов если не откажешься обратно бежит на время это я помню да помню что вы справитесь с этой непростой задачи берем бсп берем тяжа дмитрий михайлов не фан де элис у кого кстати у нас воли он ту элис 70 воли кажется бсп я хотел скоб учитывая его меткости двойной выстрел он не сейчас как никогда у него нет двойного выстрела не реаниматор ему в оснащении нужно наоборот медики дать а вот элис элис у нас с двойным свинцовым дождем поэтому ей берем скоб тут очень важно иметь хорошую такую прям огневую мощь очень особенно учитывая то что у меня нет лучевого оружия и где скоб у кого скоб двух снайперов скоб значит надо купить еще один скоб там одни крисолиды очень быстрые очень опасные ваншотающие но тот пак с которым мы встречались но в принципе ну там еще из кита да они валят 3 что ли хода по 3-4 человека кажется но если встать центральную штуку они не могут зайти и там экспу можно получить короче я не буду торопиться я буду иногда поглядывать чат чтобы не зафейлить не нужен медпакет да вообще не нужен медпакет вообще не нужен медпакет тогда я беру еще один скоб или гренку ну крисолид подходит ваншоты все и зомби у тебя мисс человек так беру еще один скоб ну копье уже стоит сравнительно какая сегодня жаркая миссия так бсп меняем оснащение на скоб тоже 100 меткость и элис меняем на два хэвика в принципе граната ракет должно хватить тоже на скоб меняем почти 199 процентов меткости дмитрий михайлов гренка тяж с гренкой у них у обоих еще по две гранаты дмитрия михайлова я перекрашиваю желтенький цвет потому что хочу оттянуть блин неизбежные в этой броне будет поярче а этот желтый это оранжевый определись бы хоть ой итак у нас два снайпера один из них с общим видом второго желательно качать два хэвика пижон bsp в общем тоже желтый хотя он саппорт делом его красным шестой же до цвет 6 цвет отлично ну что 222 точные страховка есть туда мы не торопимся вообще туда не на время нам нужно дойти убить всех крисолидов аккуратно пуля настреливая 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 бонус по xp есть брони никакой нет это хотя броня бы вряд ли помогла капитану сменил кого-то есть воля круч 76 дмитрий михайлов дмитрий михайлов и у бсп в общем-то 76 давайте ладно или собираем дмитрий михайлов настоящий герой ветеран он не паникует он в сложных моментах способен принять ответственные решения прикрыть пожертвовать собой 4 скопа 2 гранаты 4 ракеты 2 снайпера качаем снайпера саппорта без медикитов саппорта двойная стрельба у 1 хэвика двойная стрельба у хэвика с жанга 2 стрельба да свинцовый дождь отлично ой блин есть вероятность и сложно оценить что если я за игнорю эту миссию это будет гуф в конце месяца ну то есть я даже не берусь оценивать там даже мнение по этому поводу в чатике нет и чатику доверять тем более эта миссия важно потому что здесь масса народу это масса экспы это лв лапы если мне удастся ее пройти будет значительно позже проще на том же самом поезде и уж тем более на дредноуте поэтому 20 крисолидов поехали а назад да надо бежать причем там будет крисолиды по скриптам появляться надо просто бежать может быть даже не отстреливаться но хотя не надо отстреливаться потому что они бегают быстрее нас следующий да я ее дважды проходил эту миссию но это было два года назад опять же так сейчас спуск вниз будет прямо там здание нам нужно крайне левые там этот на баржу короче ну не на баржу она корабль нас просит исследовать происходящее районе рыбацкой деревни на острове newfoundland местные власти но а а а и с кораблем и с деревней и со спасателями группе штурм один следует отправиться туда и обследовать местность попробуем выяснить что произошло во первых во первых снайперы выходят на лайн но может быть даже не в этот ход вперед идут в первую очередь саппорты потому что хэвики должны иметь возможность стрелять максимум овервочи хотя одного снайпая пожалуй ты уже сразу поставлю вот сюда вот или даже вот сюда вот чтобы она простреливала всю длину с общим видом ага тут точно овер тут точно овер 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 с богом надо будет открыть проверить да прям по курсу пак снизу будет первый они с легкостью запрыгивают им пофиг на лестнице опа справа зомби минус 6 урона но эти медленно бегают конечно они бегают очень медленно но ваншотают также сейчас еще пару овер оочи надеюсь будет у них там четыре хода 4 плюс 4 кажется так замк попадает на двоечку такой смешной урон помним про двойные выстрелы помним про ах ты гад а что там у снайпера 91 минифанду с критом прокачаем да надо ее качать она не снимет погоди стопроцентный крит само что снимет а эти всегда без укрытия то есть тут в любом случае стопроцентный крит пострелять ли хэвиком или не пострелять хэвик может убить если стрелять то сапом из винтовочки так я увеличу шанс что убьет вот женька блин понятно корми снайпера вася справа крисолиды нет зомби подходит снова overwatch пять хитов два снайпера на два три стреляют еще зомк ответный огонь он может убить в общем и мимо ну хорошо тогда точно же стреляет так я стреляю 95 я попадаю я убиваю его женька стреляет фраг повышение всеобщий вид есть здесь перезарядочку overwatch overwatch перезарядку overwatch открыт бы дверь чтобы убедиться что здесь как бы быстро не выбегут дмитрий михайлов открывает ой как я вторую не хочу открывать вы бы знали ладно штурм идет вперед тут релот хэвика чуть поближе там два пака слева так я пожалуй женьку вот сюда вот подведу чтобы она могла пострелять не торопимся вообще не торопимся даже мед собирать не надо сейчас продвигаемся сапами спрыгивать не хочу давай так сначала не вижу никого но есть скан еще не стоит забывать об этом хэвик на угол хэвик на этот угол там пистолет надо у снайпера заменить у женьки продвигаемся никого ооо увидели зомбарь обычный ну как бы на него пофиг он сам выйдет можно пострелять конечно он сам подойдет поехали очень много фрагов очень много экспы но главное не гуфнуться цена ошибки очень очень высока сейчас он выйдет как раз два хода тэй точно постреляет понеслась тэй и элис и бсп стреляет два снайпер сейчас бах не промажет на двушечку фигня конечно опять же вкладываем все усилия для того чтобы прокачать в первую очередь не фанду потому что с левелапом снайпера возрастает и точность его не говоря уже о перках поэтому сейчас будем убивать женькой опять она правда ни черта не видит но из пистолета я думаю сможет добить его тем более там крит крит будет и она его добьет хорошо не забываем еще что есть бонус по экспем перезарядочкам овервотч две три михайла подходит ближе чтобы рокет была возможность лучше пускать перезарядочка перезарядочка так три зомбаря я галочек ставлю для статистики просто так ну что все перезаряжены потихоньку двигаемся дальше раз никого оттягиваем хэвиков женька тоже надо подтягивать потому что она без общего вида пока это последняя миссия где она так себя ведет никаких звуков ни черта нет точка стик поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша ты плохо стоит далеко и многое может помешать увидеть пс ты обещал чаще смотреть в чат а? 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 да согласен чем дальше уходят пацаны тем больше возможно преград хоть и мелких но они могут повлиять на вижн поэтому действительно лучше лучше конечно подводить тей одно дело когда там на крыше вижн отличный или там поле чистое и ничто не мешает а другое дело когда вот тут всякие контейнеры подходим не торопимся так на крыше поставь я боюсь на крыше ставить вот разве что вот там вот можно будет двух снайперов поставить там будет хорошее на первую крышу нельзя забраться увы где же крисолиды то? да командир слушаюсь они мне как-то нервируют уже своим отсутствием даже нервируют да вот здесь будет замес но они наверх тоже поднимаются будь здоров что это за чик-чик 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 чуть шумит там подходим вижу противника кит акула увидели кого видим то? а зомбарь один я предлагаю тей с общим видом для начала пострелять ну а чего только крит сразу дадим стопроцентный ага 4 хита русская рулетка здрасте так овервотч он не дойдет а вообще здание нужно хотя бы в окно заглянуть проверить сейчас пока он дойдет словит овервотча дофига эля стреляет ну это не крисолиды это так это вот зомбари в первом экскоме были значительно сложнее потому что мало того что тебе нужно его убить хотя убить его просто там один раз попасть из него еще вылезает крисолид здоровый так что бсп второй ответ на огонь у него эсперт он убивает красавчик не зря ему скоб дал не промахивается на овервотч практически уже опа крисолид выпрыгнул хорошо у нас вроде здесь даже снайпер не видит снайпер ни черта так я лучше отступлю на один ход и на овервотч его всех поставлю но он меня видел стало быть побежит а учитывая то что у меня снайперы не работают я лучше его закачиваю так же элис ответный ладно ладно там он не добежит никак ну он один из пака чего он сделает там бсп два раза два снайпера ой бсп мажет и он на этот ход не добегает насколько я понимаю занг ведет ответный огонь каждую две клетки вот занг попал четверочка молодец ну и 75 55 процентов точности молодец еще ответ ну это ты скорее всего нет дмитрий михайлов ну отлично хорошо сейчас будет перезарядка плановая так не расслабляйся не расслабляйся прошу тебя перезарядочка 1 перезарядочка 2 подходим сейчас ты вот сюда вот чтобы она видела лучше то в этот раз она перезарядочка давайте да ты на овере иду наблюдение чередуем его рвучь перезарядку на случай если надо проверить этот дом поехали никого ну там кажется никого и не было но я ход там постою я обо всем позабочусь я обо всем позабочусь двигаюсь на позицию по пол хода подходим только ты я пожалуй двигать пока не буду чтобы ну чтобы один овервотч снайперский был сейчас смещаемся постепенно вправо пытаемся очистить вот эту зону я помню там народу прилично было и тут у нас будет бонус по позиции для снайп снайпера по крайней мере одного с общим видом ладно давай так никого так вот никого хорошо значит хэвики уже подходят таким образом чтобы по крайней мере рокет полетел на следующий ход можно не цепляться за укрытие что-то я эту привычку ну зря в общем какая разница какие укрытия зомбарям и кресолидам пофиг поэтому просто давай здесь овер хорошо пистолеты надо не забыть вернуть да сканчик можно сейчас кинуть у меня их реально два а тут место такое я помню очень плотное проверим кто там стоит полетел скан вот куда-нибудь ориентировочно сюда а мне нужно дойти куда-то туда я даже не вижу куда там между или скорее между потому что слева то я вижу главным образом а вот сюда вот не вижу кидаем сканер алиской никого ну значит занимаем позиции наверху по крайней мере пары снайпов но это надо будет делать уже в следующий ход остальными пробуем неправильно стал но я не мог надо было хэвика на угол ставить все меняем снайперские винтовки сейчас обойдет сюда снайперы сразу наверх причем скорее всего с рывком одного вправо другого влево ну чтобы они могли церн поддержал ваш канал на сумму 500 рублей спасибо тебе за саппорт миша удачи тебе спасибо я смог без потерь пройти эту миссию только с лазерками надеюсь ты тут не гуфнешься да уж блин спасибо тебе снайперы стоят сейчас будем продвигаться в центр никакого шума нет ни черта на что ориентироваться так точно непонятно о пак крисолидов глаза стыкакие бегут 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 шустро бегут все трое рядом это ракеты ребят это шредер рокет и они очень близко к моим двум сапам они в принципе близко может их вообще двумя ракетами накрыть ну это накрывается двумя ракетами я не хочу сбивать стенки поэтому кидаю ракет раз хорошо хэвиков подвел правильно главное чтобы не было промахов раз есть страховка в следующий ракет в принципе можно двумя сапами пострелять раз два хаймайкер что при таком уровне сложности вторая часть этой миссии неслабо подожжет тебе пукан так я могу пострелять двумя сапами я бы мог пострелять снайперами если бы они стояли нормально так а саппорт слева стреляет по левому крайне не стреляет то есть по-хорошему нужно снайпера одного спускать влево сейчас секунду у меня еще игра что-то подлагивает так значит ты видишь кого видишь двоих видишь ну значит видит в общем спускаю одного снайпера так я не хочу прямо идти потому что могу еще кого-то спулить в принципе снайпы тут двух снимают саппорты двух снимают а если не снимают да я не хочу гренкой зачем мне нужно качать снайперов нафига вот мне гренка скажите я могу и так и так греночка же есть хорошо я понял дайте мне снайпером келсы она одного видит 85 меткости понятно я че второго снайпера поехали добьет ты получает повышение ну короче двумя саппортами стреляем 90 и соответственно 99 вообще а если нет гранаты добиваем это раз 90 процентов давай бсп хорош вот и все что-то мне не нравится вот эта позиция сверху для снайперов немножечко подходим чуть ближе выполняю дым кстати тоже не помогает подводим одного хэвика в центр чтобы лучше того у кого есть граната на 6 урона да два раза стреляют ну два раза не это самое а алиска могла стрелять два раза даааа косяк я в пути куда ты подошел вообще все на овервоча ждем это еще трое да раз два три этот был слева один пока что семь человек не нравится мне вот эти вот места но их тоже нужно проверять к сожалению проверяю бсп подвожу димку подвожу второго хэвиком выполняю и снайпера одного поставлю здесь на угол чтобы она хотя бы справа работала не торопимся сейчас вот спешить будем во второй части миссии так нам нужно вот сюда вот в баржу уже этим справа допускаем что ничего больше нет проходим 1 2 3 не я влево не хочу идти винтовочка сейчас найпов можно и сюда было поставить что скорее всего будет еще какой-то пак по крайней мере сюда могу увидеть кого не видел могу не надо тогда но у нее сверху вижен может быть больше чем у этого нижнего вот в этом проблема можно конечно есть сейчас пробежать когда ход есть типа и заодно мы увидим что там фух чайки разлетелись так ног двигаемся аккуратно в эту сторону да да ты подумай о второй части месте распределить так чтобы они успели так я не помню что там будет в этом и смысл я помню что я должен сначала буду из кита убивать крисолидов и должен буду стоять в определенные точки и успевать убивать каждый ход их каждый ход будет по там 3-4 человека появляться а потом надо будет бежать возможно я снайперов поставлю так чтобы они чтобы они да но два года понимаете два года прошло но я реально не помню что это за миссия то есть я ее два раза проходил два года назад какие там в каких клетках по какому количеству какие скрипты вот хрен его знает нужно взорвать кита там на время нужно успеть свалить акула запустить кнопку на корабле потом бежать понятно насколько я помню просто крисолидов всех убил и потом возвращался домой спокойно ладно сапом подходим далеко кажется да увидели да 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 похоже он потерял управление сдается мне это и есть источник крисолидов хорошо что это не круизный лайнер да представляете крисолиды на круизном лайнере это вообще такая такая паника они все они же просто все разнесут так снайперов пока сюда на случай если до входа в баржу будет еще пак так саппорта бы подвести как-то он потерялся сзади хэвики отдыхают сап делает небольшую разведку блин небольшую я хочу так вниз не хочется спускаться вы бы знали надо подойти так окей хэвики чуть поближе тут переключаем на винтовку опа есть еще а зомбарь обычный бсп ведет ответный огонь тут еще бонус с высоты где-то десяточку добавляет идет идет сейчас мы овервочем масса бсп второй расстреляем ай ну и ругается еще где там снайперы наши с овервочем че опять не видят ну капец дожили и не нравится как снайперы сидят спускай снайпами так вообще алиса бсп могут пострелять так чтобы до снайперов осталось ну короче снимем сейчас хп попробуем еще не фанду качнуть патронов больше нет да я слышал элис же у нас стреляет сто процентов и два раза здрасте но в следующий раз лучше уже не стрелять потому что убить может так же как и хэвиками не стоит лучше наверное ты и стрельнуть из пистолета а Женька попытается добить давай ну там два-два качаем нового снайпера снайпер маст хэв есть четвертый зомбарь минус сейчас овервоча перезарядки тем более что там пустой уже бсп и подходим непосредственно к баржам начинать двигаюсь на позицию элис никого не видит уже иду снайпер опять меняют пушки овервоч и фанта же получила повышение в начале миссии так я после этого сказал что каждый новый левел у снайпа это плюс точности и дополнительные перки по хорошему ей еще нужен ну парочка левелапов придется спускаться вроде как мы никого не видим у входа здесь тоже пусто один хэвик сюда другой снизу чтобы перекрывали они если что ракетами ох ну снайперы снайперы у них отсюда уже вижена нет надо спускать их уже надо их спускать качай ты и хватит ее задвигать у нее и так как бы все хорошо у нее уже точность 100 плюс и она кажется тоже получил повышение в этой миссии так нам нужно вот на эту штуку забраться будет забраться и поставить кажется у краев и углов массовые овервочи и отстреливать сектоидов а тут огонь а я не уверен что я могу по огню мне в общем то и не нужно там еще одна дырень так баржа у нас многоярусная да сверху забираемся в общем наверх план такой потом спрыгиваем сюда вниз да как то так подходим вот сюда пацанами после активного обратного счета крисолиды будет лезть нон-стоп всех не перебьешь планируя отступление послали имена жертву смысле я всех перебивал откуда эти информации что они они 4 хода только лезут вы вообще вы увидели прошлые игры вообще то есть один активирует кнопку насколько понимаю наверху команда стоит здесь вот вот здесь вот они сосредоточены впереди крисолиды прут с двух разных сторон вот из этих красных штук насколько я помню и они не могут зайти еще к тебе бесконечно лезут а там же бомбить будут так ну надо дмитрия михайлов посылать потому что во первых у него больше всего хп у него спринтер есть и хотя не фанда быстро бегает но не фанда молодая и качал они уже давно лезут бесконечно капец вообще надо бсп посылать потому что у него нет штрафа по перемещению как у хэвика но у него есть еще часы этот скорость перемещения кажется дополнительным нет нету но вообще он так быстро бегает бсп самый шустрый кажется а как посмотреть количество ходов бсп такой ээээ в чатике а не погодите хэвик вот этот вот самый быстрый самый быстрый самый плотный блин элис медленная дмитрий михайлов тоже весьма шустрый ну из-за спринтера да да дмитрий михайлов из-за спринтера самый шустрый но огнем к он даже его даже не спрашивали он сам вызвался то есть остальными просто валить получается да ну там же в корабле непосредственно могут быть враги давайте до кнопки то подведу пацанов чтобы проверить эту тему ну чтоб дмитрий михайлов добрался как только я увижу что он добирается там нет проблем никаких я уже буду планировать отступление ну я так не проходил миссию конечно еще ааа ну окей а кнопка насколько я помню на панели да наверху вот здесь вот у капитанского вот здесь вот мостик так потихонечку едем это раз вижу баржу выхожу изнутри уже не засвети китай или гг да что вы со своими гг это задрали уже я бы кристаллиду без вас бы перебил так так ладно так заходим разведчиком на корабле вроде чистом дмитрий михайлов забирается у него в два хода на самом деле туда добежать ох так самый медленный и самый ценный у меня снайперы так вроде им тут работы в принципе уже нет поехали их прикрывать будет на овервотче бсп что я не понял что там увидишь кита начнется спаун меня уже хоронят просто кидая радар там говорят что если я радар кину то я могу светануть кита нафига мне радар кидать я пошел ой куда что это такое а это он сверху нашел блин путь ну что алиса будет его прикрывать не будет она его прикрывать здесь наши пути с димкой расходятся алиса пока ничего так дмитрий михайлович михайлов так вот так вот сначала опа увидели пак сиктоидов ооо и не на дмитрия михайлова сразу же и никто их не видит но нужен скан нужно их пулить сюда ой скан засветит кита так ракета шредер туда ох не достану мне все равно ракета не пригодится так давай занк стреляй ну одного двух я может за что прицеливание есть двоих задел ну но они полезут на димку они видели только димку или все таки скан два снайпера с общим видом могут могут пострелять давай-ка мы кинем скан таким образом чтобы краешком краешком светануть их но не светануть кита или диму вернуть на ход надежнее диму вернуть на ход просто они тогда точно не набегут я не спулил да увидел подсветил хорошо общий вид есть да куда там блин опять у него одного из снайпов нет общего вида ну здесь снайпер тогда на овервотч получается элис стрелять не может но подойдет выстрелит окей вижу их ближний с первым приоритетом должен уходить БСП тоже постреляет отсюда ну не добегает не добегают они но этого лучше убить на всякий случай он ближе всего поехали раз БСП не может так тут на винтовку и на винтовку не не добегают давайте давайте подбегаем овервотч БСП два ответных хорош повышение получает БСПшечка давай второй овервотч оп давай вообще топищ красавчик остался один подранок там есть два снайпера Тей видит уже Женька пока только разворачивается ну опыт опыт один хит русская рулетка но тот вроде не должен добежать там еще второй снайп с овервотчем да и в принципе он не должен добежать не понял о нет тихо тихо так БСП его видит БСП получил повышение давай Элис попробуем дать ну такое крисолидов часто бывает то есть он на пол хода ходит два да ну ёпп РСТ ну второй выстрел не есть да твою налево что это за да я убью в любом случае хэвиком убью БСП убью там снайперами с пистолетами так ладно еще три крисолида в общей сложности их семь человек уже я полагаю надо Дмитрия Михайловым возвращаться потихонечку сюда страшно то как а снайперы вы такие не очень я вообще в шоке пусть они лучше будут с овервотчем и с пистолетами но но постоянно бежать сейчас перезарядочка подготовка а представляете этот пак бы я не спулил Дмитрий Михайлов скорее всего бы спрыгнул отсюда побежал бы мимо них это был бы провал но случайно я их заметил так этот хэвик тоже отступает так здесь ждем а ну все ну что чтоб не спалить кита бочком бочком пробуем пройти или попробовать вот так вот подойти еще на пол хода тогда я не увижу что внизу точно да так здесь назад уже Дмитрий Михайлов как настоящий герой новосиба кстати Россию захватили пришельцем взял на себя не тянули палочек ничего не делали он просто он просто герой он просто главный он за команду настоящий командир капитан но пацаны будут на полу на пол хода бойся рыба рядом с Димой в частике писали неоднократно рыба рядом с Димой а что из этой типа вылезет или какой рыбы ну ладно него а или такой ладно я пошел могу увидеть лучше вообще на эту клетку перейти на самом деле тогда у него путь будет по крайней левой так труша вообще вообще элис очень медленно бегает я ее пожалуй подальше ой Димка тяжело тебе будет там начнется такой спаун дикий да а нет тут так же ладно с богом спулили и они сейчас пойдут штурм один наши датчики показывают что пришельцы в трюме этого корабля думаю скоро к вам пожалует много гостей подручные средства что нам нужно так это удар с воздуха если вы сможете снова запустить передатчик корабля мы определим короче мне нужен ход для того чтобы прикрыть Димона вот сейчас нужно расставить всех так чтобы прикрыть его отступление где-то вот в районе вот этой зоны пойдет жара мне нужен в первую очередь хэвик который блин без рокета мне нужны снайперы на позиции пацаны на овервотчах с винтовками и прочей хренью Дмитрий Михайлов бегает конечно быстро но сейчас уже его ход закончился он на следующий добегает включает и назад успевает только-только на на пол хода надо прикрывать его надо ближе надо сюда возвращать хотя бы БСП и Элис потому что они можно скан кстати кинуть туда уже можно кинуть скан сюда или туда лучше сюда Димку спасать блин скан может еще провалиться я вижу что он может провалиться хотя и там вроде как проваливается ладно поехали поехали и так шесть человек один герой он делает наводку на авиаудар хэвик достаточно быстро и он тоже джойнется сюда плюс есть еще Гренко здесь овервотч здесь овервотч здесь овервотч с богом полезно раз так Дмитрий Михайлов но это не раз это там их больше подхожу на точку активируем активируем так нам сюда эвакуироваться нужно у нас новая задача восемь ходов есть плюс нулевой конечно же так я не хочу спрыгивать вниз я хочу добежать так чтобы Дмитрий Михайлов пока еще не спалили но его надо точно прикрывать да его не видят здесь у нас овервотчи возможно поменять сейчас поближе поставить сапа вот этого вот чтобы он справа видел кто подходит поехали своих не бросаем там их уже человек 3-4 у нет Димка держись овервотч прикрывают пацаны ты стреляет но больше кроме Т никто не стреляет надеюсь он не добежит надеюсь он не ударит мимо не ударь не ударь не ударь кто-нибудь еще может быть ну не ударь нет а жив ох ох Димка бежит ох так ох сердце докуда не его тебя следующий ход догоняет так надо бежать сюда по крайней мере здесь на фул на фул ну мы короче увидим всех кто будет бежать Дмитрию Михайлову возможно кого-то отстрелим побежал Димон кто-то внизу там жесть вообще внизу там два пака уже должно быть никого не вижу пока так есть общий вид 100% с критом фигарем по нему что-то пока товарищ который меня спалил 6 отлично остальные добьют на овервотче скорее всего в принципе учитывая скорость перемещения Димона можно оставить двух наиболее шустрых пацанов остальными уже на пол хода сваливать потому что я не знаю может одни уже справа меня обходят не надо Димку прикрывать он не успеет нам до меня дойти не надо Димку прикрывать до меня могут успеть дойти другие так что я могу БСП на овере Снайпер снайперов надо спасать они все равно не такие шустрые и плюс я их качал акула шевелится где акула шевелится а вот это вот ёп твою налево из нее вы выползет кресолид значит точно держим дистанцию полутора хода кресолида убираем троих оттуда делаем овервотч да Димы там не добегают кресолид по крайней мере сверху который а здесь мы просто убегаем с овервотчами и со всем остальным ой твою ж дивизию а или прикрыть одним дим не хочу димку бросать нет здесь будут овервотч пацаны пистолетную врачу снайперов с богом дима держись дима мы с тобой этот спрыгивает скотина очень они шустрые пол хода уже близко нет нет фух есть живой выползают новые кресолиды но там не по одному там по три вылезают здесь еще один и из акулы выпрыгивает кресолид так овервотчи пошли Элис и Занг оба мажут капец но он не должен успеть добежать так Дмитрий Михайлов конечно же он должен бежать дальше его маневренность его спринтерские навыки позволяют это сделать он бежит он свою часть задачи выполнил зря бежишь могли бы сейчас с общим видом того гуфнуть так здесь что здесь ну здесь кресолид первый вообще я и так убегаю от них я предлагаю отходить на пол хода и отстреливаться то есть отходим отстреливаемся отходим отстреливаемся но только так чтобы хватило ходов на отстреливание вот уже не хватает Элис Элис значит на овере ты тоже получается на овере у тебя блин ну конечно блин тоже отходим овервотч надо снайперов спасать у меня все под контролем я не вижу его из-за общего вида то есть даже без общего вида не вижу отступаю всеми они вроде не догоняют меня ну вот Т видит но она урон не нанесет общий вид ей лучше полностью и если что общий вид сделать Женька пистолет на овервотч а кто на овервотч еще у меня двое на овервотч окей можем отстрелить но он не добегает до меня подбегает овервотч первый БСП слушайте я могу их на респе подождать так спы ради оставшиеся ходы Элис стреляет БСП попадает второй раз БСП респектуха вообще два ответных выстрела при такой точности это супер к Дмитрию Михайлову подходит опять этот опасный подход надеюсь овервотч пистолетный и Занк еще Занк 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 стреляет давай 2-1 ё-моё не добили русская рулетка что с нее взять только не ударь его только не ударь не ударь нет есть не ударил новый крисолит выходит из баржи этот которого не добили подходит обходит очень близко рядом с Дмитрием Михайловым но это наверное гранатка все таки новые крисолиты подбегают вылупляются из этого кита по двое уже и здесь еще из ой один в тылу так так тыльник крисолит который меня точно перехватит до респа это проблема топовая задача его убить мы его видим снайпером это уже хорошая новость которую заблаговременно отвели здесь ориентировочное отступление плюс гренка на двух Дмитрий Михайлов отступает до него дальний не добежит но тут еще один есть подранок вы помните так ну Дмитрий Михайлов в любом случае отступает сначала на половинку дальше смотрим что по ракете по гранатим докидывает гренку вопрос кидает или не кидает остается пока открытым далее есть хэвик с гренкой на более выгодном хотя нет у нее тоже не очень выгодное положение ты стреляет ты стреляет она дальше всех Женька как видит сможет помочь нет не по этим по левому может помочь отлично значит два снайпера предположительно снимают тыло тылового кресолида поехали раз хорошо я знаю переключаемся все может реально рокет не получится и не получилось бы этих надо отводить там кресолит вот здесь отбитый раненый но его надо либо на оверах ловить но лучше сейчас убить могу хэвиком в принципе закинуть вслепую туда гранату навесом но для этого кажется надо подойти он так-то не справится ладно в любом случае сначала снайп тылового пытается добить с высокой вероятностью надо было крит врубить сейчас вот из-за этих причин да так проблема сзади у нас осталось БСП у нас очень точный я пожалуй его подведу потому что у него меткость 100 и он левого 100% снимет вас понял не торопись не торопись ходы еще есть снимаем этого еще один кресолит минус слушайте а там же здесь же еще один кресолит так тут точно отводим надо и хэвика этого отвести но не дальше чем этих слушайте а может Дмитрия Михайлова поставить на овервотч а нет у него же нет этого перка как у унифанды значит гренка сюда раз этот отходит овервотч этот отходит овервотч ко мне выбегает один кресолит он скорее всего не добежит до верхних точно не добежит до Дмитрия Михайлова если будет добегать то мы его с этих мест с двумя овервотчами отстрелим с хорошей вероятностью да Дима 100% кидает гренку сюда попробуем еще стенку снять верхнюю глядишь там увидим еще кресолида его может лучше без овервотча снять у нее Дима кидает грену ошибка они так похожи Дима стоит на овервотч я не вижу кресолида больше у меня два овервотч там 2 кресолида минимум оба раненые но они близко один выходит раз полный ой полный ооооо-ооо капец Не дай бог сейчас добежит до хэвика Этот не добежит точно Я боюсь, что тот, кто из-за контейнера добежит, может ударить Он близко Это вообще свежие какие-то, новые А, нет, смотрите-ка Ну хорошо, тогда продолжаем тактическое отступление Отстреливаемся, закидываем гренками Грена я не докину Дмитрием Михайловым отсюда А не, докину Ну тогда Дмитрий Михайлов откидывает свою гранатку Убивает одного, ранит второго А, ты тех только что гренку убил Понятно, я запутался уже, сори Так, здесь настреливаем снайпами с пистолетов Пробуем это сделать Переключаемся, отступаем, стреляем То есть комбинируем отступление Плюс отстрел и необходимость в экспе, так скажем В первую очередь, конечно, Женька Она очень молода Отстреливает Крисоли до одного Занг ничего не видит, поэтому тоже подходит сюда Занга тоже качать надо Но для начала я, наверное, отступлю БСП И им стрельну из винтовочки Потому что он может снять как раз четыре И даст снайперу второму Значит, Элис будет пытаться это сделать Патроны заканчиваются Пять ходов, есть запас Блин, да что же за русская рулетка-то, а? Тут 96% Ё-моё Зря я так рисковал Ладно, 96% Ну как тут не убить-то? Вот последний выстрел Ну ты-то попадет, но просто это охренеть Какая хрень Три раза русская рулетка Охрененно И новые идут Четыре хода остается Этот нет бежит точно Порой бежит А, вылупляются они Да, я бы там не выстрел Поменяли они игру Я не убил бы всех Причем они уже там Три с этой стороны Да я понял же О, взорвался Классно Страта Так, сейчас можно Снайпами опять же Пострелять Я хочу и трех дальних убить Если они успеют до эвакуации Буду их У эвакуации ждать Тут постреляю БСП И с пистолетом Подровняю хп Под Нифанду Нифанда отступает Криво отступает Ну да бог с ним Добивает Молодец Ну и теперь просто Идем Перезаряжаемся И к точке У точки ждем еще Два хода Ориентировочно Ориентировочно Убиваем еще Вот эти вот Парочку-тройку Крисолидов Ну что это экспа А тут открытое пространство Они ну просто не Ну не добегут Главное подготовиться К этому моменту Перезарядиться Всеми качественно Какая экспа Такая экспа Это не последняя миссия У меня Дальше поезда Всякие мутоны Дредноуты И мне нужны Качанные пацаны И так конечно Левелав Но они уже здесь Они уже здесь Подвожу по пол хода Вот сюда вот Наверное Да А уже видим его Ну под овервотч Тогда Все под овервотчем Раз Два Тут правда Перезарядиться надо БСП Чтоб они все Были На пол хода Уже в эвакуации Один ход Обязательно Запасом Снайпера я Пожалуй Поближе Сразу же Их там трое Бежит Помните об этом Так что Рокет Это наше все Один должен Успеть Выйти на А он запрыгивает Ну тем лучше Овервотч и Элис Фух Еще Да Да Там Занк Дмитрий Михайлов Снимают Тоже хиты Ой какие шустрые Капец Не да ну нафиг Я не буду больше Еще новые Спаумницы Они до конца Реально Эту миссию Пофиксили БСП поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Нам нужна Эвакуация Сейчас же Черт побери Сейчас же Я ухожу В зону эвакуации Всеми Чтобы В следующий ход Просто нажать на кнопку Конец хода Когда будет Убью только одного Вот этого вот Барсука Женька убью А остальными Не буду рисковать Отступаю Всеми На эвакуацию Нет Я не знал Что здесь скрипт Я думал после хода Ладно Живи Сектой Хдыщ Хдыщ Нет Он не выживет Пацаны Победа Победа 24 человека Замочили 24 Сколько же Это в экспе Это Ловите Пацаны Сейчас будет Такой Такие повышения С бонусом 25% Опять Повышений Тей Снайпер Ап Молниеносные Рефлексы Парализатор К сожалению Надо брать 102 Точность 72 Сила воли У Тей Уже 112 Точность Отличный Снайп Так Еще раз Парализатор Может выстрелом Это для захвата Идеальная штука Может выстрелом Сломать оружие Для починки Придется Перезарядиться Но Молниеносные Вообще Не нужны Потому что Это снайп Который С общим видом Находится Еще знает где 79 102 Нефанда Повышение Снайпер Общий вид 91 Плюс 10 Точность Тяж Капитан Две ракеты Или опасная зона Конечно Опасная зона Это рейндж Двух ракет Колоссальный Элис Пифия Капитан И БСП тоже Так что она Густой дым Увеличивает радиус Действия дымовых шашек Увеличивает защиту На 20 Или боевые наркотики Ну короче Дым надо Густой дым Это очень Суфовая вещь Правда у нее нет У нее только один дым Из-за того Что я не взял Туманные берега Но учитывая то Что все это на дым Лучше Сейв Радиус действия И защита на 20 Дым дает 20 Еще 20 Как бы С ракет БСП Пижон Низкий силуэт Или две Собственно Гренки Но Низкий силуэт Конечно Потому что Этот товарищ Который находится Тоже впереди Он важен Он точен Низкий силуэт Даст ему Фулл кавер В любой ситуации Медаль Почетная медаль Совета Награда За городские бои Снижение Паники Что у нас там По панике То вообще США Низко Низко Да везде Низко Кроме Индии Я правда Кажется это США Мы Нет Аргентину Что-то там Короче Погасили Ах Разбираемся С характеристиками Бойцов 75 94 75 На пятерочку 94 На пятерочку Элис Очень точна 104 Учитывая то Что у нее Свинцовый дождь Это тоже Сверх важно Хэви Капнул Точность На двоечку 77 76 77 Не можем Ничего С ним Сделать Дмитрий Михайлов 76 68 Немножко Точность И мораль 76 68 76 68 Ах ты На 10 На 10 мораль И на 7 Точность Кажется 7 Это максимальное значение 79 102 79 На 10 На 10 И 102 На 7 102 И два снайпера С полным Это под поезд Прям под поезд Блин Еще бы Лазерные снайперские винтовочки Дать Это будет такая бригада Классная Ох Так БСП Пижон Точность На 4 Мораль На 13 89 94 89 94 Точность Конечно Тоже шикарная Шикарнейшая Два ответных выстрела Фулл кавер Ай Молодец Ну и Женька Конечно Стала нашим Новым снайпером С отличной Точностью Плюс 6 К точности И плюс 12 К силе воли 77 На 91 77 На 91 Но главное Конечно Это общий вид Ну у нее кажется Еще экспы На следующий левел Набралось серьезно Вроде бы все Пробегаемся Элис Да Это да 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 Пора выдавать медали Почетная Почетная медаль Совета Способность Какая Плюс к меткости И силе воли За каждую операцию Без потерь Личного сообща На состава Нифига себе Плюс здесь к меткости Шансы На критическое Если боец Находится Дальше От ближайшего Союзника Это снайперу Мастхэв Еще 10 к меткости Плюс криту Для снайпера С общим видом Вообще Изи Выдаем Тей Так Следующая медаль Защита в укрытии Ну Саппорту Последним даю Всех остальных Медалей есть Да Снайперов Надо только расставлять На 7 клеток Друг о дружке 7 клеток Запомните 7 клеток В лабе Через 4 дня Лазерное оружие Господи Я не проверил Сколько спутники Строятся 10 или 14 дней У кого есть точная информация Мне кажется 14 дней Но я Во-первых Давно играл И не проверял Спутники я не покупал То есть В теории Мне нужно в течение 7 дней Закупать спутники Что я не успеваю сделать Пока что Страны не выходят На самом деле Снижена паника Но если мне не повезет С миссиями То это Туши 10 20 Без галок Было 20 20 говорят Там же написано Да я не могу У меня денег нет Чтоб проверить Можно деньги конечно Нафармить Но я боюсь Что будет Так блок питания Тоже лес Уйдет Так давайте Сделаю сейв Вдруг он сразу Закупит спутник Потому что это сразу Будет гуф 10 дней Кто там 20 По стандарту 20 10 дней 10 дней Это значительно лучше Чем 20 Потому что 20 Это я уже гуф Через 2 дня А 10 Это мне Есть еще 12 дней Мне нужен поезд Мне нужен дредноут А не факт что Ну поезд Дредноут сразу После поезда кажется Но мне нужен поезд Дредноут В середине месяца Впритык Но должен успевать Блин Какая же жесть Еще нужен один инженер А это кстати не так важно Один инженер Вот это Ну я по крайней мере Протяну еще сколько-то Делаем модуль Спутниковой связи Еще один Да делаем модуль Спутниковой связи Вот это Must have 20 NG Не можешь ты делать Спутниковой связи У тебя одного инженера Нет То есть ты с двумя модулями Удачи короче Это может быть гуф Ладно в любом случае Я сдаваться не буду Я поехал дальше Я жду поезда Я жду миссий Маленький скаут Пересылаю Это деньги Немножко экспы Это малый скаут Там соответственно 5 человек 2 пака по 2 1 Защитник Да модуль Действительно пока не нужен То есть мне модулей Хватит чтобы панику закрыть В проблемных местах Сейчас такая Типа разгрузочная миссия Потому что в отличие от Прошлой миссии Где было 24 человека Сейчас будет 5 Причем последний Пятый скриптовый Поэтому Что я хочу Во первых я хочу Саппорту БСП У кого реанимация Кажется да Да ему дать Аптечку Понятно что Скоуп Метка снизится Бла 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 Но Лучше надежнее сыграть Элис в принципе Тоже можно снять И поставить Аптечку Но у нее кажется Нет вообще никаких Бафов На Да у нее Сканы Два выстрела И наверное Хотя два выстрела Тоже 94 Вы знаете Это Безопаснее взять Аптечку Убьют одного Саппорта Все Ты как бы Лесом идешь Сразу же Хотя можно Хэвиком дать Аптечки И тогда будет Вообще шикарно У хэвиков Есть рокеты Да Вот это Хороший компромисс Тут оснащение Меняем на скоуп Ну потому что Не важно Учитывая что Бафов нет У кого Аптечка Дадим Зангу Учитывая что У него хп Дофига Его вряд ли убьют Даем им вместо Гранаты Меткомплект Лидером БСП Да там у всех Мораль такая Что они не это самое Не алло Разница О БСП на самом деле 89 Да надо лидером БСП делать Он так апнулся Вместо Дмитрия Михайлова Вот подсидела Ладно Ставим У БСП реально Мораль Топич 89 И меткость Классная Такого штурмовика Быстро получили Он на 6 операциях Прокачался Низкий силуэт Не забываем Дым Часовой Это значит Что он может Блин Я забыл Что он может Это кажется 2 овервотча Да Так Кого мы здесь качаем Мы качаем Скорее всего Докачиваем Нефанду До следующего Левелапа Потому что Во-первых Я остался Не так много Во-вторых Мы скорее всего Успеваем Сделать Лазерное оружие А в первую очередь Лазерное оружие Это снайперские винтовки Ну и плюс Точность у нее Будет классная Поэтому Качаем В первую очередь Нефанду Да Да Ты получила Ап Сейчас Помним Про расстояние В 7 клеток 2 медкомплекта Дмитрий Михайлов С Блин Вот ему Надо было Медики дать Нет Ладно Забей Маленькая Нолушка Просто аккуратно Действуешь И вперед А Точные лазерные Нужно Отдельно изучать То есть У меня Лазерные винтовки Только с саппортом Я Ну вот тоже неплохо У них точность хорошая Ну может До этого успеем изучать Я не уверен Ученых мало Да И точные лазеры И хэви отдельно У меня только будет винтовки Это и для Элис И БСП Ну опять же Повторюсь Не так плохо Потому что у них точность Тоже под 100 Поехали Так Ну учитывая то Что это третий месяц Тут на маленькой ножке Могут быть мутоны Ну или там Т-3 Вот эти вот создания Поэтому помним про сканеры Помним про овервочи Помним про укрытие Помним про снайперов С общим видом Про все Мы должны С вами помнить Начало отличное Угол у нас тупиковый Подтверждаю рейнджер Штурм 1 На месте крушения Ведите огонь по готовности Да Вот здесь не очень удачная штука Здесь машинка стоит И местность открыта Но с другой стороны Это хорошо для снайпера Мы сразу Можем поставить ее Вот куда-нибудь сюда И она будет простреливать Практически все А лучше конечно Зайти снайперами Вот на этот хайер И Тогда используя бонус По Точнее просто Что вида будет больше А начнем со скана До какого скана Там два пака Вась Потихонечку Подходи Саппортами Потихонечку Я пошла Остальные все На овервач Я в пути Все Сейчас прислушаемся Поймем Намет мы забили Пофиг У нас Страта В людей верим Так Ничего не слышим Мет слышим Только Хорошо Надо снайпера Одного поставить Так Чтобы он вообще Никому не мешал Уводим Сейчас двух хэвиков От него Хэвик Один Хэвик Второй Рядом С Саппами Надо будет Тей поставить Так Ориентировочно Вот здесь Вот поставим Для начала Она будет И слева Все Ближайшее Простреливать И дальше Все видит Да Пожалуй Так и сделаем Подведем Ее Наполовинку Не Не хочу Сейчас подходить Дальше Чем я разведал Это плохая идея А второй снайпер Тоже с общим видом Женечку мы поставим Куда-нибудь направо Ну или вот так вот Чтоб был еще Несколько другой угол Обзора У меня еще армора нет Любое ранение Может быть гуфом Ага Прямо по курсу шум Кто? Я не услышал ничего Так все Ставим Снайпера сюда Выдвигаюсь Переключаемся Ханкер Ханкер Говорим Женька Пусть здесь стоит На овере Ну и тоже овер Потому что у меня сейчас Один снайпер Не в Не в Мед прямо по курсу Ну сейчас будем спускаться Потихонечку Никого Давай скан Тогда кинем Тут 7 клеток нет Надо дальше Хэви-кат Отвести А сейчас есть Скан в этот ход Не хочу кидать Потому что все равно Мало кто стреляет У меня Я не смогу среагировать Слева Пак Я хэви-кат Отвел Ну ладно Давай скан Докинем туда Подальше Куда-нибудь Там тарелка Уже сразу же И А Это Мэл Просто Светится Понеслась Вижу Кто это А Эти Головастики Здесь Женька хреново Стоит Она из А нет Нормально стоит Давайте тогда стрелять Сразу с критом Поехали Пулем Пак Все минус Повышение сразу Отлично Умница Не зря она стреливала В прошлой миссии Видите Сразу повышение дали Режим скрытности Понятно Но сканер работает Еще ход Поэтому мы сейчас его увидим Давай подлетай Гад А вот и он Ой, стреляет он? Нет, не стреляет Что-то Опять Женьку прокачаем Хотя у него повышение есть Может Тэй тогда Давай Тэй Снайперы работают Подходим Ну вот Снайперы Это конечно Хочется сказать Халява Но толкового снайпера сделать Это конечно Пойди его найди С нормальной точностью Я же снайпера потерял Который изначально давался Там понеслась Подходим Следующий пак Прямо по курсу говорили Мы двигаемся В этом направлении Вот зря Вот зря я сейчас сюда иду Могу спулить Повезло Не спулил Ну потому что Хэвик не стрелял бы Один А второй Вряд ли бы доставал Все Есть два снайпера С общим видом Да, на 7 клеток Я отошел Все хорошо Слева Слева все-таки шум Ребята Слышали? Так что Этими товарищами Мы уходим Налево Никого Я бы еще одного Тяжа туда подвел Потому что Тяжи имеют Свойство промахиваться А Женьку Я бы подвел Хотя бы вот сюда Ну вообще Ее нужно тоже наверх Но вот Антей мешает Они конкурируют Видите Нет Она в прошлый раз увидела Значит и в этот раз увидели Я даже не слышу Какой звук там Я не знаю Кто там Так БСП А у него Кстати Фулкавер Вообще Везде Так что можно БСП бегать Почти как угодно Оттягиваемся Ну скорее всего да Это сейчас еще один пак Из двух человек Непонятно Это мутон Нет 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 Сектойда вроде там Так вот делали Два счета Двигаюсь на позицию Легко я ухожу У снайперов сейчас Вижена не будет Надо по крайней мере Женьку подвести На целый ход Ну может Тей и увидит Но Женьке может быть проблемой Из-за того Что пара возвышения Впереди Черт его знает Мэйби второй скан Да 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 Можно сейчас второй скан Ну В тарелку то пофиг Как бы А ну это из тарелки Шумят скорее всего Хотя Там тарелка Но они могли переместиться Кстати да Давайте второй скан кинем В сторону звука Элис закидывает Как можно дальше Ну там тарелка Разрушена Не там не тарелка Там этот Пока еще там подход К тарелке Запускаем Отличный баг сканера Такое бывает Он провалился А нет Он работает Но он почему-то местность Не открыл Это настораживает Хевиков перегруппировываем Хотя одним я все-таки Слева буду Там же тоже шумели В теории мог шуметь Это реал На самом деле Ой какой это реал Ну этот в общем Господи аутсайдер Вспомнил Сам вспомнил Ты там Одна Сейчас можно было пошутить Конечно вспомнил Гуддейт Ты одна сейчас там Но ей нормально Заходим Аккуратненько И никого не полим Никого не полим Я в чистом поле стою У меня уже не по себе Как-то Сейчас будем На звук этим Я вот звук не узнаю Поехали Ааа Это ты с тарелки Этот шумел Короче нам налево Нужно все-таки продолжать То есть пак слева А шумели Все-таки Другие пацаны Так вот Зря я сейчас подхожу Хэвикам тоже ошибка Смотрим Шумит этот Прямо с центра Это точно Последний клиент Нам налево Пусть этот стоит здесь А мы тут с хэвиками Будем Разведывать пак Который вообще не разведывается Так я тут Под тарелку не захожу Нет Довижена там еще Очень далеко И тишина Элис пулит Как-то там уже конец карт Ничего не пулится у нее Не, Женька Нормально стоит Ты тоже отсюда Должна простреливать Все, что Можно Вроде хорошо Просто вытесняем Сейчас Карту дочищаем Не, ну в теории Они могли Стелепортироваться туда Но я же должен проверить Эту часть карты Ну вроде Они стопошились Действительно Что я буду подходить Они в тарелке бегают По кругу О, сектоид уже Сектоид или не сектоида Тут нафиг все разрушено Я точно изменю Немножку позицию снайперов Чтобы они Были ближе Вот к этому входу Ну хотя В общем-то и пофиг Женьку конечно Можно подвести Но вроде как Ты и так видит все Ну вот так вот Можно я конечно Вот так вот поставить Чуть поближе Чуть повыше Перезаряжаемся Здесь пока Овер-овер-овер-овер-оверы Заходим По лимпак И сразу этого Готовимся Страхуемся ракетами Пытаемся отстрелить Заходим Пацанами слева Втроем Потому что Прямо по курсу Там открытая Ну там дырень просто Поэтому подходим Хэвиками вот так вот И одним саппортом Тоже так К двери подходим В принципе можно и правого Тоже оттуда убрать Но он меня страхует На случай Если пак выйдет И он его увидит Хотя БСП полезен А он тут тоже может полезен Потому что Они могут выйти направо И их тогда флангану У него точность отличная Пробую подойти Во А еще двое Правда сканера у меня нет Но сейчас будем по клеточкам И ракетами И гранатами закидывать Так Ну ок Так они только ушли сейчас В инвиз Может сразу ракет Забубенитем И все И не достану Ракетам сейчас Точно возвращаем Нашего товарища Потому что никто Уже с этой Не вылезет Тут овервотч Поближе Пацанами сюда Ну тут Отстрелим Тут отстрелим Тут овервотч Подойдем Поближе Укрытие не спасут Но Как бы Просто на будущем Тобой отходим Следующий ход Проверяем Где они стоят Ну потому что Можно все равно Одно ранение Получить Если они Одновременно На меня прыгнут Так-то Они не должны Дойти сейчас Зря я скан Поставил Так Теперь Я вот До сих пор Не помню Они скорее всего Рядом уже Здесь где-то Ну вот Один здесь стоит Прямо рядом С сапом Я вот не знаю Как с этой Чертовой правой Кнопкой У меня иногда Получается Что я ход Зажимаю Направляюсь на точку Да, беда Как сейчас Например Так, ну Давай гренг Тогда аккуратненько Снимем У меня можно Два укрытия Снять укрытия Тут даже мешать будут Так вот Гренг кидаем Ну чтобы Не промахнуться Точно Потому что Ракета может Своих шмальнуть А граната Не подведет Пробуем проявить По крайней мере Одного проявим Два их проявляем Ну изи тогда Сейчас тогда Достреливаем Женька не видит Вот И ты не видишь Как так Ну хорошо Что проблема Проявилась сейчас Не, ну мы их убьем Это не такая Большая проблема Раз На, давай подойдем Тебе все равно Подходить надо К тарелке Это два 75 У БСП Убивает И повышение БСП зарабатывает Хорош Так, снайпов Может это баг Конечно какой-то Но странно Что они не участвовали Вообще в сражении Не фанат Канда подходит так Чтобы ну прям точно Она в следующий раз Смогла что-то сделать Ну кажется это баг Здесь не торопимся Сейчас остался Ориентировочно один Который скриптовый Который убьется с ракеты Который убьется с двух снайпов Который убьется с двух флангов Вроде он не проблемный Но блин Вы же понимаете Завожу Тей Так, чтобы она все видела Тут естественно Штурмовиками подхожу Дверь может просветиться Там все в дырках Поэтому я не тороплюсь И подходим Пулим сапами Хэвики страхуют Снайпер убивает Раз Двадц Отлично Испулили Три из четырес Снайпер на овервотч Снайпер на овервотч Ракету на черный день Так я так и оставляю На черный день Вишь, пострелял Вместо того, чтобы там Рокет Сделать Ракета всегда на черный день Но тут на черный день Четыре ракеты Ты понимаешь, что народу столько нет Чтобы На черный день оставлять Можно было всех ракетами убивать Но в этом смысла мало Так, ну что Хэвики прячутся Хотя бы как-то полу Полуукрытие Хотя это не принципиально Так, в этот ход заходим Или в следующий Я не с угла стою Спулить его желательно С левым товарищем Причем не заходя в дверь А вот так вот с пулем Так он может на наших Выйти справа Ну он любит оббегать С угла И там как раз его и примут И он пошел сюда Гад Обошел с фланга Снайперы не работают По рокетам что? Ну, рокет накрывает его Без проблем Снайпер точно не алло Нет, один есть Один есть Можно парализатор, кстати, было сделать Ну, просто критуем Или гренку Гренку И тогда киллз будет Гренки нет Точно? Ни у кого гренки нет? Да, гренки нет Я же отказался от гренок Типа, зачем мне нужны? Ладно, 72 60% 65% крит Тей стреляет Не попадает Ай, Женька, нет Ты нет Ты можешь флангануть Можешь флангануть Это не фланг Хотя одна клетка Может и фланг Это не фланг Ладно, попытаемся Два раза стрельнуть Один хит Ой, как я не хочу Хэвиком стрелять Ну, вот здесь еще 73 точность Но это по фул кавер Представляете, как стреляет? Один хит Придется Сплавы рушить Можно пойти еще Хэвиком пострелять Ты же прикроешь, если что? Это дай боже Прикроешь Два их можешь накрыть А, у Дмитрия Михайлова Точность никакая А вот Занг Как раз может Да, давай Подходит Занг 27 меткость А, из-за угла, видимо Да ты попадешь Я знаю, что ты попадешь 27 это Жалко Ладно, кидаем Зря подошел Сейчас я могу ракетой промахнуться Потерять офицера Вот это я не рассчитал Она того не стоила Не надо полу так рисковать Попади, прошу тебя Есть Хорошо Ладно, миссия закончилась Пару лавлапов Мы вроде Получили БСП Кажется, не фанда Да, надо было, конечно Хэвика второго оставлять 4 звания БСП Пижон А, у него густой дым Или боевые Ну, густой дым уже есть Боевые наркотики Что? Стимуляторы Сила воли А шанс? Не, не, не Лучше густой дым У него мораль На 10 поднялась И точность на 4 99-98 Ох Какая грязь Ладно Тэй получила Левелап Точность 109 Было 102 на 6 Точность Вспышка выстрелом Заставляет фигня Хорошая реакция Второй Второй выстрел Если первый попал в цель Это кажется Перк Саппорта Если я не ошибаюсь Ну, это такая читерская штука Представляете Второй овервотч Если снайпер попадет А у снайпера 119 Точность Ну, то есть, как бы Если просто укрытия нет Она уже 99 на овервотч Попадает Ох Нефанда Альфа Ей дали Кликуху Сержант И Разгрузка Или Ну Рефлексы Не очень Разгрузочка Что разгрузка нам даст? Разгрузка нам не нужна Хоть, блин, рефлексы Бирай Бирай А, просто выстрел Не овер А, на 7 Там было 102 Рефлексы лучше Ну, тут да Тут просто Она со скоупом И Там гранаты И всякие медкомплекты Это все мимо проходит Разгрузка вообще непонятно Зачем снайпер нужна А вот рефлексы Ей могут жизнь спасти В случае какого-то флан Вдруг там сканеры появятся А вот для сканера Да Для сканеров Может быть и появится Но вероятность Не такая высокая Ну, высокая Да, давайте Может она действительно Медичкой будет Страховочной И Дмитрий Михайлов Получил капитана У него У него тоже АОЕ РПГ Конечно же Какая дичь Медали дали Элериума Бортовых компьютеров Ой, какой трай хороший Не слить бы, а Так, обновляем бойцов 75-94 Не апнулась Тут тоже, кажется, апа Серьезного не было Только по морали 86-68 Да, 86 На десяточку мораль поднялась 85-109 85 на 6 И 109 на 7 Интовочки Боим хорошие БСП 99-98 На 10 И на 5 99-98 Опять я не так сделал И Так, Женька еще Ох, у нее меткость на 7 Мораль невысокая Ну, как бы это не столь важно 81-98 81-98 Так, значит, какая у нас ситуация Мы ждем поезда сейчас Мы ждем дредноута Очень сильно ждем Прям очень сильно Без них мы проигрываем Сейчас еще не поздно, например, построить там, скажем, электростанцию четвертую Но в этом нет потребности Лучше сейчас деньги, наверное, оставлять на спутники На, там, пару лазерных винтовок и прочее Надо сплавлять Элериум Потому что он все равно с того Поврежденные всякие блоки питания Элериум из-за галочки у него утекать будет И он в ближайшее время не нужен 150 Получили полтысячи уже нормально Но вы смотрите, уже 7 стран вышло Капец Надеюсь, паника будет в какой-нибудь Китае, например Или в Японии Что я смогу, погасив там в третьей стране Здесь паника не достигнет критического уровня В принципе, это возможно Но маловероятно Скорее всего, одна из стран все-таки будет не в этих двух И все А, Китай и Япония — это один регион Так что пофиг, не получится никак Два дня до лучевого оружия Ой, как же я это самое 19 инжей одного не хватает Ну, поехали А, медали не раздал Две медали Медаль защитника Никогда не паникует, если ранит или убьет Но все саппорты уже с этими медалями И давайте просто выдадим Тому, у кого меньше всего по морали Ну, тут морали всех хорошие Женьке выдадим медаль Потому что у нее Ее и нет, и мораль самая низкая Ну, 81, правда, паники уже давно не было И крест боевого братства Плюс два к силе воли За каждую представлена национальность Кстати, можно национальность поменять Чтобы сила воли еще опнулась Сила воли БСП Так, 10 число Мне нужно в течение 10 дней получить две миссии Ай, господи А если не успею? Ну, вроде они как раз в середине месяца появляются С богом Лучевое оружие О... Китай Франция, два инжа И США Ну, то есть Выходит стабильно страна Мне нужны, наверное, все-таки инжи Для того, чтобы в следующем месяце точно Модуль построить Пять ученых, конечно, исследований бустанут Но мне до этих исследований уже Как бы уже фиолетово Если я не успею правильно Так, значит, Франция и США Ну, в США там все повыходили Во Франции еще вся Европа Да Канада, Мексика ливнули Я все равно теряю Просто я хочу уровень паники Чтобы... А Франция, соответственно, Германия И Великобритания подтянется еще Конечно, надо лететь во Францию Если тебе пофиг на бонусы А там как раз два инжа во Франции Да тут все будут ливать, ребят Там Индия будет ливать Не важно это Главное, что Сам Китай не ливнет По Франции больше угроз Хотя Не, ну мне вот этот вот штурмовик лейтенанта Знаете, вообще лесом Индию сплэшем от Китая накроет Да, давайте еще разок посмотрим Да, Индия выйдет Поднимется паника Ну, я тут тоже страну потеряю То есть я везде теряю страну По-любому Теряю страну То есть я в этом месяце Обязан запустить спутники Если я не запускаю спутники Это гуф Все Единственное, почему можно оставить Индию и Австралию Это бонус за континент Хотя я и так должен их буду оставить То есть погасить панику То есть не важно Все уже В Европе бонуса нет В США, там в Южной и Северной Америке Тоже ничего нет Короче, надо, наверное, брать инжей Не париться Так, а послуженности миссии Там что вообще Среднее вообще Чрезвычайное И высокое Ну, конечно, чрезвычайное не хочется Если мы инжей Вообще, мне инжи не нужны Потому что мне и так хватает инжей На два модуля спутниковых Я уже не успеваю их построить На самом деле Уже 11 число А он строится 20 дней Поэтому инжей мне просто дадут Это на следующие модули спутниковые На следующий месяц Плюс тут миссия самая Жесткая В Китае Легкая Миссия, ну, средняя Но мне не нужен штурм А в США 5 ученых В США Бустанут мне Очень сильные исследования Потому что сейчас 11 ученых Теряешь Европу Как потеряю Европу Я потеряю одну страну Что потеряю Европу Еще раз повторю Во всех трех вариантах Теряется страна Одна Теряется страна Китай не доходит до предельного уровня паники Троечка По единичке добавляется И улетает Индия Франция Выходит Германия Великобритания по единичке Одна страна В США, если не лечу Выходит США Все Соответственно, разницы В плане выхода стран нет Выходит одна страна Но это ГГ В любом случае Я должен запускать спутники То есть логика идет дальше Соответственно Если мы отталкиваемся от того Что пофиг на панику Все равно нужно гасить спутниками Нужно отталкиваться от других факторов Происшествий нет А именно Сложности миссии И награды Китай легкая Но штурмовик мне не нужен Еще раз логика Два инженера Мне погоды не сделают А вот пять ученых Мне помогут И прямо сразу после выполнения Две страны выходят Что? А, ну две страны выходят Да, две страны выходят В любом случае выходят Две страны В любом случае выходят две страны Куда бы я ни полетел Все правильно Короче, нет разницы Все равно Да То есть я в любом случае ГУФ Если не запущу спутники Поэтому предлагаю Лететь в США Там миссия не слишком сложная И бонус Соответственно Лучше чем Короче Пока вам там объяснял Итак Что-то мы будем менять В этой раскладочке Торговцы напишите Что у нас на видео Рестрим есть Хотя нам приложение Вряд ли ему поможет Помним про дым Помним про АОЕ Помним про два Овервотча Стоп Хорошая реакция Ну здесь вроде Овервотч Если первый попал в цел Ответный выстрел АОЕ Густой туман Два медикита Две ракеты Снайперы Реанимация ОБСП Да Окей Ну С Богом Сейвов нет Максимальный уровень сложности Все галки Секунд вейв Блин Этот месяц у меня будет С очень жестким Ключевым по сути Заказ на спутники Дело сейчас не успеешь Десять дней Заказ на спутники И инфляция Блин Я не могу делать заказ Пока у меня нет Дредноута Миссии Мне должно быть Должно упасть два косаря Чтобы я закупил Сразу Шесть-восемь спутников И только после этого Это не нормал Ребята Это не нормал Тут каждый следующий спутник Стоит в два раза дороже предыдущего Я должен купить пачкой Просто пачкой Четко после поезда Четко после дредноута В середине месяца Но не менее чем за десять дней До окончания месяца Только в этом случае я выиграю Поехали Готовьтесь к выброске Надо разобраться с лунатиками в США Поступило уже несколько сообщений Что в одном большом городе Видели пришельцев Нам надо срочно обеспечить Спутники делаются Десять дней Проверяли уже на этой трансляции Пачками можно заказывать спутники Вот ну басы там Сидят Дампел там умничает Ой капец Какая миссия Ну на самом деле Она хорошая Под хэвиков С огромным рейнджом Обязательно проверить Здание справа И сравнять его с землей Если что Снайпы не работают Ну снайпов вообще вот сюда надо вывести Это после того как мы зачистим Вот эти вот по первой паке А потом они будут шмалять Это очень хорошая миссия Ну я предлагаю Я предлагаю вообще скан закинуть Это самое Самое опасное вообще Что Что есть Надо закинуть скан Внутрь здания Хотя нет Зачем какой скан Ты подходишь И смотришь уже сразу же Работаем Да там может быть пак Там часто пак О Маленький пак Хорошо Ну сейчас сканы кинем В общем то В принципе можно и Опа Да давай скан Не хочу я тут Кидать гренку Лучше делаем скан И смотрим Раз Они делаются все сразу Никакой очереди там нет Ребят Ну Что же вы рассказываете Ну Так Хэвики не стреляют Я наверное буду накидывать Оно Уверовоч У меня Лучше одного снайпера На оверовоч Во-первых поставить Нет Хэвики должны стрелять На самом деле Должны стрелять Хэвики Могут конечно подойти Вот так вот Я могу спулить Блин 55 меткости Вот это хэвик Ну да Там Такой 55 Капец Ну БСП Я тогда должен стрелять 78 Причем Или ему лучше Два ответных Ему лучше Два ответных Так получается Женька должна Его снимать Давай Мне нужно Чтоб два оверовоча Было Два оверовоча Будет у снайпера И у И у И у БСП Принимаем Принимаем Второго Проявляется Да Изи Что? Ребят Два оверовоча У кого там Два оверовоча Капец Это Это Все Блин Твою мать Они стрелять Начали Я забыл Это Они начали Стрелять Летуны Дальше Так Ранение Уже Это Очень плохо Я на поезд Могу Без Одного Идти Ой Никаких ранений Миша Никаких ранений Нельзя Твою мать Ну как так Ну Ой Почему Второго Вроча Не было У Тейжи Должен был Может сделать Второе Если Первое А Она Промахнулась Капец Вот в чем Проблема Ребят Давайте Вы не будете Так мазать Не будете Мазать На 91 81 Капец Слава тебе Господи Так Подхожу Лечу Нельзя было Ранение Позволять Давайте Нельзя Знать что Я на обе Миссии Полечу Уже Без Элис Я слышу Летунов Подхожу Хэвиком На угол Повторю Надо Вокруг Дома Обойти Посмотреть Если Там Враги Летаны Летаны Соответственно Потом Вывести Снайперов Сюда Предварительно Избавившись От пацанов Здесь Один Хэвик Здесь Второй Хэвик Справа Проверяем Никого Хорошо Смена Магазина Спешу Блин Знал бы Дым Кинул Не Снайперы Пока Пусть Здесь Стоят Потому что Тут Явно Будет Пак И Они Должны Работать С Общим Видом Там Проблема Была В том Что Близко Снайпер Стояли И Штраф Там Было Из-за Пушки Просто Пак Прямо По Курсу Да Два Хэвика На Углах Я Слышу Лету Нов Подхожу Элис Она Должна Она Должна Пусть Только Дёрнутся Под Держу Сектор И Идти На Разведку Сама Потому что Ранение Нужно Ей Получать Что За Чертовщина Это Летуны Так Я Пожалуй Снайперов Поставлю Вот так Вот Потому что Они Явно С правой Части Дома То есть Мне нужен Угол Острее Жалко Что Бонуса Нет Потому что Рядом Стоят Пацаны Пропускаю Вход Не торопимся Блин Элис 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 Пулю Пак Не Пулю Пак Здесь не хочу Подводить Ага 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 Ну как только Выйду Я увижу Их Главная Проблема В том Что Хейвик Дальний Стоит Далеко И мне лучше сейчас как-нибудь подойти им, по крайней мере, до туалета Отлично, тогда он сможет на больший угол ракету запускать Здесь потихоньку подхожу, вряд ли я тут с пулей, даже вижена дополнительного не получаю Здесь тоже жду, пулю этими на следующий ход Постараюсь нейтрализовать ракетами при поддержке снайперов на лайне Надеюсь, они будут на лайне Так, тут фулл кавер, заглядываем А вот они, пак из трех летунов Не разлетаются, ракета их накроет Главное, чтобы... Ну и снайперы тоже могут пострелять То есть проверяем, во-первых, ракет Накрывает всех троих Но учитывая то, что ракет полезнее, я начну стрелять Общий вид нефанда пошла раз Восемьдесят восемь было, да? Тей, девяносто девять процентов Два Хорошо Далее А далее надо не выпендриваться и убивать ракетами А потому что я могу, во-первых, обходясь с фланга, спулить их Поэтому просто не выпендриваемся и кидаем ракет И... Ну, пускаем ракет Потому что мы еще можем не попасть этим ракетам Добро Все, теперь снайперы у нас идут на крышу Вся карта это вот узкий такой... Узкая улица, да? Или что это? Это порт какой-то И... Они будут видеть буквально все до конца карты То есть общий вид будет работать у них шикарнейшим образом Поэтому я сейчас потрачу энное количество времени Для того, чтобы завести снайперов наверх Еще летуны И занять 7 позицию А именно два хода мне нужно на этом Главное, чтобы на крыше пока не было Вовремя А об этом подумал Вообще мозг Так, овервотч Здесь хэвика поближе Он, правда, отсюда все равно ракет запускать не может Не торопимся, все равно не торопимся Два пака это, конечно, хорошо Уже шумит следующий Я увидел, где? Прямо по центру Тоже Летоны Главное сейчас не спулить Никого не не спулил Ну хорошо, снайперы выходят на позицию Еще один ход мы благополучно ждем Хэвиком чуть поближе Потому что они не могут увидеть дальше, чем снайпера, который сверху Тут надо было перезарядиться ошибкам Вторым снайперам тоже И вот они Два сикера Элис на овервотчем Можно скан Ну, наверное, лучше скан сейчас подсейвить Не, лучше рокетом вообще накрывать Или скан Нет, скан, 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 скан А то еще одного ранят Это не будешь сейвить Скан, блин Дурында Работаем Семь клеток Да я помню про семь клеток Но как бы там точно все равно такая, что забей А ради 10% крита Ну, может быть Всех обнаружили Да снайпы Можно хотя бы отсюда перевести и стрелять там Да, ей бы пригодили еще 10% на самом деле Стреляем 79% Мимо Не могу его снять Женька 68% Не, ну рокет страховочный есть, конечно Но лучше, чтобы попадали, блин Положительные-то вероятности Так, штурмаж 58 Не подходим, ближе БСП стреляет Почему он уже второй раз может Не, он не может Потому что Эли смогла стрельнуть второй раз Что, гренка в себя закинуть? Шреддерд рокет Не знаю Тут ракеткой мы накроем его Не накроем Ну, лишь предлагаем Подойти хэвик Хэвиком у него точность нормальная Он может стрельнуть Нифига себе нормальная точность 37 Да попадешь Капец Да ладно У меня ракеты нет Нормальный Может сопресс на него, а? Чтобы он не стрелял Он же не подойдет Да, сопрессить надо его Ну, чтобы точность на 30 снизилась Я вроде под этим А, он overwatch Ну, отлично Ну, и он двинуться Сейчас из-за сопресса не мог Из-за того, что Короче, добиваем Тей Не промахнись, блин 79, ну Да какого лешего Два раза по 79? Да я понял, что не можешь Женька, спасай Я в шоке от этих снайперов Ладно, здесь по крайней мере Рокет сможем Меткость вообще никакая Overwatch не позволяет двигаться Попал на единичку русская рулетка Команда не может Ход убить Какого-то упыря Ход Карл, ход 58, давай Твою налево Ну да, сейчас вот Рокет надо тратить Надеюсь, Рокет За это Попадет он И лучше, наверное, Шреддерд Рокет А второй Рокет Есть второй Рокет О, гранаты есть Да, гранаты не достану Не, достану Стоп Во Вот так вот Вот так вот Инфа соточка Точнее всего Хэви кидает гранату в воздух Бам Хорош Так, это еще Значит, это 3-2-2 У нас по убитым Овервотч Овервотч Сейчас снайперов разнесем Чтобы тейп раз десяточка была Еще летуны, я слышу Ой, господи Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Далеко бежать Поехали Я Женька тоже сюда вот отведу Скажем До них не дойдет уже никто Главное еще нижних хэвиков так отвезти, чтобы Ну и хэвик или саппорта, чтобы они Не алё Не мешали, в общем Плановые перезарядочки Ну одно ранение уже у Элис Одно ранение Не попадает 79 Два раза по 79 Ритуны прямо по курусу Прямо по центру будут Это вот оно Да-да-да-да, я понял тебя Значит, Элис у нас идет на разведку Это БСП, я в курсе Но он как бы не полезет вперед Тут овервотч Точно семь клеток есть А там меняется меткость 119 Нет, это не изменилась меткость Ну потому что у нее скоп А, нет, бонусы есть Почетная медаль Меткости крит Работает уже, работает Скоп, видимо, уже в базовой меткости считается Значит Элис подходит Не торопимся Ни в коем случае Вы видите, как Как пацаны попадают Это просто Гасите свет Так, сапп подходит дальше Чуть дальше для разведочки Хэвик 2 Подтягиваем сюда Потому что ракеты Это страховка Здесь тоже можно подойти В общем-то Все равно придется обходить Нам ориентировочно вот сюда вот нужно Как-то По шажкам По шажкам Добраться до До вот этих двух контейнеров И там уже Вижн будет Ясно Начинаю наблюдение Это летуны Кажется, мы здесь не одни Очень близко Подходим По шагам подходим По шагам подходим Они могут вырваться Они же там ходят Они не на месте стоят Поэтому Теперь агрим, да? Рановато О, не агрим Хорошо Я бы хэвиков Подвел бы Сканов нет Снайпери должны Простреливать Все Если только они будут Не вплотную К этим Можно Женьку Кстати, на крайний Крайний этот Пустить Да, вот она как раз может Там кто-то есть У нее может Вижн будет В отличие от От Тей Тей бы тоже подвести, конечно Тоже, чтобы угол был поострее Сколько там клеток? Ну, вроде семь есть Сейчас увидим Сохранился ли бонус? Есть У нее еще низкий силуэт Один ход пропущу Потому что снайперы Сейчас, если я сплулю Они не будут работать Половина карты Пройдена Элис Выходит на разведку Никого Отходит Ставит хэвика сюда Раз это безопасно Хэвик, который сюда Ты обходишь Здесь у Веручим Они то ли в доме То ли рядом с домом Справа Так или иначе Мне, наверное, нужно двигаться Здесь вот Мне нужно их спулить Чтобы Работали Координаты получены Ну, чтобы все работали Ага Они Бывают, что в доме Да Есть 4 пака Скорее всего, это будет 3 летуна Подходим Нет, это в доме, ребят Это хуже Я уже в пути Окей В доме Могут не работать снайперы Но, в принципе, в доме Хорошо работают хэвики То есть там некуда Бежать от ракет Как правило, это можно Просто Да, это Это внутри Короче, я бегу Элис Потому что она раненая И она будет пулить Это все Изобразие Подходим к дому Открываем двери Едем пак Ставим на врывочке Даем по себя дым БСП заходит Под фулл кавер еще План такой Раз Лучше сюда Ну, ранение Я вот из-за этого Алиса со мной не будет уже В ключевых миссиях Хорошо, что не хэвика ранили И не снайпера Опа, вот они 3 летуна, да Овервотч 3 3 Ох, снайперы работают 4 овервотча 4 2 по-другому Хорошо, что овервотч распределены Сейчас снайперы Раз, минус 1 Нефанда, левел ап Второй снайпер будет Нефанда БСП открывает Второй ответный огонь Вообще, изи Такой расстрел Еще бы, если ты сейчас попала На два раза бы стреляла А вот она и стреляет Второй раз, кажется Класс, ребятушки Вообще, жжете Бах Молодец Все, теперь вопрос летуна Это вопрос двух выстрелов Двух снайперов, я полагаю Да, стопроцентная метка С максимальным критом Раз Молодец Но это Элис минус 11 мая Я жду поезда Следующему Повышение унифанды Парализатор Или меткий стрелок Из пистолета Урон из пистолета Это прикольно Парализатор один есть Меткий стрелок Из пистолета Наверное, парализатор Все-таки Мнение там разделись Восемь дней Все, отдыхает Пять ученых получили Мы видим все Лазерные сейчас будут По бойцам У нас что? У нас есть Два лемминга С неплохой точностью Паника Во Франции Паника В Индии Лучевое оружие Готово Лазерную винтовку Здесь надо делать И точные лазеры 48 дней Ну да По двух снайперов надо Сделаем, конечно же Лазерные винтовки Потому что У меня два точных Какие два точных? Хотя один точный сап Ну, одну лазерную винтовку Тогда делаем Это для БСП Двойной ответный огонь Можно было снайпером Заменить пистоли Если бы я взял пистолет И было бы очень кстати Но в миссии Придется мне проходить Без лазерного оружия Хотя этому леммингу Можно винтовку дать БСП в оснащении Получает Эксклюзивно И винтовочка Лазерная Ну, она на 50% Больше урона В среднем 4-6-8-10 Там, соответственно 2-4-5-7 Хотя Минимальный урон В два раза больше Максимальный на полтора В полтора Под такую тему Конечно, хочется Ему скоупы дать Вместо медикита Чтобы он прям Точно попадал На всех двойных Оверотч Что у нас осталось Меньше 9 дней До понимания Успеем мы или нет Модуль спутниковый Успевает А, он уже был Талантливый снайпер Новый Хотя у него Винтовка Я не смогу Лазерный пистоль На самом деле Можно сделать Но он стоит Фигню вообще Два снайпера Смогут Да, давайте дадим Конечно 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 Оснащение Что поезд Или не поезд 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 Есть А вот поезд 16 мая Я ждал Я ждал Это миссия Это миссия Это миссия Это миссия Это миссия Это миссия Ой, там же жесть вообще, я не помню. Я пытаюсь просто вспомнить, что есть. Ну, в любом случае, это та операция, которая нам нужна. Она сложная. Жалко, снайп лазерного оружия нет. Ну, вот винтовочка есть у БСП. Он, конечно, хорош, можно его даже на крышу поставить. Потому что он может и влево, и вправо на овервочах снимать. Хотя ему укрытия нужны, в отличие от остальных. Значит, два хэвика у нас идут по двум разным направлениям. Потому что поезд фактически разделяет карту на две части. Нам, возможно, вместо гренок понадобятся дополнительные медкомплекты. Просто потому что там будет яд. А, пижон с лазером, надо ему... А еще этот... Шляпу надеть. И усики какие-нибудь модные. О, это же БСП. Так, а можно, чтобы длинные волосы у него были? Сейчас, я видел его волосы на выпке. Ну, что-то в этом роде. Так, не хочется, конечно, мне лететь, но куда деваться. Короче. Первый ход идем на фул. Это я помню. Чтобы не тратить один ход. Прямо вот к этому, почти к самому вагону. Следующий ход снайпер заходит на крышу. Пулим первый пак. Или не пулем первый пак. Заводим снайперов на... А я с крыши с пули сразу же его. Кажется, да. Делимся хэвик сап с хэвик сап до снайпера на крыше. Да, конечно, у тебя сапы нет второго. Тебя же его убили. У тебя есть Лемминг. О, Лемминг, снайпер тебе точно здесь не нужен. Не на этой миссии. Тут нужен кто-то... Кто-то не шибко точный. Вот саппорт, например, для дыма. Да, саппорт с дымом и с медикитом, например. Чтобы самому было проще жить. Есть еще один скоуп. Три скоупа. Михайлову тоже, наверное, этот дадим медкомплект. Снайперам-то пофиг. Они далеко находятся. БСП я взял скоуп исключительно потому, что он, типа, точный. И на овервочах будет снимать. Много снимать должен. Но он должен видеть больше. Сажать его на крыше, учитывая то, что там... А там есть, кстати, полукрытие. Может быть и на крыше. А у него полный силуэт, случайно, нет? Есть. Опа, низкий силуэт. Это тема. Значит, мы берем еще один медкомплект. Дмитрию Михайлову. Чтобы их не травили. Потому что гранаты там никто кидать не будет. Там такой рейндж огромный, что надо все ракетами закидывать. А вот яд мне может попортить. Все. Ляминку лазерку дай. Кстати, да, можно. Вообще, нет. Я не хочу им стрелять. У него точность не очень. Он просто для того, чтобы не умирать от яда. И делать разведку. То есть он будет просто идти. И аккуратненько так аккуратненько. Ну, точно, что у нее хреново. Ну, хотя лишним не будет в любом случае. Чего я лазерку зажал, правильно? Правда, она умрет вместе с ним. Но это не те деньги, которые лучше увеличивать максимально шансы, да. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Можно было и поточнее тогда человека взять. А там поточнее нет. Ну, там есть поточнее, но псих. Зачем мне псих на таком задании? Итак. Значит, у нас есть два снайпера, которые стоят на крыше. В две разные точки, чтобы контролировать два разных направления. У них всех общий вид. У них всех есть овервотч. Если попадет, есть второй овервотч. У них всех положительная 110 плюс точность в данный момент. Это ок. У нас есть два хэвика, которые идут по разным направлениям в миссии. У нас есть разведочка в виде одного лемминга. И вопрос в БСП. Либо он тоже идет на разведку. Причем я лично сомневаюсь. Либо он просто... Хэвики идут на разведку. Да, хэвики идут на разведку. Это бред, конечно. Нет, лемминг должен идти на разведку. Причем, скорее всего, по центру просто идти на разведку и все. Что там? Мне уже там в чатике пишут. Я сегодня проходил. Первый ход на полный. Всех, да, снайперов наверх. Скан влево. Рокетмены налево. Направо. Да, так и хотел. Пак с ракеты сразу летает слева. Пак справа поезет туда же рокет. Выдает только активируешь бомбы. Ну да. Окей. В принципе, так и предполагал. Ну что, готовы. Гранаты не нужны. Медикиты и страховка подъят. Снайперы все в сборе. Поехали. Поезд, пацаны. Всем поезд. Так, хоть ходов и мало, но времени у меня на ход неограничено. Поэтому. Времени мало. Дредноут пришельцев направляется к городу. Используя устройство Джана, доктор Шинь создал мощные транспондеры. Они смогут вывести из строя навигационный компьютер пришельцев. Но единственный способ быстро доставить эти устройства на место воспользоваться пассажирской железной дорогой, которая проходит через весь город. Хэвики на позиции. Снайперов всего ряда можно уже сюда рывком, потому что они вряд ли спулят кого-то. Если спулят, умрут. Что их никто не прикроет. Я могу дым кинуть. Так, Женька побежит. Первый. Ааа, тут мы не успеваем вообще. То есть Тей должна первой бежать вообще. Ладно, с богом. Надеюсь, не с пулем. Ох, надеюсь, не с пулем. Снайпера могу сразу потерять. Хорошо. Женька забирается второй. Так, Лемминг ориентировочно идет направо разведочкам. Вот так вот. Нет, лучше вот так вот. Страховка одну клетку. БСП идет налево. Вскана у меня нет, к сожалению. Потому что Элис... Да. Что, поехали. Лемминг побежал первым. Никого. БСП побежал вторым. Фулл кавер отсюда. Никого, блин. Ладно, подходим хэвиком. В два счета. Блин, и торопись ты ходы просто тратишь, как у Васи. Ладно, хэвик там, хэвик там. Потому что рокет там, рокет там. Да не будет никого. Надо дальше идти. БСП идет вперед. Должен пулить уже слева. Да. Два фингмена. Так, разбегаются. Рокет нет. Один внутри. Полуукрытие. Снайперы должны работать. Сто процентов прям с критом. Раз. Хорош. Пулим следующий вам. Следующий пак. Ну что, у меня хэвик есть, снайперы есть. А, я могу еще этого как-то попробовать убить. А кто его видит? Ты его видишь. БСП, это же его с лазерной винтовки ты убьешь. 100% меткость вообще. А давай-ка. Мне нужен дым на БСП. Открываем дымом его и хэвиком. Не пулем никого. Блин, зачем я лазерное оружие взял, если русская ревлетка все равно один хит снимает. Тут овервотч. Тут овервотч. Тут сюда. И овервотч. Три достойных овервотча. Попасть по этому он не может. Он ранен, подходит. Овервотч сработает. Нет, он уже по кому-то будет стрелять. Боеготовность. Отлично. Сюда мы скорее всего рокет закинем. Не буду я тратить, блин, на этого упыря еще. Короче, снимаем тут стеночку нафиг. Снайпер же его не видит никакой. Я-то не должен видеть. Да, в общем, рокет. Рокет не жалеем. Поехали. Не промахнись только. А то БСП его 5 ходов будет бить. Так, это 2. Сейчас пулем аналогичный пак справа. Есть Хэвик, есть Лемин, который разведку делает. Но не видит. Проходит дальше. Ох, спулил. Но я не на углу, поэтому его не видят. Один влево, другой вправо. Вижена нет, к сожалению. Но 2 овервотча будет. А может быть и не 2. БСП, 2 овервотча. Снайпер овервотч, снайпер овервотч. Хэвика подводим, наверное, вот. Блин, Дмитрий Михайлов на нихрена не попадать не будет. У него есть силуэт? Нет, у него силуэта. Он лучше под фул кавер. Так, ты 2 овервотча. Овервотч, овервотч, овервотч. С богом. 2 человека. Снайперы должны отработать. О, есть, есть, есть. Кто-то стреляет. Дмитрий Михайлов первым стреляет. Давайте, давайте, давай. Попадает N4. Кто-нибудь, добейте. Прошу вас. Ох, сейчас он может. Ну, никто не добивает. И овервотч. Хорошо, что не стрельнул. Этот слева. Ну, снайперы, ну, есть. Кто-то видит. Ну, это, хей. В смысле, летсплей. Летстей. Стреляет. И там БСП дальше. Давай, тей. Хорош. Так, один на овервотчу. Наладан дышит. Главное про овервотч не забыть, блин. Кто видит? Никто не видит. И снайпер не увидит. Вероятность крайне мала. Пулем новый пак. Не, ну, можно рокет, на самом деле. Че рисковать-то? Рокетом шедерд накроем, и все. Да, этого снайпера надо действительно правее поставить, чтобы она могла пострелять, если бы... Если бы я ее правильно на угол поставил. Так, ты пока пользуйся случаем, перезарядись. Нет. Да, нет. Убьем мы его? Убьем. Перезарядись. Так, сначала убиваем ракетой. Пофиг. Я не буду испытывать судьбу. У меня ракет этих, знаете, сколько? Лучше я спокойно закрою. Хорошо. Видимо, уже три транспондера. Нам нужно дойти, но это на следующий ход. Я не хочу дальше подходить. Ну, вот так мы можем подойти. Хэвика надо подвести. Пять ходов осталось. Так, надо еще выбирать самого быстрого, блин. Самый быстрый у нас Дмитрий Михайлов. Он, скорее всего, полетит. Молниеносный рефлекс, я скажу, что только у одного снайпера он не подойдет. Здесь с Лиммингом дальше. Делаю разведку. Смотрим. Никого. Хэвик подходит. А, вот сюда вот мы его подведем, наверное. Нет. Лучше с угла. Четвертый транспондер уже вижу. Здесь БСП подтягивается понемножечку. Может, внутри там есть укрытие? Да, давай. Я не буду активировать его. Транспондеры буду активировать по цепочке в последний ход. Обязательно. Я подхожу просто для того, чтобы увидеть рейндж под... Ну, как Хэвиков подводить, в крайнем случае. Смогу сюда подвезти спокойно. Перезарядись. Переключаемся снайперами. Четыре хода. Так, четыре хода. Надо пулить два пака. Один слева, другой справа. Поехали. Блин, не вижу паки. БСП идет вперед. Никого не видит, е-мое. Уже выдвигаюсь. Капец. Так, значит, снайперы... Снайпер активирует один. Кто-то из этих четырех второй. Ой, там целый вагон еще. Надо быстро двигаться. Следующий ход я пробегаю прям полностью. И здесь надо пробежать чуть дальше. Потому что там мы увидели, чуть сдвигаясь справа. Хэвика можно, конечно, сюда. Фулкавер, все дела. Да. Здесь тоже подбегаем ближе. Капец. Вот сейчас могу спулить. Нет. Так, три хода. Три хода. Мать. Перемать. Все, бежим. Там два пака. Один, соответственно, справа, другой слева. И надо пулить их. БСПшечка, беги. Беги на фул, вообще. Давай. Есть. Два пака из двух. Это слева. Заходят внутрь. Один. Снайпер один может видеть. Видит. Да даже два снайпера видят одного. А, они двоих видят. Хорошо, давай. Хорош. Это Женька снимает его. Тей, ты видишь второго? Не видит. Так. Тут второй пак. В теории, в теории. Я могу подойти Леммингом, спулить его и зафигарить туда ракетам. Три хода, Михаил. Три хода. Надо Хэвика подводить просто на сколько угодно, близко. Чтобы он, по крайней мере, в следующий ход ракету запулял туда. Да, пошел раз. Его не должны заметить, если только в самом-самом конце. Здесь Хэвик должен кинуть рокет в барсуков справа, которых мы еще не обнаружили. Обнаружить мы можем Леммингом. Но есть еще же товарищ, который внутри. Понятно, что я... Слушайте, может снайперов уже... Нет, снайперы еще один ход на овервотч. Я могу реально подставить Лемминга и спулить пак. И попытаться ракетой достать. Но ракеты я не достану. Поэтому мне нужно подходить Хэвиком вот сюда вот. А Леммингом, скорее всего, подставляться под БСП. Вместо БСП. У БСП хоть и дефенса больше, но рисковать я не хочу. Останется два хода. Я точно добегаю до конца. БСП может даже в один ход. Тут есть страховка в два хода от Хэвика Дмитрия Михайлова. Это же Дмитрий Михайлов. Нет, это Занг. Дмитрий Михайлов рядышком тоже. Он доберется в два хода. Снайперы включают один. Кто-то вот Хэвик ориентировочно включает второй. Лемминг, например, включает третий. Блин, капец. Так, 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 да, надо до кабины добежать. Я понимаю. Я понимаю. Я, наверное, Лемминга подведу. Хотя бы для того, чтобы он испулил и кабину по это самое. Давай так. Не хочу Хэвика подводить. Вы бы знали как. Знали бы вы как. Но надо. Чтобы надежнее было. Он будет по этому стрелять. Не надо Хэвика подводить. Овервотч. С Богом. Мы засекли скопление кораблей противника. Похожий... Овервотч, Тэй отстреливает. Готовьтесь к бою. Надо было Хэвика подводить. И корабль чужих сможет открыть огонь. Минус один. Все. Снайпер начинает первый транспондер включать. Да ладно, мутон, что ли? Ой, мать. Овервотч от Дмитрия Михайлова. Короче, надо, видимо, забивать на правый пак. И просто пробегать мимо него. Кем-то пробегать внутрь. Так, два хода. Два хода. До кабины я в один ход не успеваю БСП. Сто процентов пулю пак. Дмитрий Михайлов где-то рядышком будет там. Этот и следующий ход у меня есть. Этот и следующий. Без всяких нулевых. Ну, мутона надо снимать снайперами. И я, наверное, все-таки начну с него. Они все равно успеют транспондер один включить. Да? Да, мутоновый. Я понимаю, что нельзя бежать. Они успевают в один ход включить один транспондер. У них есть ход запаса. Капец, как мне страшно-то, а? Стреляет Тей. Девять, отлично. Устрашение, не паникуем. Нифанда следующая. Сто процентов меткость. Убиваем мутоном. Так, теперь у нас осталось два thing-мена. Которые находятся здесь. В теории я могу даже рокетом их убить. Но на практике мне, скорее всего, даже их и трогать не надо. Надо сейчас распределить пацанов таким образом, чтобы в следующий ход они включали транспондеры. Три. Три. Четыре. Ну, четыре снайпера включают. И при этом, блин, они еще добегали до кабины. Желательно со страховкой. Ой, господи. У них будут овервочи. Точность положительная, 65%. Оно в следующий ход. Или сразу же? Сразу же, кажется. Короче, надо бежать. Надо бежать двумя в сторону кабины. Подставлять Лемминга, пулить пак. Подставлять его, скажем, под полу-ковер вот сюда вот. Или вообще вот так вот его. Нет, лучше ближе к кабине. Или вот так вот. Все равно на следующий добегает. А зачем Лемминга? А потому что у тебя нет гренок, чтобы... Так, Хэвик на следующий ход туда рокет кинет. То есть я, в принципе, могу их ракетой накрыть. Я сейчас пробегу. Всеми на фул. Спрячусь на фул укрытие. Отравление не действует благодаря аптечкам. Ну а кто будет транспондер сзади активировать? Вот этот вот. Надо кого-то оставлять. Блин. Но не Хэвиков. Хэвики как раз смогут ракетой гасануть. Неужели Лемминга оставлять? Капец. То есть БСП придется бежать вперед. БСП может подойти и дым еще кинуть. Что увеличит шансы. То есть я подхожу раз. Кидаю дым. Два Хэвика на фул подбегают сюда, скажем, и сюда. Закидываю. Травить они меня не могут. Могут травить только БСП. Но это минорные такие штуки. Снайперы поведи. Они только что отстрелялись. Как снайпера подвезти? Что там за советы? Снайперы не добегают. Добегают снайперы. Прошлый ход. Я показывал, что Женя может добежать сюда. А, после дэша нельзя нажать кнопку? Раньше можно было. Пофиксили, говорят. Охренеть. Ну, это луз тогда. Ну, мед-то собирается в конце хода. Короче, смотрим, докуда добежим. У нас четкое разделение. Хэвик вообще идет назад. К этой кнопке он нажмет ее раз. А, Хэвик добегает. Изи. Ой, бля, блин. У нас сейчас будет такая дичь. Прорваться будут только двое. Хэвик реально добегает до дальнего. Соответственно, БСП добегает до этого. Этот добегает до этого. А тот помирает. Капец. Ну ладно, у меня есть два снайпера. То есть, если сейчас БСП бежит вперед с рывком, чтобы успеть на следующем ходу включить последний транспондер и добежать до... БСП добегает. Хорошо. Дальше. Ты. Ты добегаешь до этого транспондера. Ты добегаешь до этого транспондера. А ты добегаешь, если снайпер не успевает, до этого транспондера. Два снайпа. Один снайп, скорее всего. Пытается отстрелить этого. Малоненосных рефлексов нет. Но, кажется, другого выбора нет. А не могу ли я в один ход включить транспондеры? БСП только можешь. Но это не вариант. То есть, сейчас мы пулем пак, получается. Да, БСП? Сейчас мы пулем пак. Пулем пак. Причем надо пулить его вот так вот. Полуукрытие. Флангование. В конце хода они разбегаются. Меня убивают в этот же ход. Да нет у меня дыма у этого, у Лемминга. Что про дым там? У БСП только дым есть. Ты дважды БСП посчитал. Ладно, БСП сюда. Этот сюда. Этот сюда. Этот сюда. Все. Так подождите, у меня же снайперы успевают. А, нулевого хода нет. Сейчас будет первый ход. Первый ход, и я за него должен все сделать. Фулл кауру БСП. А, у него... Ох, у него перк хороший, его может спасти. Ну что, смотрите, какой план. План следующий. Исходя из какой логики он у нас есть. Во-первых, исходя из информации о том, что транспондеры можно включать только... Нельзя включать после рывка. Мне придется проводить сейчас БСП, чтобы он следующий ход включил транспондер и, соответственно, добежал до кабины. Добежав сюда, он видит двух сектоидов. С ними частично могут справиться снайперы в следующем ходу. Кто-то из них должен что-то сделать. В теории. Нет, нельзя сделать ничего. Они будут действовать первыми. Они будут первыми действовать, снайпер не на овервотче. То есть ты их просто пулишь, блин. Капец. Далее. Лемминг у нас в этот ход пробегает к этому транспондеру, чтобы его включить. Дмитрий Михайлов пробегает к этому транспондеру, чтобы включить. И этот Хэвик пробегает к этому транспондеру, чтобы включить. Но если у БСП по каким-то причинам сейчас это не получится сделать, и он там умрет, не будет никого рядом, чтобы пробежать в конец поезда. БСП нужно максимально вперед, не прячься за кавер. В смысле, мне же нужно в следующий ход, во-первых, это максимум практически, ты предлагаешь сюда пойти, спину им подставить. Мне нужно в следующий ход тыкнуть сюда, не делая при этом движений, потому что мне за половину хода нужно дальше добежать туда. Хотя я, в принципе, смогу и так, и так. У него же ходов-то много. У него сколько ходов? Давай, раз, два, три, четыре. Блин, по прямой можно? Раз, твою налево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть? Нет, не может быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, как бы непонятно, семь или шесть, черт возьми. Если так, то я могу, в принципе, вот сюда вот БСП забежать, не с пули пак. Или вот сюда, вот что меня с фланга не обошли. И тогда я смогу раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, нет, лучше не рисковать. Там шесть или семь клеток, а у меня шесть или семь ходов. Лучше, чтобы у меня было два хода. Ты такой рак, у него будет фулл пробег, нажатие не забирает ход. Так мне нужно же подойти к нему, к транспондеру, то мне нужно подойти, правильно? То есть, либо здесь, либо здесь я должен стоять. Фибоначчи поддержал ваш канал на сумму сто рублей. Проверь, что после рывка нельзя прямо сейчас, все равно бежать надо. Да, это хорошая тема. На кого отправлять? Точно не самого дальнего. Давайте я... А кто может подстраховать? Лемик может подстраховать. А Дмитрий Михайлов докуда? Дмитрий Михайлов тоже может подстраховать. Ой, ты господи. Так, надо выбрать не Джанго, а вот кого-то из них, да? После рывка. Лемик или Хэвик? Лемик или Хэвик? Лемик или Хэвик? Хэвик полезнее. Хэвик может... У него больше хп, у него больше вероятность добежать до конца. Ну, пробуем. Мутон, правда, спаунится. Надо просто посмотреть. Ну, если можно его выбрать, значит, можно включить. Нельзя. Нельзя. Вы правы. Ну, все тогда. Тогда мы точно бежим. Назад. Блин. Все к своим транспондерам бегут. БСП останется один. Да, две кнопки один включает. Это я не рассчитал. То есть сейчас можно было реально включить две кнопки одним. И Леминг мне бы помог. Это ошибка грубая. Грубейшая. Она мне могла спасти жизнь. Потому что если я подбегу вот сюда, вот, в следующий ход сюда, и тогда клеток хватит. Давайте посмотрим на БСП еще разок, блин, по клеткам. В какую сторону считать? Тойоп, СТМ. Раз, два. Ну, тут проход. Вот эти вот угловые кредки. И оптимист поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Да я понял, уже поздно информация пришла. Можно нажать две кнопки одним телеком, который слева. Да уже нельзя. Если в начале хода он будет возле кнопки и сделает обычный ход, то сможет нажать. Я могу, на самом деле, в следующий ход попытаться спулить Овервотч Лемингом после активации всем побежать вперед. Возможно, это поможет БСП. Но в любом случае, БСП сейчас должен ломиться вперед. Должен ломиться под, блин, два Овервотча. Возможно, только я вот его сюда. Это риск. Риск. Хотя нет, там все равно фулл кавер. До сюда надо бежать просто. А тебя все равно не обойдут. Могут обойти. Ты можешь пробежать наполовинку, посмотреть, спулишь, не спулишь, а потом посмотришь, куда они разбегутся. Спулил. Не спулил. Не спулил, окей. Они достаточно далеко, чтобы меня обойти в этот ход. Поэтому я бегу к транспондеру. Ой, блин, какой поезд, а. Ну, я их точно сейчас спулю. У меня фулл кавер есть. Но у них точность, блин, 85. 45, 50 на 50, два выстрела. Будут стрелять. БСПМ. БСП. Или, или, или рассчитать. Вот смотри, сколько сейчас у тебя клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь клеток. Семь. Хорошо. Ты, допустим, бежишь сюда, чтобы у дальнего, например, не было вижено, чтобы ты, может, не спулишь их. Все равно будет фулл кавер. Тебя точно слева не обойдут. Раз, два, три, четыре. И отсюда сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин. Я не хочу так рисковать. С рывка, говорит, нельзя с кабином. Да, все равно с пулем. Ну, так просто меньше шансов, что они меня как-то постреляют. Ну, все, пацаны, с богом. Это последний ход. Да, я понял тебя. Главное, чтобы сейчас не убили его. Обходит острый угол очень. БСП, живи. Газ. Хорошо. И яд. Ой, блин, сейчас угол будет жесткий. Ой, сверху еще бонусно нет. Только не фланг. А, черт, попавец. Это все. Отлично. Этот транспондер на месте. Если установить все транспондеры, они смогут передать сигнал, который прервет работу навигационных систем пришельцев. Надо было слева обходить. Если все пойдет по плану, дредноут врага собьется с курса. Все это любят. И мы получим прекрасную возможность для атаки. Так держать штурм-1. Осталось подключить два транспондера. Я медленно в середине двигался. Это Реа, ребят. Такая команда. Такие снайпы. Блин, надо было слева уходить. Ну, хотя там риск был, что я просто до Камиды не добирался. Такой трай классный. Я быстро. Отыгрываю до конца. Поезд это вам не шутки, блин. Нулевой ход сейчас будет, пацаны. Нулевой. Противники приближаются к нашей группе. Все. Ну, то есть, у меня живые товарищи, но это... Я в этом трайпе проиграл. Поезда больше не будет. Страны сейчас будут выходить. Дредноута нет. Это КГ. Обнаружен планетный объект. Две страны выходят. Не забейте, тут уже никак. Нет, там бесполезно. Я сейчас сделаю два спутника, и все. И до свидания. Ох, вот это трай, а. Вот это трай. У меня дальше не будет спутников никаких. Просто. Ладно, поехали. Ой, какая грязь. Слишком много миссий пропускаешь, консульство. Поэтому достаточно рельсов к стране выходит. Так мне до... Причем... Что за чушь? Прохожу сейчас две миссии, поезд и этот, и все. В шоколаде. Так уже игру проходили, блин. Знаете, хорошую команду. 65, чушь, 55. Ну что это такое? Мне есть, кажется, там с пресетов нормальные, пацаны. Ой, какие-нибудь старые загрузки. Тут средний, кажется, 77, 70, да? 77... А, 55. 65, нет. Чушь. Ой, БСП-то так подвел, а? Еричо поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Только зашел. А тут такое. Мне это капец. Парам. Парам. Парам-пам-пам. Пам-пам. Согласен. Хотя, по факту, у нас было всего 11-12 миссий. То есть, это... Ну, за вчерашний вечер дошли до этого. Я вот не помню, какой здесь сейф. Ну, такой, с характеристиками более-менее сносными. Давай без абузы, стат, говорит. Давай, создавай. И стрим еще запили. Без абузы он. Ну, тут выше средних, на самом деле. 70. А это ниже среднего. Это чуть выше среднего. Это ниже среднего. А нет, это чушь. Попробую пару миссий пройти с чуваками, у которых ниже среднего. Нет, хотя бы пару миссий. Это нормально. Потом что-то делать будешь. Я не совсем понимаю. Так. Почисти сейвы, чтобы не путаться. Потому что я тайного шута сейчас загружал. Вот эту штуку вроде загружал. И вроде 106-ю загружал. Ха, это у нас конец прошлого. Удалить. Такой трай. Да, с китом миссия в 60, 65, 60. Откуда вообще-то? А, это вот только что создал. Среднее значение 67,5. Между 65-ю и 70-ю. Все, что как бы... Это идет лесом. Бэм поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, на следующее прохождение. Надо было посчитать, сколько клеток длина, поезда, от респа и до кнопки для лучшего контроля ходов. Да, возможно, торопился это. На самом деле я ошибся в середине, когда двигался по полхода. Там надо пулить сразу и снайперами отстреливать с общим видом. Для этого они и берутся, в общем-то. Они и работают по всей карте. На той карте. И... Так, вот этот вот мне загружал. Надо было просто после следующего пака сразу леминга набежать вперед и все. 55, 55, 55, 65. Отлично, топич. 55 самое дно, в общем. Блин, я вот реально запутался уже. 26 и 25. Скорее всего, какая-то из этих. 151 и 152. Давай, попробуем. Уже посознал нормальных пацанов, на самом деле. Ага, отличный сейф. Вообще, да, это один из трайв. Ой, лучше не смотреть сюда. Фух, блин. Сразу как проникся этой болью. Жуть. Там уже все, все, все трупы. Один стоит за машиной. Его там фигмены атакуют. Вроде начало 70, 65, 75, 60. Ну, 70, 75, остальные под замену, в общем-то, пойдут. Да ладно, что ты торопишься. Запомни эту игру еще. Ен-Оптимист поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Ты бы мог быть намного богаче и подготовленней, если бы проходил другие миссии салета. Уже четыре раза пропускал. Да. Один раз гуфнешься, запомнишь скрипты и будешь фармить эти миссии так же, как и а вы дерзкие. Да и паники было бы меньше, возможно, некоторые страны могли бы остаться. Да, ну, есть доля правды в твоих словах, согласен. Пробуем сейчас увидеть команду нормальную. 55 сразу, 65, 80, 55. Господи, что за коллеги. Коллеги. Да, может быть, имеет смысл выбрать какую-нибудь миссию прощи. Линейку и попробовать их поизучать. Но это будет все кровью и потом, понимаете. Одно дело, когда ты фармишь миссию с этим, я смотрю, вы дерзкие, ничего не боитесь. Уже 15, блин, раз, и все равно ты там получаешь фланг от Сингмена. Теряешь нефанду и как бы с концами. А другое дело, когда ты... Летим в Китай, там сейчас неспокойно. 70, повыше, ниже среднего, еще ниже среднего, еще ниже среднего. Что за обуз? Бери из тех, что достались. Бери, ставь галочки, стрим, пожалуйста. Я просто знаю, что команды из средней, ниже, это будет мучение в самом начале. А дальше перспектив, ну, как бы, вообще мало. Особенно, если тебе снайперы дадут, там, шестидесяточку. Поражу над тобой. Почему Азия? Потому что через школу офицеров хочу, через бонусы, через отряд из 5-6 человек. Блин, какая... Какой трайбл классный. Уже лучевое... Ай-яй-яй-яй. Слушай, давайте я вообще почищу. 26-ое... Так это у нас сейчас. Я в любом случае удалил те сейвы, которые были. В принципе, поэтому у меня нет нормальных. Так что будем еще травить. Давай так. Меня, конечно, поражают такие пацаны. Если бы были хотя бы с начала этой серии, то знайте, что насколько сложно работать с чуваками, которые 65 минус. Есть, конечно, опция. Ты приезжаешь домой, выкидываешь и выбираешь топовых. Но, во-первых, не факт, что тебе этих топовых дадут. Во-вторых, как бы... А если не дадут, то это вообще все. До свидания. Денег на новых у тебя нет. Следующая миссия 12... Ой, 10-12 человек. 80. 65. 65. 60. Ну, куда мне? Причем этот 80, не факт, что снайпером будет. Хотя бы парочку. 70 плюс, блин, дайте. Хотя бы парочку. На поезде. Это уже, наверное, четвертый гуф на поезде у меня. Здесь были еще клевые темы с этим, с русской руляткой. Отправляемся в Индию. Там для нас... 75. Отлично. 55. Уволю. 55. Через стрелочки Enter оставлять галки. Окей. Спасибо. Через стрелочки Enter. Да я кликаю быстрее, блин. Нет, не быстрее. Яричо поддержал ваш канал на сумму 101 рубль. Пацаны в чатике. Маководы. Нужна консультация. Купил XCOM 2 через Steam на USX за 1500 денег. Внимание, вопрос. А не лоханулся ли я? А то винды, то нет. Купил XCOM через Steam на USX за 1500 денег. Ну, конечно, да. Конечно, зря ты так. Во-первых, начнем с того, что у тебя маг. Какая-то самая главная проблема твоя. Ты будешь еще долго расхлебывать впоследствии этого необдуманного решения. Следующая операция пройдет в Е... Даже Витя считает, что ты как бы... А он сам известный маковод. Опять 55. 70. 60. 60. Ай, господи. Так, сейчас первая миссия, вторая, третья. Туда-сюда пойдет. Жара вообще отлично. Найс. Отписка за такие слова. Бобер, гори в аду. Так ты не подписан был, в общем-то. Следующая операция пройдет в Японию. Обрубите, пожалуйста, ему просмотр стримов. 65, 65, 60... Там-па-рам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам-пам. Давайте отключим просто стрим человеку. Да распустились совсем. У нас вот трагедия. Сижу. Парюсь. Он... Так, я терминатор-то поставил. Ладно, я в крайнем случае просто сейва не буду юзать и все. Вы же мне верите, я же на стриме играю. Следующая операция пройдет в Японии. Давайте. Да что же вы делаете? Во, два раза по 80, 65, 60. Хорошо. Два ниже среднего, но двое топовых. Поэтому... Новый листочек. Новые имена. Джоунс. Это временные имена, конечно же. Джоунс и... Уиииз. Voice. Это 80. Масс Килсы в первой миссии. Так, а упыри у нас Нвосу. Нвосу. И... Парк. Кто из них большой упырь? Парк. 60. Это 65. Им по Килсу. И ориентировочно я их уволю Так, обходим, поехали Раз, два, три, четыре Главное, чтобы 80 был снайпер Остальное как бы Уже переживем Главное, чтобы снайпер был на 60 Вот это вот будет плевок в лицо Но это, возможно, такое же было Обходим, это штурм Это похоже Опа Надо по количеству ходов вообще смотреть Так, это точно штурм 60, отлично А этот чувак, кажется, снайп Только не 65 65, кажется, снайп Справа Ну, или внутри здания Ну, или во втором, так это же бывает В любом случае, я сначала Пробегаю вокруг Мы не отчаиваемся Тем более, два прошлых троя По прогрессу были, ну, просто замечательные Стабильность Показатель мастерства Конечно Нулевой ход Показатель мастерства Так, не пулем, пак Не пулить, это как пулить, только не пулить Трех обводим слева Одним пулем справа Да-да-да Там кто-то есть Виви поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Пипец Я сегодня минут 25-30 на стриме шефалил первую миссию, чтобы поймать 80 и 80 Лакерон Ну так и не получил Ну, бас Рандом меня не любит А ты тащи Спасибо, Виви Виви, конечно Старой гвардии, товарищ Так, хорошо Значит Ну тут сектор Чего тут нового 3-3-2 3-2-2 3-3-2 Обходим? Обходим Вот с этого угла просвечивается соседняя комната Я так зафейлил разок Так что лучше к тому углу вообще не идти Главное повторюсь Чтобы снайп был восьмидесятка И накидывать этим двум восьмидесяткам экспу 65-60 только по киллсу, не больше Так, парк у нас Это как раз лемминг Джонс крутая И Уэйс крутая А Уэйс что-то крутая здесь делаешь Поменяйся-ка с этим Ну восу Пулим на правого Открываем дверь Флангуем Гранатки кидаем Убиваем Оп! Оп! Все равно на кого-то пулить Я мою Я не хочу с тремя паками здесь сражаться А-а-а! Слышите? Нет Что-то я не верю, что здесь никого Тут никого Капец Ну ладно, тогда этот обходит сюда Ну внутрь заходит, в общем, следующий ход Ну Вы понимаете Соточка Соточка пришла Тебе это понравится Ты получил первое лучевое к третьему месяцу Можно быстрее Если пойти через ксенобиологию и захват с допросом сектоида Тогда на второй месяц можно снарядить вообще всех бойцов Включая сныпов и хавиков А саут с раненганом и дугометом легко завоохватывает Я вот не знаю Ну в принципе это правильная вещь Но вообще захват эллинов Это Обычно оно происходило значительно позже Ввиду своей сложности Вот Но раз Витя Порекомендовал Я призадумался На самом деле надо просто в первой миссии брать ученых Если там не меньше четырех То просто берем ученых И все А потому что я сидел в самом начале Два раза инженера взял Мог бы становить практически в два раза Со старта исследования Как видим Схренали, извините Так, Джон стреляет, попадает Попадает, но на единичку Это первый Голозадый пак из двух сектоидов Он не очень Но Тема знаете в чем? Я не могу пробежать дальше из-за открытой двери Поэтому я скорее всего попробую парком добить Ага Но тебе все равно нужно парком добить хотя бы одного Ну попробуй, что 60% Гранату не хочу тратить Потому что Конечно, конечно Конечно На тот-то и парк Отсюда мы, кажется, его не увидим А здесь уже хреново Потому что Да нет, попасть-то я попаду Просто мне второй Просто мне второй обойдет Хотя рейндж хороший Я могу, в принципе, вот так вот зайти И кинуть в мою грянку Тогда не будет риска Главное, стенку не снять Так, и Джонс получает первый Тысяча пришла Тысяча! Натаниэля, спасибо Я хотел сказать, как анклав, но мне не получилось Все, почему? Потому что нужна практика Практика, практика, практика Ждем этого сектоидом Он флангануть не сможет Но пострелять сможет, если подойдет к углу А он сидит, боится Ой, как? Ай, опять с угла подошел Ну, спулил пак из-за бага Двери закрыты, кстати Сейчас двери закрыты Закрыта дверь, понимаете? Так Короче, мне нужно отсюда валить То есть вот здесь вот ставить на овер Этим вообще обходить Тут фланг хороший Но это, к сожалению, на следующий ход Ладно, я зря спалился Потому что этот мог стоять там На месте А сейчас он будет, скорее всего Передислоцироваться Потому что я его фланганул Эти же сумные скотины О, даже так Того нужно обходить Он бафает Этот подходит ближе Не, на самом деле Сейчас мы увидим четырых По бафам Этот здесь, да? Он стоит на месте Ну ладно, значит флангуем так Здесь дверь откроем Одного убьем 65 у тебя, да? Ну проверяем Оп Вижу фланг, который бафает Точность, ну 65 точность Тебе лучше, конечно, его Убить Убить, убить Джонс подстрахует Здесь товарищ, которого Здесь два человека Которых бафают Один умрет Если того убьем Второй умрет Если этого убьем Но Суть заключается в том Что я не убью левого Потому что это два пака из трех Скорее всего третий находится где-то здесь Поэтому мне лучше этих двоих Убивать гренкой Мы дадим Килсы Блин Парку нельзя давать килсы Ладно, значит Парк кидает у нас гренку К сожалению Может одной гренкой Обойдемся Может быть Так, здесь есть две гранаты Если что Все За За это самое Застолбили Тут заходим Фланг минус два В крайнем случае Можно гренкой Выстил здесь сделать Или гренка Гренка Посмотрим там по вероятности Джонс Уже есть Килсу Джонс Но Восу Не хочу второй килл сдавать Но Надо Пытаться 65 Хорош Может быть Он останется Штурмовиком хорошим Все Минус два Сделали Я зря подошел Так рано Вот зачем подошел Мне сейчас будет обходить Поэтому И этот может на овервотче стоять Поэтому вот так вот Я могу спулить пак сейчас Да и забей Стоять бояться Испугался? О, слушай А если я сниму стенку? Да, снимешь стенку И Дальний по тебе будет стрелять Да и он в панике уйдет Сними правую стеночку Вот здесь вот Тогда это постреляет Возможно Ювелир Да, постреляет Джонс Но нужен киллс Уэйсу Он 80-ка и нулевый 100% инфа Тррр Галочка Теперь парку Здесь мы уходим Чтобы был Ой, а мы что Подставили этого Пацана Нехорошо вышло Нехорошо Ну что, овервотч тогда? Да ладно, он и так ранен Главное, чтобы не убили Да его убьют Главное, что не тебя Да? Да Оп, а вот и третий пак Так, тот не действовал Хорошо Теперь моя задача Пройти вот к этому в тыл Оставить кого-нибудь здесь Типа Восу Который получил киллсы И может отвлекать Но у него точность не очень Получить слева парком Киллс У одного Несчастного сектоида Там дверь открыта Подходим к углу Аккуратненько Никого не видим Так, ну здесь Наверное Фулл кавер нужен То есть Ну, ханкер даун Имеется ввиду Да Тут три овервотча Он может там сидеть Конечно Сейчас может он Кстати спалится Если сам начнет заливать хп Заливает этот Как раз под него Можно выйти вокруг Подходит один Выбивает Подходит дальше То есть У него овервотча нет Я того не вижу Так, это бригада Подходит сначала сюда Да, пожалуй И его нет Какая жесть Тебе надо отходить Тебя будут обходить Куда? Тут ты далеко от общественности Там овервотч Если отходить То только направо Давай Тут три овервотча Ой, я вижу кого-то А я справа увидел Я спалился Капец Я не заметил Что она видит Сейчас они начнут Перегруппировать И стрелять будут Один овервотч Парк стреляет 60% парк снима Попадает 40% Вероятность Но больше вроде никто Он раненый Но все равно будет стрелять По 35% Больше Потому что угол такой Подходит еще один Гио Парк стреляет Но это фейл Конечно Парк сейчас минус будет О, зато увиделся кто это Так, этого мы можем флангануть Но Нвосу это не нужно Он может вообще не только флангануть Но и кинуть гренку Убить двоих Ну то есть Одного убить Второго покоцать И убрать укрытие Мне Во-первых Этот товарищ Скорее всего стоит На овер Так его розетта Квочи Вероятность По нему 67 Фигня Надо попытаться Пройти вот так вот Оп Уже 85 Убиваешь Правда его флангуют Но мне пофиг Главный киллз получили Следующее действие Это гренка От лемминга Потому что он стоит Великолепно Подходит Флангует Кстати одного Но это мы забиваем И кидает гренку Вот так вот Убивает одного Но Нвосу Получает третий киллз Лесом пошла Мой план О Нвосу повышение Прокачать по максимуму Восьмидесяток Увы И ах Тут нужно искать Фулкавер Которого нет А есть только далеко Ну вот так тогда проходим Какая вероятность Восьмидесят Вейс Да, Вейсу нужен киллз Хорош Вейс второй киллз получает И Джонс может в теории Пострелять по тому Кто за полуукрытием Маловероятно Что она его убьет Но Пострелять-то можно 60% Ну 80-20 Как бы вот и все Один хит Попало ведь Так, главное Чтоб тот не нахулиганил Блин, ну не стреляю Там 50% У меня полуукрытие 55% Ребят Ну у меня все равно было 60% Самое плохое Ну, самое хреновое Что Что Я звание не получу Блин Главное, чтобы снайпер был И хэвик Так, гренку убиваем Сванг обойти сможем Это будет не фланг Но вероятность будет хорошая Учитывая угол 80% Второй подстрахует с гранаткой А, та паникует Никто тебя не подстрахует Мочи Первая миссия С первого трая Одного лейминга с лейли 88 и 65 остались Повышение получает Вейс Третий килл Спасибо Смотрим, кто нас ждет дома Я надеюсь, что будет снайп Еще в 80 Вот это все, что мне нужно Что будет снайп в 80 Снайпер есть Джонс Ес 88 меткость Еще 8 дали Ох-ох-ох Тяжий штурм Штурм, правда Ну ладно Тяж точность 66 А штурмовик С меткостью 82 Ладно, тяжу не нужна Точность штурмовику мы Саппорта найдем Медаль сейчас выдадим Выберем следующего лейминга Надеюсь, что там будут 70-80 75-25 Псих полный 25-80 Капец Нет никого вообще нормальных Есть 80 25 Это Самое дно по морали Очень страшно таких брать Очень Очень Любое попадание Она сразу Свалит Ну тут тоже 25-75 То есть Либо Какой трэш Ладно, будем тебя воспитывать Два Фатима 25-80 Жуть Так штурмашу Сразу Меняем Этот Сандербайк Следуем Скопы Они В который раз Себе хорошо Зарекомендовали Фрагменты оружия Сейчас будет Вторая миссия Пар есть Очень ценный пар Посмотрите Под Электростанцию Медаль Даем О, никогда не паникуют Это леймингу Выдадим Если ранят Или убьют А если ее ранят Или убьют Этот забей Все, поздравляем тебя Представляете Новичка Только выбирает Она нигде не была Ни на первом задании Ничего Прилетает Четыре таких Мужика Все в крови С миссией Один труп И тут выбирает Афроамериканку Награждаем тебя Вперед Через постель Ну что Вторая миссия Ксенобиология Да я не буду Играть Как Фибоначчи Советовал Я буду Играть Как По своему По своему Ученых Сейчас Первая миссия Шесть Ученых Шесть Инжей Ну шесть ученых Все-таки шесть ученых Это boost в два с лишним раза быстрее. Короче, берем лемминга. Снайпер тяж и штурм. 45-70 лемминга есть. Я знаю, но мне нужен точный товарищ. А какая миссия по сложности? Высокая. А тут только одна чрезвычайная. Классная. Высокая — это хорошо. Значит, 10 человек, а не 12. 3-3-2-2. Снайперу все киллсы. Качаем ее как прям ух. Один киллс на симу. На сим. Один киллс. Ну, штурмовик так. Может быть, он временный вообще, как роль. Медикит и будем брать? Хорошему надо Медикит один взять. Да не, Медикит для слабаков. Буст в два с лишним раза то же самое говорил в начале прошлого троя. В начале прошлого троя брал только Инжей. Только на третьей миссии я взял ученых, если мне память не изменяет. А до этой миссии прошел целый месяц. Надо срочно вмешаться, иначе регион погрузится. Так, зеленый автобус. Миссия называется. Люблю его. 10 человек вокруг автобуса. Вас понял, Рейнджер. Штурмовик может приступать к операции. Просто счастье какое-то. Ну, хорошо, что Гренки взял на самом деле, потому что здесь они как раз решают. О-о-о. Слушайте, а на сим-то будет штурмовиком. Ну, смотрите, как бегает. Еще один штурмовик. С моралью 25 и меткостью 80. Это... Это... Лу... Лучший человек под такие характеристики. То есть, который постоянно в контакте по морали там проседать будет. Ему точность, в принципе, особо такая не нужна. Ты мертва? Все мертвы. Первые миссии одни из самых сложных. Хотя, что-то первую миссию с первого троя прошли. Хоронили, правда, одного никчемного товарища. Ну, это были плановые похороны. Шум со стороны автобуса. Так, стоп. Давай-ка по меду как раз. Надо обходить автобус чуть правее. Они могут... Они часто сидят прям за автобусом. Их очень хорошо Гренками закидывать и с фланга обходить. То есть, добраться до автобуса так, чтобы не спулить, не подходя вот к крайним клеткам. Точно на снайпер и саппорт. На них и на хэвика, конечно же, расчет. Ну что, на сим. Беги, что ли. Молодец. Ну ей медаль дали, она думает, что чемпионка. Более опытные бойцы, конечно, идут следом. По следам просто, друг за дружкой. Такая линейка выстрелилась. Я бы спулил все-таки хэвиком, но не сейчас, а в следующий ход. У вас понял. Рискуешь. Рискуешь. Не-не-не. Вообще, нужно, конечно, попробовать вправо подойти. Чтобы у меня было на ход флангование, пацанов. И не факт, что я здесь кого-то увижу. Вот так вот. Я успеваю на ход флангануть. Здесь, правда, не успеваю. У снайпера общего вида, к сожалению, нет. Увы. Надо качать ее. Надо качать. А чтобы качать, нужно ее поставить так, чтобы да. Но нет. Гренкой можно качнуть. Overwatch. Overwatch, Overwatch. Проверим сначала за автобусом. Да, не там. Ну, либо на площади, соответственно. Вот. О-о-о! Спулин пак. Overwatch, пацаны, ребята. Двое, 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 двое. Два хита, два хита. Нифига себе, пацаны, попадают. А, это штурм точный и хэвик точный. Разбежались. Где там снайп, блин? Так, там под гранату, под ракету. Но. Проблема в чем? В том, что я не могу выходить за автобус. Да-да. Можно кинуть рокет и забыть. А можно, в общем-то, пострелять отсюда, 74. Можно эту мадаму вывезти сюда тоже, пострелять. Скорее всего. Постреляешь, конечно. Может, рокет тогда. Рокет надежный, конечно. Я вроде троих за... Давай, рокет. Так, стоп-стоп-стоп. А снайпер-то может стрелять? Не может. Ну, может, ты тогда стрельнешь разок? А вот без рокета обойдемся. А вдруг третьего не забьешь? А вдруг там овервотч? А вдруг хэвика обойдут? Слушай, а зачем ты сейчас с хэвиком стреляешь? Тебя фланганут. Тебе нельзя так делать. Ой, нельзя. Лучше подойти и стрельнуть. Ну, на овервотч в следующий раз. Ханкер здесь. Да потому что я не факт, что захватил бы третьего, скорее всего, бы не достал до него. Да, то я потерял просто хэвика. Нифига мне такое счастье, непонятно. Видим, где стоит бафер овервотч. Джоунс, снайпер. Блин, ну почему не два хита, а? Кто-нибудь еще, ребят? Есть кто-то. На сим. Точное. 60% у тебя. Не то слово. Кто-нибудь еще, ну. Сейчас же пальба начнется. Это жесть. Так, и второй, да? Второй. Три хита. Тоже стрельба. 35%. Попадает, ранит на сима. Не паникуй, у тебя 25 по морали. Отлично. Так, теперь. Во-первых. Ракеты нет. Ой, все. Ты не попадешь. Короче, тебе нужно бежать, гранаты кидать. Скажи по секрету. Ты спуришь, правда, пак справа. Я тебя все ненавидеть буду. 62 меткость, 62 меткость. Но если спури, пак справа, я же его ракетой как накрою. Не накрою, что ни черта. Не, ну, хэвик может подойти, пострелять так. Тоже спулить пак может. Машина очень убогая. Вот это вот. Знал бы прикуп. Так, у нее, кстати, не сильные ранения. У нее 65. У нее точность не сильно страдает. Варианты. Ну, варианты-то перестрелка. Они все ранены. И от любого попадания хватает для того, чтобы они гуфнулись. Это раз. Второе. Обходим снайпом сначала, потому что у нее меньше вероятность пулить новый пак. Отлично. 75. Гарантированный гуф с пистолета или гренка. Если достанет, то будет минус один и плюс еще укрытие второго. Это лучший вариант. Снайпера качнем гарантированно. И... Поможем остальным пацанам. Ба! Разойдись. Снайпа, конечно, по-хорошему надо прикрыть. Бла-бла-бла. Убиваем штурмовиком этого 82. Хорош. Я. Хэвик ставим сюда. Нет, сюда. На овервотч. Или постреляем даже. 46. Он может вообще свалить? Два раза пострелять 45. Он может свалить. Я думаю, надо овервотч ставить просто и все. Он сейчас должен... Валить отсюда нафиг. Его братьев... Оп. Да, валит. Ну, ему под зад хэвик. Пытается добавить, мажет. Нито не сомневался, но... Корректируй огонь. Окей. Теперь. Это был только первый пак. У нас уже ранения с вами есть. Я хочу. Я хочу. Дождаться этого упыря. Снять его на овере. Да, он может не идти. Более того, он чаще всего не идет. Я лучше перегруппируюсь, перезаряжусь. И буду двигаться дальше. Начинаю наблюдение. Опа. Ну, это другой. Хотя, может, и он добежал в два хода-то. Ну, а где бежать? Хэвика подводим. И будем заглядывать в зеленый автобус. Бежать за ним, искать его под овервочем. Лучше, чтобы он сам спалился, когда начнет бафать. Единственный минус в том, что я-то тут в теории-то должен бог подставлять ему. Это не круто. Леммингов надо беречь. Дайте вот ранение на два. Это чушь. Может быть, это и он обходит. Ладно, подходим в любом случае. Раз, пулем пак. Видим его. Ох, там пак просто, мы видим. Сколько их там? Одного вижу, второго голова виднеется. Стрельба 66, но со 100% критом. Снайпера верну. Это можно сюда подвезти. Чтобы он тоже помогал. Не хочу я стрелять сейчас, учитывая то, что сколько народу у меня на овервоч. Хэвик у меня неточный. Давай ханкер тогда. В надежде, что я не с пулем. Сидят как гопники. А вот сейчас стреляем. Можно, конечно, рокет еще закинуть туда, но я не достаю. Нормально. Никто не видит, причем, кроме Хэвика. Но Хэвик будет стрелять. Поехали. Ну, 66 и сразу убьет, если попадет. Все, минус один. Один пак. Ну, вот они, кстати, могут объединиться вдвоем. Значит, это раз, два из трех. И раз из двух. Так, скорее всего. Чтобы они были приблизительно на одной линии по овервочам. Понятно, что будут лезть на Хэвика. Но могут вылезть на троих. Давайте. Выходят. Есть овервоч один. Вейс точный. Ну, 60. Попадает. Но не добивает. Он будет стрелять. Угол острый. Хотя нет, угол не острый. Но он попадает на единичку. На единичку это терпимо. Снайпера надо качать. Но снайпер не в укрытии. 62 меткость. Застреляй, чего ж тут. Я флангую этот следующий ход. Гренку не докинуть. Рокер жалко. Блин, хоть сюда подходи. Отсюда нельзя подходить. Может, флангануть его все-таки? Так будет фланг? Нет, так не будет фланга. Фланг будет, если только сюда выйти. А там под овервочем стоит где-то. Да, дальше упырь. Ладно, мне повезет. А что я в овервочи-то не посчитал? Нас обстреливают. А, там этот уже сидит. О, я думал, что правый. Так, ну мы флангуем обоих. Это и хорошая, и плохая новость. Хорошая в том, что я хэвика теоретически могу вывести и... Слушай, давай руки-то хэвика оставим. Ты лучше выведи снайпера. И чего ты снайпером делаешь? Ну, два хита можешь с крита снести. Не снесешь ты ни хрена. С крита. Гренка не достанет. Вероятность какая? Такая 65-65. Блин, какой ты на сим. Он раненый, потому что... Да, бой их убивать. Или отступать просто оттуда. Опция отступать сейчас мне нравится больше значительно, чем первая. Минуснуть-то, конечно, хочется одного. Но это второй пак, их четыре. Там еще столько же врагов. И рокет мог бы мне пригодиться. 24 точность. Это чушь. Снайпер не работает. В теории его можно поставить на Overwatch сюда. Ну, 60% фланг это чушь. То есть это гуф гарантированный этого товарища. Если не попадет. То есть даже если я кину рокет, не факт, что я попаду. Поэтому надо валить оттуда. Флангануть он мне не может. Подхожу к снайперам, пока есть возможность. Может, увижу. Не вижу. Так, хреновые тут места, в общем. А ты видишь второго? Видишь, да? То есть хэвиком лучше стрелять. 24. Не, лучше овер ставить тогда. Мяс назад. С гость поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. С богом. Миша, привет. Привет. Попробуй трай через миг. Собери в начале мед и качни солдата. Там 10-12 хп в начале и огромный сплеш. Урон на 9 урона стабильно 2 раза. Рулетка не испортит. Много ходит. Танкует. Удачи мы с тобой. Спасибо. Может быть, но уже поздновато. Ну, может, в следующий трай. Я обхожу на зимом. Пробую пробить. Сейчас, по крайней мере, пробили. Вот. Все. На сим. Получаю 2 киллса. И хватит. Это новичок. Минус 2. Соответственно, пятерых мы убили. Осталось еще 5. Есть ракета. Перезарядочка. Овервотч. Снайпером сюда. Надо будет Лемминга возвращать. Слушаем, где. Направление не угадали. Ну, в смысле, не узнали. В принципе, можно... Нет, Лемминга нужно оставлять. Лемминга надо оставлять. Можно спулить на Лемминга. Но лучше, наверное, к автобусу, в общем. Тремя, по крайней мере. Убедиться сначала, что там никого нет. Ага. Хэвик хорошо стоит. Я предлагаю Леммингам налево. Пулить пак. К себе привлекать внимание. Этими двумя постепенно обходить. Ну, вот так вот. Смысл в том, чтобы оказаться... Чтобы Хэвик стрелял из надежной позиции. Ракетой попадал. Чтобы эти пацаны имели возможность выйти в фланг. В случае чего... Поэтому я буду вот сюда идти потихоньку. Причем... Может так спулить. Наверное, даже так спулю. Опасно. Хорош. Опа. Фуллимпак. Три человека. Есть Overwatch один. Ну, вот это Лемминг, собственно. И сейчас мы им отступаем под кавер и в Хантер. Надеюсь, там фулл кавер будет. Какой нить не будет. Там нужно им как-то вниз оттягиваться, да? Можно, в общем-то, сразу обойти вот сюда вот как-то. Есть! Выполняю! Чтобы просто рывком. Чтобы они не успели пройти. Мне в любом случае нужен ход. Причем я хэвика даже не хочу показывать сейчас. Не хочу. Ошибка. Мог спулить подальше. Ладно, три Overwatch. Смотрим, кто кого бафает. Кто где стоит. Кто идет за нашей приманкой. Так, один уже здесь, за углом. Ох, как его... Как далеко там бафер стоит. Такое впечатление, что они меня услышали. Так, могу ли я к себе внимание привлечь? Можешь, ты на Overwatch попадешь, скорее всего. Только. Ты не знаешь, где третий, во-первых. Ну что, палиться, что ли, хэвиком? Не, давай лучше вот так вот спалимся. Не спалились что-то, нифига. Ну, хорошо. Я не вижу из-за того, что автобус целый. Давай ханкерим тогда. Мне не нравится вообще вся эта ситуация. Целиком и полностью. Просто ханкер. Всем ханкер, пацаны. Пока не проявился третий. Пока непонятно, как с автобуса действовать. Ой, они подходят сюда. Или нет? Давайте, где бафы? Пошел баф. Дальний накачивает левого. Левый подходит. В два хода. То есть, ходы он потратил. Еще один пак. Ну, это рокет нужно кидать как-то. Ну, а под рокет у меня не стоит этот. Хэвик. Хэвика выводим инфа соточка. Эти не обойдут. Хэвик в ханкере. Пацаны ждут. Ооо, я тут спалился уже. Блин, класс. Там овервотча, там полный парш. Хочется добежать флангануть этого упыря. Я подставлю на зиму, потому что я ход пока еще теряю. То есть, тут ханкер. Тут овер. Тут ханкер. А, перезарить. Нет, овер. Там пять человек. Три плюс два. Двойная накачка. Три человека действуют. Нужны ракеты и хорошие фланги. Может, на овер поймаем кого? Бафнутый бежит за мед. Нет у него ходов. У правого бафнутого нет ходов. Этот подходит полуукрытием. Стреляет по хэвикам. Противник открыл огонь. Хорошо. И третий еще, который за скамейкой подходит. Ничего. У него овервотч. Хорошо. Значит, рокет накрывает этих троих практически безусловно, потому что из-за овервотча я действовать... Хотя нет, подожди, я же тут флангую. Не флангуешь ты, ни хрена, Вась. Че, опять хэвика качаем? А как же снайпер? Ну там овервотч, что-то снайпера как-то снайпера только прокачаешь. Приманка не сработала, как вы понимаете. Почему-то... И просто хэвик сносит все к чертям собачьим. Остается двое, которые друг бафали других. Сейчас они будут этим заниматься вдвоем. Я захожу снайпером все-таки. Вот сюда. Для того, чтобы он смог... Опа, я вижу уже. Ну и ладненько. Значит, ханкер даун раз. У них нет овервотча, поэтому можно... Можно бежать куда хочешь. Здесь та же самая логика. Раз у них нет овервотча, мы подтягиваемся. Но ханкер, лучше ханкер. Да, давай ханкер. Надо хэвик только подвести. Но он стрелял, поэтому не подойдет. Сейчас один другого. Этот другой куда-то бежит, по кому-то стреляет. Все в фулл кавери. Смотрим, где кто стоит. Выходит сектоид, заходит за статую. Щебечет. Стреляет. Нет, просто шумит. Ну и чего? Стреляет по... По нашему штурмовику. Овервотча нет. В принципе, можно леммингом ворваться сзади. И убить этого. Можно снайпером попытаться пострелять. Но это 50 на 50. Можно подойти кинуть гренку. Слушайте, столько вариантов. Я думаю, нужно действовать все-таки от... От подхода с фланга лемминга. Поехали. Но не в этот раз. Но в следующий. Ханкер. Что делает Хэви? Нормальных укрытий нет в фулловых. Я им, пожалуй, подойду сюда. Для того, чтобы в следующий ход он гипотетически мог... ...через ход кинуть гранат. Ну так. Весьма условно. Здесь испытывать судьбу я не буду. И здесь, извините, тоже. С фланга он снайпер не обойдет. Этих тоже. Воу-воу-воу. Полегче. О, а второй его не бафает. Он тоже подходит. Может быть даже овервотч. Есть раненган. Мне не нравится эта ситуация, пацаны. Проверим леммингом. Не хочу. У него плюс 10 точность. Но если я... Не, я даже гранатами не достаю. Гранату и снайпом добить. Да там укрытие такое, которое гранатой может не сбиться. И я добью только одного. Короче, надо дождаться, когда они будут друг дружку опять бафать. Ай, ханкер или не ханкер, а? Меня не видят, но увидят, когда будут убегать. Да, и ханкер лучше. Надежнее, пацаны. Тут можно было рискнуть, но... В этом нет смысла. А этот не стреляет, гад. Нет, стреляет поэтому. Фух, пронесло. Ну, теперь у них овервотча нет. Более того, одного я флангую. 70% меткость. Поэтому 25, но есть гренка, и он скорее всего просто снимет. Значит, это снимает трешечку. Флангуем. Здесь так. Что, рискуем? А тут не риск. Все на язычах. Тут фланга нет. Только гренкой. А, нет, рананган же, ешки-матрешки, забыл. Конечно же, рананган. Сюда пробегаем. Этого мы гранатой и снайпером. А если не получится, то... Хэвик... Не докинет гранату, кстати. И не факт, что я рананганом убью. Ой, блин. Ладно, значит, это 3. Если Хэвик, докинет ли он гранату? Где-то 4-5 клеток. Раз, два, три, четыре. На грани. Докинет ли он до дальнего клетка, этот... Не докинет. Рананган мне не гарантирует убийство этого товарища. Увы. Так, ну ты же можешь рананганить любого, правильно? Правильно. Ну так тогда... Лемминг кидает гранату в кого может. Ясно. Это раз. Хэвик смотрит, достает. Он не достает гренка и до кого достает. Снайпер стреляет. Того, кого не убиваем, добиваем рананганом. Как-то Аркадьника, Михаил, не находишь? Очень. Очень. Хорошо, а снайп, а что? 88 меткость. А вот не факт, что тебе того надо добивать. Этого надо тебе добивать. А с правым что? Да правый будет выходить, поэтому стрелять. Его надо либо гренкой закидывать, либо фланговать. Короче, снайпер убивает этого. Штурм. Либо подходит гренка, а потом хэвик типа достреливает. Но хэвик гренкой не достреливает. Но подойти гренка это будет укрытие. Это бонус. Окей, снайпер снимает сначала этого. 80%. Надеюсь, что снимает. 88% есть. Дальше у нас подходим вот сюда. Если что, рананган включим. Гренкой спокойно накрываем. Еще убиваем укрытие. И подходим ориентировочно вот сюда. Хэвиком. Сейчас посмотрим. Если докидывает гранату, то вопрос закрыт. Не докидывает. Ну все, вопрос закрыт. Раз, граната. Что-то я разошелся. Не находится? Если бы еще ранения на халяву не получил. Два, кстати. Вторая гренка пошла. Так. Бум. Ну все. Задание выполнено. 10 человек, 6 ученых взяли. Два ранения. Одно очень легкое, другое как бы. Над ней 10. Сейчас будет маленькая ложка, на которую нужно взять нового лейминга. Ну тут нам дали саппортом. 18 дней. Командиру в оперативный штаб. Двух леймингов надо. Двух леймингов надо. 6 ученых бустят очень сильно проект. Ну саппорта прокачаем, это понятно. 85-32. Пятерочку дали, хорошо. Но у меня что-то только один нормальный. 37-70. Мне кажется, был получше. 25-75. Лейминги нужны. Сейчас надо на все покупать новых леймингов. И молиться, что там будут толковые рекруты, которые мы возьмем под миссию. Каждый член Совета хочет, чтобы его страну прикрывали. Австралия, Нигерия, до свидания. Лови покрытие, дело сложное. Я до сих пор не понимаю, чего добиваются пришельцы. Они нас изучают? Нам кажется, что они похищают людей без разбора. Но это что? Может быть, в этом есть какая-то закономерность, которую мы пока не видим. Так. Если что, я беру просто одного лейминга. Но я вообще хочу взять двоих, убрать штурма, оставить снайпера и попробовать перспективных бойцов качнуть с целью получения второго хэвика или второго снайпа. Паника поднимается. Ждем маленькую наложку. Есть. Есть. Успел. Успел рядовых заказать. Высылаем перехватчик. Для начала сбиваем. Седмон, привет. Добрый вечер. Всем добрый вечер. У нас сегодня такой классный трай был. Вы не представляете вообще. В записи, если пропустили, посмотрите. Трагедия на трагедии. Такая история. Со вчерашнего вечера. Ужас. Но сейчас прям уже такой боевой настрой. Вижу противника. Сейчас летим на иналожку. Два сектоида. Один защитник этот. Аутсайдер. Даем два киллса леймингам. Так, бойцы. Доминик Ковальский. Чушь. Чушь. О, 47-75. Вот это хорошо. Михаил Гусев. 47-75. Ну, почти топич по точности. 75-80. И значительно выше среднего мораль. Еще одного дайте. Нету. Ну, 55-65 можно взять. Учитывая то, что он может стать хэвиком с такой моралью, со средней точностью. Наверное, он даже лучше, чем этот точный упырь. 55-65. Не, лучше точно упырь я взять. Потому что снайпер вдруг. Рассинхрон звук аф-5 будет счастлив. Итак, значит, мы летим на миссию. Скоупов нет. Саппорт отдыхает. Медики-то не нужны. У всех гранаты. Все молодцы. Штурмовика убираем. 47-75 топич. Блин, а где этот? Как звать-то? 37-70. Есть 25-75. Это снайпер, я вижу. Я беру его. Самое дно по морали. Но я в глазах увидел гонек. Перспективный товарищ. Берем его. Работает. Готовимся к высадке, что ли? Не помню эту миссию. Ферма какая-то. Точно они не играли. Говорит рейнджер. Мы к северу от места крушения. Штурм-1 к бою готов. Вас понял, рейнджер? Мы присмотрим за вами. Штурм-1. Можете начинать атаку корабля. Ничего себе тут весело. Вот позиции для снайперов неплохие. Полуукрытие. Хотя тут фуловые укрытия. Трактор тоже фуловые укрытия. Вход. А наверху еще этот цирк... Даже... Склад какой-то... На часовне чем-то верхом похож. Ну, работаем. Общего вида нет, поэтому... Лемминген разведку. Двигаемся в одном направлении и прислушиваемся. Сектоиды, конечно, сектоиды. Вопрос с какой стороны. Рядом мед есть. Поехали. Но заходить к меду я что-то не хочу, пока хэвик... Не вышел на позицию. Ну, хотя бы... Хотя бы так. Проверим, естественно, вот эту штуку. Тем более справа вроде шум. Ну, ясно. Что это было? Да вот. Жеж. Уже и пулить не хочется, вы знаете. Выхожу! Ну, я хэвиком с пулем. Одного лемминга сюда. Снайпер тоже не работает. Хоть его прям выставляй. Ну, скорее даже сюда. Он может увидеть уже кого-то. Ладно, подходи тогда вот так вот. Или жмет. Не шумим. Следующий ход хэвик подходит к углу. А два лемминга, скорее всего, будут справа обходиться. Но это рискованный ход. Ладно, их по двое, в конце концов. Смотрим. Да, вот. Разбежали. Замет. И справа. Ну, гренкой можно, конечно, решить проблемы. Тем более они под одну гренку стоят. Тем более нам нужны киллсы. Снайпер видит кого? Хрен из два. Ну, может, подойти и увидеть. Да, снайпер может добить, кстати, одного. Так, давайте гренка. А потом по ситуации, короче. Гренки у нас кидают лемминги. Нет. Гренки у нас кидает хэвик. Потому что ему как раз скиллсы не нужны. Пробую сбить. Не, не достаю подвоем. Вопрос. Кто опаснее? А, ну вот мед и второго так. Отлично. Этого хоть не по дэмэджам, но зато мы снимем укрытие и сделаем его уязвимым. Поехали. Может у вас получится захватить эти контейнеры. Этот не в укрытии. Снайпер подходит, соответственно, стреляет из пистоля, убивает право. Потому что нужны киллсы. Это раз. Далее. У нас есть ход хэвика и есть ход лемминга. А, нет, какого хэвика? 81. Давайте два раза леммингами постреляем. Тем более, везде в фулл кавери. Давай, Гусев. Хорош. Гусев получает левелап. И остался левелап, соответственно, в райту. В рай. Г. Х. Т. Так, ну, не торопимся. Прислушиваемся. Где следующий пак? Гусев хорош, видите? Че, точности топовая практически. Приступаем. Им по киллсу, все остальное надо лить в снайпера. И не забывать про то, что у снайпера есть гренка еще. Я не слышу. Я вижу, где мед. Зачем я вообще сюда внутрь захожу? Не совсем понятно. Тарелка слева. Ой, тарелка слева. Причем она просматривается сразу же. Там входа нет. Капец. А, у меня ракеты есть. Че, переживает? Ну, лучше сейчас осмотреть все вокруг по ксиктоиду, чтобы не вышел на меня неожиданным. Это будет неприятно. Стенка минус, справа у Лемминга одного. О! Ну, это понятно. Эй, слышите? Слышали, слышали. Это сиктоиды, судя по-сему, внутри. Ой, не хочу я так подходить, конечно. Ладно, здесь вроде угол такой, что если я выйду через эту дверь, а лучше через окно, то я вроде как могу даже не спалить. Появляется он здесь. Соответственно. Сейчас надо аккуратнее. Я чувствую риск. О, как? Ну, хорошо, что мы их обнаружили. Два сиктоиды. Вообще, краем там, краешком. Хэвика надо за фулл кавер и в ханкер. Этим вообще нужно валить. И этого тоже надо направо уводить в обход. То есть тут ханкер, тут овер, а тут надо валить. Но не в этот ход. Увы. Что здесь я могу спулить еще ненароком. С богом смотрим. Короче, я хочу... Снайпер оставляем здесь, Хэвика ориентировочно пока оставляем здесь. Два лейминга обходят справа. Смотрим, где они стоят. Ну, не стоят. Полукрытие, кстати. Пробегает спокойно, этого не видит. Там еще крыша есть. Ну, вы знаете, я не любитель крыш. Черт, побьери. Прозрушено все. Надо дальше брать, обходить. Дропы говорят. Ну, это может быть. Нет, дропов нет. От меня дропов нет. По статистике тоже все ок. Ну, как так? С переменным успехом. А, ну там видит Эльдар. Все нормально. Он видит. Все в порядке. Там система автоматического информирования о превышении количества проблемных пользователей. Если там на одном из серваков больше 20%, то сразу в скайпе соответствующее сообщение отправляется. Итак. Я вижу баф. Не понял. А, этот бафает вообще. Понятно. А этот куда пошел? Он обходит меня справа, что ли? Надо этого лейминга тоже уводить. Сюда. Здесь овервотч. Здесь, конечно же, ханкер. Нам выходить на бафера нужно двумя леймингами. И в райтом его убивать. То же самое происходит. Сейчас он в дверь или в окно. Я не знаю где. А, вот здесь вот он. Я понял. Только не в снайпера. Слышь? Как ты видишь-то? Как ты видишь? Через окна как? Вот так вот, блин. Ранение у райта, которому нужен лайвал болен. Рокет тратить не хочу. Бафера я... Да могу достать бафера, но там полуукрытие. Вот как они видят таких? Вижна даже не было. А, он подошел стрелять по хейвику и увидел этого. Резонно, резонно. Ладно, фул кавер. Здесь тоже подходим. Сейчас через две гренки... Через одну гренку снимем укрытие. А дальнего как убивать будешь? Дальний тебя может обойти. Иду к точке. Ракет тратить на него не хочется. Так. Врайт. Или забить на врайта гусево кормить? Нет, 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 нет. Ну врайт ж... Ну пусть два хита. Ну пусть он там 20 дней. Ну две операции про... Все равно киллс-то надо ему дать. Но киллс я могу дать только если кину две гренки сейчас. Вообще могу хейвиком подойти, этого убить. К слову. Но дальний-то будет стрелять. Могу сделать гренку плюс снайп. Да, гусев кидает гранату. Снайпер... Буду снайпера кормить тогда. 68. А, он за полу-укрытием. Ладно, все равно надо стрелять. Блин, только не говорит, что мне нужно... Капец. Гренку на него тратить. Ладно, в райтон тратим гренку. К сожалению, не удалось мне. Убить. И будет еще... По этому самому в райту выстрел сейчас с фланга. Скорее всего. Здесь, конечно, можно пострелять. Но скорее я... В ханкер здесь сяду. Не, на Overwatch стану лучше. Тогда 35%. Но тогда этого не убьет. Не, давай Overwatch лучше. Чтобы он не ходил никуда. Или просто свалил. Беги. Беги. Есть. Не, не отходят. Overwatch срабатывает. Но этот вряд ли попадет. Ох, вот сейчас аркада пойдет. 35%. Фланг. Стреляет. По... Ох. Мажет. Ну окей. Мы его точно убиваем. Вопрос только кем. Снайперам нужно его убивать. Снайперы мы с пистолем. Страховка в виде хэвика есть. Сейчас мы кританем одним пистолетом. Если же не попадем, то кританем вторым пистолетом. 75%. Цель не поражена. Даже, блин... Ну я могу типа хэвиком проверить, но я не буду проверять. Что если я... Короче, я роки трачу на эту кукуря. Но... У меня всего одна граната. На того, кто внутри. И... Один косой товарищ. Ставку надо делать на хэвика. Причем именно на его... Пулемет. Потому что ракет нет. Одна гренка. И единственное, что стабильно наносит такой высокий урон. Это как раз... Вот эта пушка хэви. Промахиваются пацаны. 70-75. Промахиваются. Чего с них взять? Сейчас пробуем аккуратно подойти вот сюда вот. И надо будет думать о... О том, с какой стороны лучше пулить. Так, чтобы одна граната точно доставала. Скорее всего с правой. Что это было? Да, это оно. На всякий случай. Я пойду первым битым леймингом. Чтобы не попасть в просаг. После чего он разведывает. Так, чисто по прямой. Хорошо, не спулили. Четко за ним. Так, а в Найт же убил, да? Он убил гренкой, кажется, да. Сейчас сыкался снайперу, но уже это не столь принципиально. То есть хорошо бы, но это не... Я понимаю, насколько маловероятно снайперам без гранаты добить... Или снайпер с гранатой. Снайпер как раз с гранатой. Это было бы снайпер же с гранатой. Да, снайпер с гранатой. Тогда это топич. Значит, это раз. Это два. Это три. И четыре. Так, он ориентировочно проявляется здесь. Мне нужно, чтобы он прошел либо сюда, либо сюда. То есть я его агрю с этой стороны. Хорошо. Выиграли еще одну клеточку. Ой. Кажется, мы здесь не одни. Ну, Лемен, который не точно идет первым. Пулем. Чуть правее он оказался. Надеюсь, он вправо будет уходить. Я влево, блин, капец. Ой, как далеко. Так, ну, я его флангую в любом случае. Раз. Хэвиком снайпером докидываю гранату два. Хэвиком не попадаю. Риск уже серьезный. Отступать нельзя. Он меня в следующий ход. Да я в курсе лагов. И в курсе, что решает. И вижу, как решает. В этом даже и писать-то не стоит. Свои циферки. У всех. У всех сейчас, кто на первый оригин стримит, у всех сейчас проблемы. Циферки, блин. Мы видим проблемы. Еще раз. Ну, бас. Короче, у нас один пока не стреляет, но если гренку кинуть, может быть и получится. Попробуем максимально обойти его с фланга для начала. Леммингом точным. И это не фланг. Поэтому сначала у нас идет гренка. Аккуратненько снимаем. Снимаем стенки. Надеюсь, что сниму. Очень надеюсь, что сниму. Кота сейчас покажут. Стенка не снята. Как дела, Бесса? Все хорошо? Ну все, иди уже. Иди, иди. 75 меткость как была, так и осталась. Ох, меня сейчас покоцают. Вот, я чувствую. Ясно. Я тут ничего не видит. Хэвик видит на 33%. Короче, либо этот попадает, 75, либо я умираю. 75. Ну давай. Один хит. Твою мать. Так, я подставляю под него... Не, ну Хэвик может еще попасть, конечно, 31. Блин, как я вас ненавижу. Я подставляю под него... Убитого в райта. И все. Он уходит. Ну это ваншот, гарантированно. Вопрос ли к кому? Надеюсь, что да, он лемминга убивает. Так, не паникуем, не паникуем. Окей. Снайп видишь. 38 меткость. Фланг и минус. Он все равно был битым. Попробуют снайпера его отстрелить. Хотя из винтовки, может быть, даже будет... Не, такая же играет. Ну, 38, пробуем. Убили. Ладно. Одного потеряли. Один прокачался. Там ранение. На самом деле это так. Снайпер. Второй снайпер. Гусев. Йес! 80 точность. Шикардос. Так, 50 элериума. Это все сплавляем. Сейчас надо еще леммингов набрать. Качать звание Хэвику. Так, есть ли бойцы? Это 15 дней. Нет нормальных бойцов. Еще рекорд уберем. 5 штук. В лабе 6 дней сков будет. Эльдар написал, что со временем лаги уйдут. Сори за это. У нас в последнее время рекордное количество входящих стримов. Там по 500 одновременных. Так, я думаю, что надо лифт пилить. И здесь электростанцию. Давай, скидываем. Гидро построить бы. Так, 3 дня новобранца. Следующая миссия будет пожестче. Но у нас есть 2 снайпера. Есть тяж. И... Ну, штурм. Точно есть штурм. Но я не уверен, что... Мы получили... Ааа, задание совета. Вывожу на экран. Это, которое я скипал. Я рекомендую. Типа, ты иди. Типа, 2 ученых. 140 снижения. Астрономы. Это thing-мены. Это скриптовые миссии. Нет, нет, нет. Я попробую трай прошлый. Как в прошлый раз. Там все получалось, если бы... Так, бойцы новые. Стоп. Новые бойцы. 5 человек. Ищем достойных. 37-80. Топич. Ну, в смысле, топич по точности. 38. Это, конечно, паникер тут еще. 55-75. Вот это просто за... На один шажок не топ. Давайте еще. 50-70. Так, это сразу уволит, чтобы не мазурило глазами. 49-70. Тоже неплохой товарищ. 60-60. Ну и дальше уже старые пошли. Неплохо. Два товарища на прокачку. 55-75. 37-80. 49-70. Ну, двух точных, наверное, возьму. Но в следующей миссии только одного максимум. Потому что она сложная. Вообще, можно просто сейчас качать хэвик и двух снайпов. Пусть даже штурмаж будет. Не важно, там кто будет бегать. Главное, чтобы кто-то бегал. Ну, лемминг подходит на самом деле. Окей, скопы ждем для двух снайперов. Сейчас уже будут готовы благодаря этим. Фрагменты оружия. Хорошо. Два скопа нужно заказать. И дальше лучевое. Вместо 132 дней в прошлом Трае, помните? Сейчас сразу 56. Мои первые проекты завершили быстрее, чем в два раза. И лазерное оружие у нас будет значительно быстрее. Потому что ученых я взял позже значительно, по миссии. Итак, в инженерном берем два скопа. По 40, но снайперы. Снайперы, снайперы. Как безгрейных будет качать? Не надо еще скоп. Как снайперов? Со скопом 98, точность. Не знаю, как-то так. Но этого 80-90. Нет, фуфа сегодня будет. Сегодня традиционно только икс ком. Так. А штурм у нас клевый, да? Точный. 82. Иран инган, все дела. Может быть, стоит на следующем месяце со штурмом сходить. Потому что он прикроет пацанов. Она будет сложной. Дальше нам нужны инжи. Сейчас миссия будет. Лифт готов к работе. Лифт. Слушайте, а может тогда пар? Мы же сможем... Ладно, поехали. Сейчас паника. На глобусе отмечены точки, где произошло... Двое ученых. Саппорт сержанты. Не дают инжей, к сожалению. У меня саппорта нет. И это сразу... Сразу буст хороший. Потому что штурмовиков я не очень уважаю. Мне нужен человек, который... Ну, правда, он не точно будет, скорее всего. Бабло не очень. Ученых мало. Не, надо брать... Либо бабло и ставить в мастерскую на частично эти деньги. Но здесь чрезвычайная сложность. Но сержанты это прям три скилла у него. У меня... У всех один скилл сейчас. То есть он мне реально может помочь. Со всем своим дымом, лечением и прочими. Канада. Что по ситуации? Аргентина, Германия, Канада. Аргентина, Германия, Канада. В Европе Германия выходит. Одна страна только выходит. Аргентина выходит тоже. А что там было еще? Аргентина... А, Канада. Канада выходит. Везде по одной стране выходят. Одна страна, одна паника. Одна страна, одна паника. Одна страна, три паники. Германию по геополитическим темам нужно защищать. Ну что в Германии? В Германии бабло. Ай, блин. И миссия сложнее. Не, давайте через саппорта все-таки. Итак, два снайпера. Тяж и штурм. Саппорт будет после этой миссии. И он, кстати... Школа офицеров, кажется, может... Нет, кажется, не получится. Школа офицеров. Две гранаты, два скопа. Аптичек нет. Фигово. Штурмовик. Может взять одну аптичку. Игренки полезнее. Поехали. Нам нужна дистанция. Нам нужны правильные позиции снайпам. Нам нужны киллсы. Есть страховочная ракета. Есть пара страховочных гранат. После этой миссии дадут очень топового товарища. Не в плане меткости, но в плане количества званий. И у него будут соответствующие саппортерские какие-то скиллы. Да, стрелять он... Не знаю, как будет. Ох! Карта, кстати, под снайперов хорошая. Да и под хэвика тоже хорошая. Вас понял, рейнджер. Десантирование разрешаю. Но... Блин. Хорошая, когда у снайперов есть общий вид. Так-то я часто на этой... Миссии Гуфулсон. Так, хэвик подходит, но старается не пулить. Это раз. Штурм подходит ориентировочно сюда. Снайперов, скорее всего, надо будет выводить сюда. Ясно. Иноптимист поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Главнокомандующий Бобер. Причины вашего страха понятны. По поводу миссии советов. Вы считаете, что это удачный трай. Но будьте реалистом. Этот трай Гуф. Как и следующий. И следующий. И следующий. Изучайте новые миссии. Оно того стоит. Стоит. К тому же это весело. Хи. 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 Это, кстати, японский десерт. Спасибо, не знал. Хи. Ладно, снайпы кое-как. Прислушиваемся. Ну, хорошо, что он стоит там. Ну, сектоиды, да. А кто же еще там? Ай, как же я хочу снайпера все-таки вывести так, чтобы они, да. Гуси вроде выходят. Подожду. 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 Тут сразу пулится много, когда вот на эту клетку сразу вижу, открывается такое, что мама не горюет. Не, лучше хэвиком. Смотрим. Никому. Так, этот на обход. Хэвик сюда, снайпер сюда. На следующий ход. Тут меняем на винтовку. Снайпер, повторюсь, без общего вида, поэтому поэтому должны быть всегда вижени, недалеко. А, прям по курсу, я помню, что это было. Да, за чертовщина. Это беда. Это беда. Хочется даже сюда зайти. Ладно, пробуем. Ну, не вот за этот, а вы понимаете. Очень опасная миссия. Мне бы, чтобы пак спулился на овервочи. Так, высокая. Это же 10 человек, да? Высокая. 3-3-2-2. Что за шум? Или 3-2-2-3. Ладно, хэвиком подхожу сюда. Укрытие очень хорошее. Тут овервоч, тут снайпа подведу. Второго, потому что он слишком далеко уже. Тоже под фулл кавер. Необходимо чередовать оружием для того, чтобы увеличить шанс овервочем. Да, это понятно. Я, пожалуй, штурмовиком сюда пойду. Могу слева, правая убедить. А, увидел двоих. Так, за фулл кавер один, за фулл кавер второй. Ну, я отступаю просто нафиг. Здесь ханкер. Здесь ханкер. А здесь только один овервоч, и то этот. На случай, если он просто бежать будет. Обход. Что, с фланга, что ли? Да нет, он не успевал бы никак. Это просто он полностью обошел. А вот второй подходит. Так, у того полуукрытие. Снайпер видит только один. И флангует меня в следующий ход. Здесь 78, неплохая вероятность. Но если нет, то это да. В принципе, я могу с... Так, а у этого овервоч. Он отсюда сюда подошел. У него овервоч. Я могу в рамках одного укрытия ходить. Так, ладно. Какие варианты? Правый товарищ. Полуукрытие. Хороший вариант для того, чтобы добить. Если не убьешь, можно подойти вторым снайпом и пострелять отсюда. Фланганут. Фланганут. Ну отсюда тогда. Ну, хрень, а не укрытие. Согласен. Какова вероятность? 78. Отличная вероятность. Далее что? Здесь. Здесь можно пробежать. Это тебя на овервоч не спалит. Ты кидаешь гренку, освобождаешь ящики и убиваешь его хэвиком. Если ты мажешь снайпером, какова последовательность действий? Все очень плохо. Все очень плохо, потому что тебе придется тратить ракету направо, чтобы тебя не зашел левый. Ну окей, хорошо, значит, все равно опций не так много. Здесь, во-первых, с критом на 78. Давай, Джоунс стреляет. 78. Два хита. Ну ёпы, РСТ. Есть топ-ц вторым снайпером добить, но есть топ-ц еще вторым снайпером спулить. Не знаю, что хуже. Овервоч того не сработает, вот отсюда мы увидим. Блин, спулил. Рэпак. Это грязь. Это просто грязь. 76 на то, чтобы... Ну, там один урон, скорее всего, будет от пистолета. Ой, какая грязь. Короче, надо хэвиком, наверное, стрелять ракетой сюда. Двоих я задену. Третий мне фланг гонет. Нет, не опция. Этот на овервочем. Что могу? Ну, сюда я не могу отступить. То есть я могу отступить сюда. Могу даже грянка этого ближнего добить. Это может привести к панике у этого. Если я встану на овервоч, например, сюда... Да, еще пакс пуль. Короче, скорее всего, сюда. Никаких ханкердаунов. Кидаем гранату в этого. Убиваем его. У меня обходит снайпас еще с Вася. Обходит снайпа. Да, обходит снайпа. Надо им подставить цель. И до штурмовика. Чтоб они не дошли до снайпера. Снайпера видит только этот. Его там и грянкой убьем, допустим. Ну вот, что делать? Но они скорее этого увидят и будут по нему стрелять. Чем этого фланговать. Ну и что-то нужно делать с левым. Короче, здесь отступление. Гренка минус этот. Там двое, здесь один. Предположительно паникует. Обойти не сможет. Так не сможет. Два, три, четыре, пять, шесть. Обходит ровно. Подожди, я могу. Не можешь. Не, можешь. Ты можешь сюда подбежать штурмошон. Овервоч этот не сработает. И ты отсюда сам теоретически можешь кинуть гранату. А этим, например, уйти. Ну а какая разница? Какая к черту разница? Все равно проблема в левом. Ракету я сразу кинуть не могу. Потому что кину ракету, обойдут с фланга. То есть мне нужно в любом случае хэвика отсюда убирать. Увы, саляви. Убрал. Гранату может только хэвик. И он должен убивать этого, повторюсь. Потому что снайпер. Спулил пак зря. Так бы сейчас мы спокойно одного раздраконили. Второй бы свалил просто и все. О, анриел кое-что там. Поточку. Допрос мутона. Ха-ха, хорошо. Нарисовал даже. Итак, есть раннган. Есть... Слушайте, я хочу овервотч сделать так, чтобы... Чтобы штурм как-то снайпера прикрыл. Нет, везде флангуют. Сейчас... В лучшем случае будет стрелять только один. По фулл каверу. В худшем случае будет стрелять двое и оба с фланга. Законтрить я это уже не могу. О, я же здесь могу ханкерить. Он же не видел никого больше. Я ханкерю. Это хорошо. Если этот левый... Он не отступает, он наступает. Но не обходит с фланга. Беги, беги. Не стреляй. Стреляет. По кому? По хэвику мимо. Но угол был опасный. Там процентов 40 было. Этот, надеюсь, его будет заливать. Он будет стрелять по фулл каверу. По ханкердауну. Но, скорее всего, он будет подходить к хэвику. Нет, он будет стрелять по этому. Отлично. То есть маловероятно, что попадет. Фу, хорошо. Значит, того мы обходим на язычах. Флангуем, убиваем. Ну как на язычах? Мы можем спулить кого-то. Есть такая вероятность. Там можем подставиться. Короче, недалеко надо отбегать. Вот так вот где-то. И убивать его. 89. Повышение получает хэвик. Здесь снайпер должен уйти на фулл кавер. И, скорее всего, они все в ханкере будут сидеть. Он видит, я понимаю, что он видит. Но там укрытие такое. У нас еще штурмовик не подошел. Он должен занять позицию хэвика. Подтянуться поближе. Ну, хэвика, кстати, он может увидеть. Овервочи мне не помогут. Ладно, давай ханкер. Ханкер, ханкер. Я надеюсь, что он просто хэвика не видел и не сможет к нему подойти на выстрел. Он будет просто продолжать стрелять или пойдет. Ну, хотя он увидит хэвика практически в любом случае. Он подходит и видит его. И это 50 на 50. Даже больше. И мне очень везет. Баффер. О, следующий пак. Надо вспомнить про ракету. Три человека. Разбежались очень хорошо. Рокет как бы ни о чем. Я вижу под фулл кавером товарища, который бафает. Сейчас мы оценим вероятность двумя снайперами. У них все-таки есть скоп. И, глядишь, подбежим, гренку кинем, там добьем. Что у нас по вероятности? 50-50 процентов. Это хреново. У тебя повыше вроде, да? 58, соответственно. 50-58. Здесь надо валить. Для ракеты еще слишком рано. А штурм что может? Ничего он не может. Короче, надо обходить. Как-то и этого убивать. То есть, нужны полные укрытия и нужен фланг. Ждать, когда те подтянутся. Желательно, чтобы они стянулись сюда. Чтобы у меня была опция по ракетам. То есть, хэвик должен стоять вот здесь. Штурмовика мы обводим вниз. Блин, его могут фланг донуть. Нормальных укрытий нет. Он может подойти. Блин, штурмовик не к силу, не к городу, а. Сейчас, секунду. Итак, логика какая? Снайперы пока стоят, их не прострелят два человека. Они не будут играть в рулетку 58-50 прострелей бафера. Потому что это повышит шансы на попадание по ним с 35-50%. У нас есть еще как минимум один ход. Есть, конечно, опция кинуть ракет просто и достать. То есть, в принципе, можно рискнуть, зная, что у нас есть страховка. Гренка я, кстати, могу не достать. Более того, я же попадусь... Пока, подчеркивание, лавер поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Зачем, мистер Мерчук, зачем? Зачем, зачем вы это делаете? Зачем, зачем встаете? Встаете. Зачем продолжаете? Неужели вы верите, что сражаетесь за что-то большее, чем ваша плотина? Тогда скажите мне, что это, если знаете? Свобода? Или истина? Может быть, мир? А может, любовь? Это иллюзия циркумфлекс. Куда тебя понесло вообще? Короче, я, во-первых, не докидываю гренку с хорошей вероятностью. Тут нужно еще клеток 9. А я схожу на 6. Но, смотрите, в чем соль. Я могу сделать run and gun. И попробовать включиться этим. Он тоже достаточно меткий. Мне все равно нужно делать рывок досюда. И все равно я не смогу сделать ханкердаун. При этом получается, что... Он меня обойдет? Уголок будет острый, да. Короче, run and gun. Это правильное сейчас действие. Любопытно, как ты, исходя из базовых последовательностей, приходишь рано или поздно к оптимальному. И не попадаешь по баферу, потому что тупо его не видишь. Красавчик в чем? Итак, мы, по-твоему, будем сейчас стрелять снайпером и этим по этому. Это чушь редко снайп. Снайпер могут пострелять, а этот должен стоять в овервотчу. Потому что ему стрелять по баферу резона нет никакого. Отходишь. А хэвик-то может же пострелять тоже? Ну да, 26. Ну пробуем, ребят. 58. Раз. 58. Попади просто 58 и все. Мимо. Кажись, это последний. И 50 на 50, но с критом. Сейчас пара овервотчей, скорее всего. И молимся, что нас на 35 не прострелят. И не обойдут штурмаша с фланга. Тут заходят. Баф пошел. Там еще два бафера стоят, гады. А этот может. Ну, 35 у него. Твою мать. Вот вы не попадаете 58 и 50, а он попадает 35. Медкомплекта у меня нет. Снайпера я стабилизировать не могу. Я не сдаюсь, потому что мне сдадут саппорта, а один снайпер-то остался в конце концов. Но это трэш. Фален, подчеркивание, и темплар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, твоим стримам не хватает пульсомера. Чтобы пацаны в чатике видели, когда ты горишь. Я не горю. Я хладнокровный. Короче. У нас есть рокет. И нет понимания вообще, что с ним делать. Потому что сейчас я рокетом закидываю только двоих максимум. Но возможно эти двое как раз... А там еще трое. Ну а толку? Ну он у тебя не это самое. Ханкер даун и жди. Понял? Понял. Жалко снайпа. Хотя если я в три хода успею... Ну что, рокет-то два хода. Если они сейчас подтянутся, то можем... Нет, там бафферы не подтянутся никак. Не успею никак. Бафают снова этого. Подходят. Ну здесь шокучность повышенная, я вижу. Стреляет по хэвику, но тут не пробивается укрытие. Это плюс, безусловно. Два хода умрет. Вижу трех. В принципе, если мы кинем сюда рокет, то это будет сразу минус два. Но это и ежу, понятно, в общем-то. А там мы продолжаем не достреливать. Ну если реально двух бафферов убрать, тогда я смогу продвинуться. Могу даже по двум пострелять. Этим гренку кинуть. Этим прострелить того. Да, давай. Рокет, пошел. Так, штурмаж ни черта не успевает. Снайп. А, там ханкердаун у него. Нифига себе. Первый раз это сектоиды видел. Ханкердаун. Можно марш-бросок сюда. Меня не обойдут все равно. Там игрочи нет. И я могу тогда его неожиданно... Он же меня не видит, правильно? Никто меня не видит. То есть я следующий ход делаю... Так, лучше тут ханкер. Забиваем на снайпа. Слева двое, справа один. Подходит, видит. Хэвика стреляет, промахивается. Ой, нет, какой он! Я в порядке! А, я же не в ханкере был. Мы сейчас в ханкере. Это капец. А не трай. Так, 58 поэтому. Есть run and gun. Но за полуукрытием. Потому что там еще один. У него, кстати, овервотч, скорее всего. На рывке вероятность достаточно низкая, что он попадет. Да как так? Откуда у тебя овервотч-то? Он же в ханкере сидел. Это капец. Снайпером пробую снять. Такой трай за паром. Откуда у него? Овервотч. Я так и не понял. Подходит сектоид. Овер или стрельба? Стрельба могу флангануть. Снайпер еле выдерживает. Беги. Так, у нас умер. Меткость 36. Это забей. Просто забей. Он не попадет никаким макаром. Но он должен попадать. 59 меткость. Давай. 100% крит. Хорош. Осталось двое. 2-2. Но я ранен. Я за полуукрытием. Простреливают снайпера. Точно снижается. Этот отступает. И что, отстреливать еще оттуда? А, не охренел ли ты? Но я его... Никаким образом... Кроме как вплотную... А, третий, четвертый пак! Про тебя-то я и забыл. Реально забыл. Я думаю, это последний. Все. Капец. Что-то я забыл, что там четвертый пак. Думал, что все, два в два осталось. Ено-оптимист поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Главнокомандующий Бобер. Есть рационализаторское предложение. Если жалко рисковать хорошим Траем. После провала Трая, не выходить, а промотать время до миссии Совета. Иди на нее с лобусами. Просто пробежаться. Умереть. Немного познакомиться с картой и противниками. Аликстроли поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. 80. В Багдаде все спокойно. Ребята. Прочь нервы. Только хладнокровие расчет. Ой, я ударил микрофон на этих словах. Короче, я воодушевлен. У меня 80, 80, 70 с первого Трая. 55 закопаем просто, человека. Рос. Чувствую, этот Трай будет победным. 80. А что по морали? 49. Уэллс. Уэллс. 70. Нур. 39. 80. Четырок, да? Ну и маленький Лемен, которому мы должны... Воле 31, меткость 55. Перец. Иван, перец. 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 Господи, Ваня, Ваня, Ваня. Главное, да, чтобы снайпером тот не был. В общем, помним эту карту. Здесь очень часто появляется пак сиктоидов. Прямо в первой же комнате. И мы ее должны забрать. Третий Трай на сегодня. Но, повторюсь... А, нет, четвертый Трай на сегодня. Динамика все равно мне очень нравится. То есть, миссия первая проходится легко. Вторая, в принципе, тоже. Да, если б я там не нафейлил. Проходим. Пулем пак ориентировочно здесь. Да, да, да. Это дефолт, вообще. Так, двое на правой тоже дефолт. Один уходит за угол. Двух правых, конечно, можно гренкой. Я в прошлые разы тоже их гренками мочил. Читывая закрытые двери, я полагаю... А, да, меня тут останавливало то, что... Да. Ну, я попробую. Будет парочка выстрелов, я думаю. Но, кажется, нет. Кто нам нужен? Рос и Уэллс. Ну, например, Рос стреляет... Нет. Леммингом стреляет тогда. Хотя, исходя из логики, что эти все равно справятся, лучше тратить гранату тем, кто поточнее, потому что фиг ты потом лемминга прокачаешь. Так что Рос тратит две. Вообще, не Уэллс, а Нур мне нужен. Может, пистолетиками? Кого видишь? 81 неплохо. Двух видишь? 52. Нур 80. Ну, и ты еще гренкой можешь, да, контрольчику закинуть. Ну, давай, тогда не будем тратить. Уэллс 81 раз. Хорошо, Уэллс получает галочку. Уэллс... Нурс... Блин, не того. Не того. Еще 50 на 50, а потом гренка. Давай. Понятненько. Серьезно, две гранаты пришлось тратить. Единственный момент сейчас. Сектоид один, третий. Он же... Он же может выйти пострелять, но я за фулл кавером с одной стороны. А, это Иван Перец вообще получил фраг. Молодец. Этот заходит. Что? Только Иван и не трож. Они отходят! Уходит. Отлично. Паника пошла. У него фулл кавер, но в принципе можно кинуть третьи гранаты на первый факт. Не, там дальше крыша будет, там попроще будет. Да он убежит просто в следующий раз. Давайте лучше я его... Так, у Веллса есть киллс, пусть он... Лучше он кидает гренку. Фулл кавер раз. И снимаем не всю стенку. Вообще лучше снять уголочек. И то не полностью. Вот так вот лучше снять даже. Можем пак спулить за дверью. Но не спулили. Так, Перцу вообще ничего, никого не надо убивать. Здесь никто ничего не видит, к сожалению. Нур подходит. Стреляет. 87 убивает. Теперь Россу остался. Киллс. Это она. Сара Росс. После друзей у меня рос. Только мужское имя. Сейчас нужно одного уводить влево. Прямо по курсу звук, кажется. И я возьму перца. Учитывая то, что у него есть киллс. И у него нет точности. Ну, это сравнительно безопасное такое мероприятие. Сходите проверить, что за углом спулить на себя. Для того, чтобы пацаны здесь подготовились лучше к ходу. Справа мед. Да я видел, я не ведусь на мед. Я жизнь научила. Справа. Справа. Ой, даже так. Очень близко. На улице получается. Ладно, хрен. С ними смотрим сначала так. Никого. Мне на крышу хочется. Здесь крыша вообще шикарная. Главное увезти всех сзади. Тут до лестницы нужно добраться. Скорее всего, справа кто-то будет. Они шумят справа, кстати. Я до крыши сначала, уважаемые. Двигаюсь к точке. Хорошо. Два пака. Три плюс два слева. Внутри здания. Вот как раз на них мы и пойдем. А те рано или поздно просто выйдут и... Ой, я могу с крыши же правых убить. Они в здании, скорее всего. Хотя та же самая хрень. Не, надо просто кому-то все-таки одному идти. Скорее всего, никого не будет все-таки. Потому что, судя по звукам... Они в разных концах карты. Могут, конечно, и скорее всего переместиться в тот или иной парк. Я лучше слева товарища возьму. Во-первых, потому что помню, что там внутри за архитектурой этого здания. Перец у нас останется. Пулить пакем. Пацаны заходят наверх. Без рыбка, естественно. Потому что есть вероятность, что они еще на крыше. Но... Нет. Дальше задача пройти к той двери, которая... Которая ближе всего, судя по звукам, к пришельцам... Спулить пак на перцем. Вот видите, они в соседнем здании. Так. Перец проходит. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Ясно. Начинаю наблюдение. Ну. Сейчас направление, если покажет. Направление, какое направление, да? Выдвигаюсь. Могу снизу впулить, да. Видите, они здесь оказались. Телепортировались. Разбежались. Ох. Ну один флангуется. Мне нужно сюда валить. Как там? Держаться хоть или не держаться. Вообще они под гренках неплохо стоят. Вообще отлично стоят, кажется, под гренки. Да. Это все в одну гренку. Нам нужны киллсы роз. Роз ты как? Роз без гранаты. У нас, в принципе, одна граната. Капец. Ладно, тогда Нур подходит сюда. Сфлангует, видит одного. И пробует посмотреть, как он вообще задевает. Ну, ключевое задеть, конечно, вот этих вот двоих. За укрытиями. Но укрытие не так важно. Блин, какая грязь там. А нижний? Да нижний не поможет тебе никак. У меня там вероятность 36% по лучшему. Еще не поздно, кстати, отступить. В общем-то могу. Этого я флангую точно. А этими стреляю. Какая вероятность сверху-то вообще? 99, отлично. 68. Ну, у тебя гренка, Вась. Ну, тут тоже метки. 70 и 80. Можно дать им возможность проявить себя. Да, пожалуй. Поехали. Так, здесь нужно точно встать, чтобы этого увидеть. Так, конечно, никак их не убиваю, получается. Все равно один остается. Да, нижний, кстати, из-за мусорки. Ну, короче, сделаем следующим образом. Нур кидает все-таки гренку. Потому что она не только нанесет неплохой урон, но и снесет мусорку, которая прикрывает барсука. Навестись на двоих я не смогу. Снести мусорку плюс правый. А правый не нужно, его флангуют. То есть задача убить вот этих вот двух. Кидаем гранату. Два выстрела сверху, один выстрел снизу. Один фланг сверху должен мочить этого. Ну, тут впритык. Если и хватает выстрелов, то очень сильно впритык. 60 по этому. Ну, по этому, естественно, надо стрелять. Раз. 90. Уэллс. А это 70 будет стрельба по этому. Ну ок. И не факт, что я этого убью. Потому что, хоть и фланг, но мы же знаем, криты такие. Убил. Хорошо. Это как тебя звать? Подожди, вдруг не будет рея, я тебе запишу. Уэллс. 70. Зря тебе второй килл сдали. 57 меткость у перца. А здесь 66 меткость. В любом случае, стреляем. Рос. Есть. Убила. Молодец. Это последний соло килл. То есть это... Слушайте, я могу же вообще отступить. Он сейчас паникует и все. Мне даже не нужно леммингом пытаться убивать. Это вредно. Конечно. Все, уходим просто. Зачем? Зачем мне делать килл с человеком, у которого уже есть килл? Пусть он валит отсюда нафиг. Ой. Ой-ой-ой. Как? Нет, только не фланг. Не успеешь, не успеешь, не успеешь. Нет, не успеешь, не успеешь. Не-не-нет. Нет, 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 нет. Нет, ты паникер. Почему они не паникуют? Кого потеряли? Восьмидесятку потеряли. Гага еще чекает. Повроде логично все было, да? Я специально, чтобы отдаться побыстрее. Почему он перцем не стрелял, кромат? Ну я же только что объяснил, что если ты убиваешь двух людей из пака и ранишь еще сектоида, он практически всегда убегает. Перец с точностью 55. У него уже есть один килл. Он не нужен, он и там попадал с вероятностью 56%. То есть не факт, что он попадал. То есть он умирал ответным выстрелом, если там противник что-то там собирался делать все-таки. И была еще группа, которая под полуукрытием наверху. Ну кто же знал, что он пойдет в атаку вообще? Кто знал, что он пойдет в атаку? Никто не знал. Логично было подставить Лемминга. Так в том-то и дело, что он не должен был в принципе идти в атаку. И Лемминга подставляет зачем, если тебе звания не дают в конце. Но тебе не дадут звания. Тебе придется в следующий раз Лемминга такого же упоротого качать. Чтобы получить штурмовика, например. Зачем? Я попробую сейчас немножко по-другому. Сразу двоих вправо в тыл отправить. Сначала хорошее было. Ну я, наверное, зря просто... Во-первых, я не ожидал, что этот пак здесь будет. Потому что по звуку они... Один пак в этом здании, другой пак за первым зданием. То есть по центру вроде никого не должно было быть. По факту получилась хрень. Пробую пробежать по аркадненькому. Блин, пробежал по аркадненькому. Я не думал, что спалюсь. В любом случае, 3 плюс 1. Поехали. Здесь необходимо найти место, где можно спрятаться нормально. Тут места нормального нет. Наверное, вот здесь вот все-таки. Ну, ханкер, ханкер нужен. Обойти троицу они не смогут. Надеюсь, что слева не будет нового пака. И я выйду через дверь к дальнему. Этот подходит. Стреляет в угол. Нормальный. Стенку не сбивает. Второй подходит. И второй на овервочи сидит. Блин, надо помогать ему. Надо помогать отсюда гренку раскинуть. Достану второго. Достану. Ну, две гранаты убиваем. Россов с 80 стреляет первый. В принципе, я могу и пострелять. Опять же. На овервочи стоит тот, кто с маленьким количеством хп. И это перец как раз может. Давай, перец. 75. Ты сможешь. Хорош. Перец получает плюсик. Ну, и соответственно, я здесь могу подойти под... Не, не могу подойти под... О, я же этого вообще могу убить. Он стоит в углу? Он не стоит в углу. Он не стоит в углу. Убью ли я его? Этим вряд ли. Ладно, перец. Подхожу под фулкауэр. Смотрю, насколько там фланг не фланг. И вероятность какая. Не, я его не вижу. Ну, значит, просто... Стой. Блин, хрень. Вторая гренка, что ли? Да. Уэллс получает второй плюсик. Остается один сектоид. У меня фулкауэр вроде. Он подходит. Прям вот... 35 ровный. Без угла. Сучок. Не паниковать. Нет, нет. Пожалуйста. Скоро буду. Скоро буду. И ушел такой. Молодец. Это надо было начинать так же, как в прошлый раз. Ну, я думал, что не сагри их. Но это все равно рискованнее, чем идти влево. Потому что ты можешь и здесь пак встретить, и слева спулить. Поэтому не стоит выдумывать. Можно, знаете, что попробовать сделать? Можно попробовать... Так, они здесь. Можно по правой части попробовать к ним дойти. Так, чтобы я был ближе к флангованию после их дефолтного укрытия. По правым краям. Можно, кстати, одним сполить слева, а тремя, собственно, зайти сюда. Ну, как-то так. Я даже, наверное, не сполюю их. Отлично. Так, а это следующий ход их пулит. Кингран по темноте. Да нет, зачем? Может, без гранат обойдемся. О, пак справа. В центре. В общем, судя по звуку близкого. Так, ну, проверяем, есть ли здесь пак. Бывает, что и нет. В общем-то, поэтому... Кто его знает? Работаем. Не работаем. Чуть-чуть подходим. Ну, я мог не увидеть. Там как раз пустой угол. Я не хотел подходить под полуукрытие, чтобы... А то, даже если ты под полуукрытием, как видите, стоишь, никто тебе не гарантирует, что этот упырь попадет с 35 и кританет еще по тебе. Короче, пулем их. Отсюда. А тут никого нет. Обманули сектойды. Нельзя быть таким доверчивым бобром. Ну, окей. Тогда план немножко меняется. Двигаюсь в сторону. Двери. Один разведывает. Я слышу, где пак. Кажется, мы здесь не одни. Я не хочу туда. Я там как только выйду, сразу попаду просто на перекресток, где все все видят. Просто все все видят. Это фактически центр карты. Пересечение. Вон, смотрите. Там, где меня, в общем-то, в прошлый раз и мочканули. Пулишь не тем перцем надо. Так можно и перцем пулить. Ну, в смысле, не важно, кем. Пока еще не важно. Килсофта нет. Как бы ты не знаешь, кто не должен убивать сейчас. Перец тоже должен убивать. У всех есть гранаты. Все равны сейчас. Да, он справа. Надо, наверное, к нижней двери этим алемингом к углу подходить. Ну, если здесь, конечно, никого нет. А здесь похоже, что никого действительно нет. Подходим раз. Подходим два. Подходим три. Там подсказывает, что, мол, мел через стену можно собирать. Прикольно. Опа. А что я их не слышал-то в прошлый раз? Ну и ясно. А я уже не хочу выходить. Капец. Может, на крышу полезть сразу же? Он меня с нижней крыши-то не увидит отсюда и глядись. Ну, проверим как раз. Там три клетки вроде как. Не должно быть вижена, по крайней мере, у него. Потому что я выше нахожусь и дальше от выступа. Да, отлично. Так, ну, здесь я подхожу, но дверь не открываю. Как бы, просто туда я не хочу выходить, потому что там может быть второй пак. Нафиг это нужно. Сейчас мы смотрим, кто из них кого бафает. Кто где стоит. Этот упырь. А как ты видишь-то? А, не видишь никак. Значит, его с крыши будем пытаться снять. Никто никого не видит. Все стоят на овервочах и улыбаются. Чисто в теории я могу, конечно, этого... А он под фулл кавером сидит? Лестница это фулл кавер? Так, второй прям за стенкой. Там мне ховер в отчем. Полиция или не полиция, вот в чем вопрос. У меня тут одного хода не хватает. Как ты видишь-то? Схренали, извините. А, там дверь просвечивается. Ну вот и все. Пробую с крыши снять, это 57 фигня. Может, ты через стекло и гренку докинешь? Да ладно, еще как-то гренку можешь кинуть. Нет, мы стенку можем снять, гренку кинуть. Я вижу двоих. Один за углом, там все овервочек сидят просто. Вот в чем дело. Ты видишь тоже двоих, 57 и 56, потому что фулл кавер все-таки. Да. Ну поэтому гренку выстрел или две гренки напрашивается. Того обойти мы не можем. Все, овервочем. Ладно, открываем дверь для начала. Так, ты. Ты. Закидываем гренку. Подвоем, ну никак тут. Ну никак. Ай, ай. Ай. Поехали. На, подавись. Сейчас, бац, стеночку сняли, там еще один пак. Та-дам. 97%. У-у-у-у-у-у-у-у. У Уэллсу нужны килсы. Не так сильно, как... Но с другой стороны, не может же другого ничего сделать. У меня только одно действие. Не, она гренку может кинуть. Гренку может кинуть на двоих нижних. Не, двое, не важно. Главное, это всем, что делать не совсем понятно. Его, наверное, надо фланговать и на пофиг пытаться убивать. Короче, ладно, Уэллс убивает этого, но ситуация сложная. Уэллс получает два кругляшка. Ну, этот упырь-то стоит. Дверь я не могу закрыть. Он на овервочем. Неужели две гренки под него? Ладно, давайте тогда реально две гранаты. Да я не могу отступить, потому что я этой дурочкой уже кидал. А, нет, стоп. Он мне фланганет пойдет. Ну, ты на овервочем становись. Чего ты не хочешь на овер встать? То есть отступаешь, например... Да, все равно тебя может пробрить. Да не, это самое, не алло, давай. Убивай через две гранаты, не выпендривайся. Слишком близко он. От взрыва не убить, потому что взорвется не сразу же. Сейчас от второй гранаты взорвется. Но если я сейчас ход пропущу, он отойдет. Машину взорвется в следующий ход. Да, точность, конечно, аховая. Ладно, перцу. Кругляшок. Граната там одна всего осталась. Сейчас машина взорвется. И остается три плюс два. Я предлагаю зайти еще, по крайней мере, одним на крышу. И прислушаться. Чтобы понять вообще, куда идти. Влево, прямо. Опа, это как? А, это с соседнего здания. Пак из двух выходит. Кто-нибудь сможет овервочность, нет? И не смогут. Так. Предлагаю третьего на крышу. Подальше причем. Будем ждать, когда тот выйдет. Здесь ханкерим. По-черному. Будем просто бафера убивать. Это все. Его там накачают. Того, кто бафает, я не доберусь до него никак. А вот этот будет выбегать. Шишкам, аккуратненько. Стреляет. Укрытие снял, что ли, или что? И не снял. Все нормально. И ждем. Терпеливо. Ой, стенка горит. Опасно. Ханкер-даун. Нам нужны еще киллсы, Нуру и Россу. Опять накачивают пацана. Он должен подходить ближе. Подходят. Его даже флангануть можно. Так, полуукрытие. Не знаю, будет ли тут фланг и вижен. Надо попробовать. Нету. Ни у кого причем. Я уже на овер подхожу. Что хватит это вертеть. Подходим к машине. Не, она взорвалась. Тут ханкер. Это три овервочи. Ну, наверху пацаны клевые. Опа, подходит бафер. А вот это плохо. Я не ожидал, что это выйдет. Я в шоке, дорогая редакция. Ну, я их убиваю, их флангую. Как бы это уже понятно. Но, блин. Так, Вэлл скидает гренку для... Нет, тут вообще можно гренку не тратить. Главное, никого не спуливать с этой стороны. Значит, Рос и Нур должны получить. Значит, посылаем сначала перца. На разведку, ё-моё. Вот так вот где-то. Хорошо. Не сагрили, в общем, пак. Значит, можно другими пацанами спускаться. Нур пошёл. Рос не доходит. Может, конечно, отсюда, но... Это риск. Уэллс. Тоже с лонгой не заходит. Капец. Ладно, значит, придется рисковать, пацаны. И дай бог, счастливая вас пулю, пак. Фух. Ну, доброе. Доброе-доброе пше, как говорится, пше. Значит, Рос и Нур. Причём, чтобы было попроще, я, пожалуй, пистолетиками так... Пью-пью-пью. Хотя, не, пистолетиками давай не будешь пистолетиками. Потом винтовочка даст тебе единичку. Лучше стреляй, как стреляется. Рос. Вот теперь точно Нур у нас стреляет по битому. Ставим ему плюсик. Уэллс следующий. Поэтому стреляем перцем сначала. Ой, а если он выживет? 83. Перец получил. А зачем я стрельнул перцем сначала? Почему не... Ждём третьего пака. Третий пак это три человека. Они где-то есть. Вы слышим. Перезаряжаемся. 2-2. Справа вверху. Снова на крышу большую полезность. Сейчас я понял. Так, перц оставляем здесь. Остальные наверх. На эту крышу или не на эту. Да, вот так вот. Стенок с этой стороны нет. То есть будем пулить здесь. Запрыгивать сзади. Перцем надо было из пистоля. Не, не. Всем надо было из винтовки. Просто потому, что выше... Ну, винтовка может быть 1-1. Там или... Хотя два крит. У винтовки вроде единицы. Крита не бывает. Можно начинать. Короче, винтовка надо было просто в первом стрелять и все. Хотя нет. Пистолет бы снял. Два хита с критом. Короче. Все это тлен. Подхожу на крышу. Перец ждет своего часа. Мне очень важно получить как можно больше киллсов. Росу. Росу-росу-росу-росу. Ох, они уже справа. Ну, может быть, совсем рядом. Чуть-чуть правее. В любом случае забираемся наверх. Может быть, и на крыше. Но нет. Два. И три. Подходим, подходим. Здесь тоже, в общем-то, дверь есть. Но, учитывая то, что это здание как бы меньше, и его проще обойти, я с него начну. Подходим на следующий. Слушайте, а может быть и стоит и сюда забраться. Войнот. Там больше возможностей для... Ой, тихо-тихо, куда ты? Ух, я уже думал, он спрыгивать будет. Был бы такой фейл. Сектоиды справа еще правее, а не в соседнем здании. Так что... Что-нибудь слышали? Во-первых, перца мы переводим под... Под... Хотя можно и здесь оставить. Он... Его из-за стеклянных дверей... Их из-за стеклянных дверей все равно обнаружат. А вот людей, которые с крыши будут работать, надо, конечно, подводить под... Под шум. Какой-то медленный. Красавчик. Только у Роса нет киллсов. И он восьмидесятник. Что подходим раз. Подходим два. Подходим три. Чтобы было больше возможностей для маневров. Последний пропуск. Дальше открываем дверь и заходим в здание слева. Да, но они стоят вот где-то вот между. Но... Слышишь? Под нами, мне кажется, прям стоят. Вот тут в углу здания. Вот. На улице, значит, в углу стоят. Держу сектор. I'm on the move. Чуть ближе. Сейчас, может, промелькнут. Я расстраиваюсь, что там укрытия нет нормальных. Для перца. Я не полностью подхожу с запасом в клетку. Не понял. С какого-то... Извините меня. Перцы подставили просто. Я считаю... Просто пацана ни за что. Пацаны говорили, что звук не с той стороны, я мое. Это подстава, я считаю. Тут обязательно на Overwatch, потому что здесь же еще лестница одна. Черт его знает, кто полезет. Забирается, что ли, не заходит. Я его вижу. Нет, он валит. А этот чё? Этот просто стоит. Возможно, на Overwatch. Ну, ищем глазами чувака, который бафает. Он, кажется, вот здесь стоит. Собраться тут нельзя. Всего-таки. Один ход, подходим. Перец должен сидеть в ханкере. В ханкере и улыбаться, стягивая на себя пацанов. Пацаны сверху должны Overwatch на случай, если они найдут все-таки, где забираться на крышу и решат это сделать. Далее мы смотрим, кто бафает, кто не бафает, кто стреляет по перцу. Помним про то, что нужно Россу дать киллсы. Левый заливает внутреннего, который был снаружи, заходит внутрь. Тот, кто был внутри, заходит снаружи. Выходит наружу. В теории Мы можем А что видит перец? Перец Не видит ничего. Тут может сработать овер вообще-то. Там стоят на овере. Не хочу палить пока что. Хотя бафер где находится? Хороший вопрос, где находится бафер. Ну, ура, подводим. Сделаем. Ни черта не видим. Отходим. Ой, я Overwatch перцу сделал. Ошибка. Сейчас по мне будут стрелять. А перец с Overwatch это 35%. Это как бы верняк просто. Оп, Overwatch. Перец. Повышение перца, уже его третий киллс. Что ты творишь? У тебя 55 точность. Так, ну теперь все. Теперь все нужно. Мне перец попал, пацаны. Капец, такое случается. Вижу того, кто бафает. Я у Уэлсом снимаю у него гренка и хп, чтобы гарантировать убийство. И Уэлсом стараюсь его добить, пока машина не догорела. Это не Уэлс, это Нур. А это Рос. Сто процентов инфа. Все, все получили по киллсам кто-то по два, кто-то даже как перец по три. Да все уже, заканчивайте. Закрубляйтесь, пацаны. Спасибо. Перца мы заменяем. Несмотря на то, что он учидил сам Ганса, мы его меняем. На какого-нибудь более толкового и точного лемминга. Главное, чтобы перец был не снайпером. Снайпер Рос. Фух. Рос это 80 снайпер. 84. Перец, штурмовик. Идеально просто. Как раз вот. Тут Хэвик с 80 точностью. Как вам? Саппорт 72. Перцу привет. Классно. Пар далеко. Лемминги. Ох, 57, 80. Топич. 57, 80. 57, 80. На следующей миссии выберу. И надеюсь, что это будет толковый пацан. И еще кто есть. 25, 70. 31, 75. 51, 70. 57, 70. Ох, 43, 80. Вот меня одарили леммингами. Но я двух левых леммингов возьму через миссию. Следующую я возьму все-таки одного. 57, 80. Ну, поехали. Вторая миссия. Хочу ученых. Шесть штук. Мы получили с... 300 топич. Пять ученых. Три инжа. Короче, ученые. По моей стратегии пойдем. Штурмовика удаляем. 57, 80. Лемминг новый. Сразу он в топ, потому что по морали, видимо, всех уделывает. Хорошо. Саппортер. Мед смысл аптечку дать. Думаю, да. Спутник 420. Спасибо. Роллинг поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Парень, как прорвался на главную на ГГ. Через постель. Как обычно. Спасибо за саппорт. Саппорту даем медикит. Пять ученых. Это не шесть, но это пять. Новобранец. 57, 80. Вообще топич. То есть, максимум, который я видел вообще у леммингов морали, это 59. То есть, 60 я не видел вообще, чтобы мораль была 60. Хотя это возможно, наверное. А тут 57 и 80 меткость. Супер просто. Главное не похоронить его. И сапер. Снайпер хороший тоже. Ему, конечно, на левел дали немного, но вот, снайпер от 80-ки танцует. Это уже плюс. По сложности миссии я что-то не увидел. Высокая. Хорошо, 10 человек. Не так плохо. Хэвик. Ну, смотрите. Килл сдаем леммингу. Смотрим, что он получил. Все киллсы снайперу. Следующее, что остается, хэвику. Ну и там саппорт, если что-то настреляет. А у него точность неплохая. 72. Мы хорошо полетели. Фух. Сегодня, конечно, трай такой был классный. Даже два. Почему первой броню не уйтишь? Потому что очень часто через снайпов играют. Ой, какая карта гадкая. Пойдем приказаний. Так, бочком. У вас понял, рейнджер. Штурм один может приступать к операции. Бочком на полхода. Все сувервочем. До машины, до красной. Пытаемся дойти. Не спули никакие паки. Хрень. Везде полуукрытие. Справа только один фургон. Ждем. Первым идет сап. Ну, это сектоида опять. Ну, и бойцы у меня, в общем-то, тоже молодые пока еще. Прям по кроссу, судя по звукам. Так, еще полходика. Не забегая за красной машиной. У машины, конечно, тоже тяжело. Там всего два нормальных места. Есть одно полуукрытие. Но по-хорошему нужно сзади зачистить все. Возможно, даже с ракетой. И тогда у меня будет полный кузов возможностей. Справа. Из кафешки могут выскочить. Так, ну я хэвика веду сюда в первую очередь. Потому что он как раз поможет очистить. А там никого нет. Это очень хорошо. Так, снайпер у нас будет стоять пока здесь на случай овера. Ты не подходи ближе, чем... И ты не подходи ближе, чем... Мне снайпера надо подвести, что я такое мучу. У снайпера еще гренка не забываем. Тут у всех гренка. Слева. Смотрите, хэвика я поставлю на эту клетку. Потому что пак, судя по всему, сагрится здесь. Частью буду проходить вот по этой зоне. Не спулили. Отлично. Хорошо. Подходим саппортом. Подходим леведем. Могут выскочить. И это было бы даже лучше, если бы выскочили, чтобы я пак... Ой, вот это плохо. Блин. Снайпа подвожу. И потому что гранаты, и потому что далеко. Погодите, сейчас еще ход ожидания. Тут тоже есть крыши, но пойди до них добеги. Есть дым еще, не забываем. Слева щебечет. Можно, конечно, хэвика перенести отсюда сюда. Потому что уже как бы... И надо двигаться плотненько. Разве что снайпера сюда вернуть. Чтобы он увидел, если кто-то появится из Overwatch. Дело в том, что здесь, возможно, придется закидывать... Во-первых, хэвика нужно поставить на угол, чтобы вижн от Рокета был. А те люди, которые будут за ним, должны иметь возможность не просто выйти, но там позакидывать из-за кузов гранат. Это было бы... Я думаю, идеально. Я практически не сомневаюсь, что выйдя на угол, я с пулю как минимум один пак. А то и два. Причем у меня будет еще... Да хрень у меня будет. Может, хэвиком вообще сюда. Раз уж звук там. Опасно. У меня просто пак сразу с респа может влогануть. Вот он. Далеко. Хорошо. Ну давайте, овер, ребят. Никого я урочу, двое под фланг уходят уже. Ай, надо возвращаться. Так что здесь хреновое укрытие. Блин, какая позиция. Фиговая. Сюда выйти не могу, потому что выйду сразу с пулей те, кто внутри. Тут меня флангует. Тут укрытие недостойное. Надо просто валить всеми, в том числе хэвиком, до этого угла. Занимать одним, скажем, вот такое вот полуукрытие. Возможно, ловить снайпером им, пацаном, который проходит справа. Но хэвик вот сюда вот бежит. А сап просто валит. Что ему там, ну, нечем абсолютно заниматься. С богом. За один ход не должны дойти. Один снайпер на овервочу. Три человека. Здесь ханкер. Куда мне сап одевать-то, епрес. Не хочу сюда подходить. Так, спланга могут взять. Сейчас пойдут. Справа, причем, надо саппорт уводить. О, это пак из двух. Ребят, ну давайте, есть овервоч один. Снайпер, давай, роз. Второго пака мне только не хватало, на самом деле. Капец. Я предлагаю сапа в угол. Откидываться дымом им. Тут сидеть в ханкере. От хэвиком надо ждать этих. Тоже могут подойти им. Но дым очень нужен. Этого тоже в ханкер. Кстати, хэвика в овер можно послать. Потому что он может увидеть пацанов слева. Подходите, гали. 44 меткость. О, 68 меткость. Слушайте, вот этот из-за угла хорошо простреливается. Давайте-ка попробуем. 68 плюс 55. Все равно я под дымом и фулл укрытием. Два хита. Ну, хоть что там. И эти трое слева подходят. Овервоч хэвик делает. Попадает, но тоже на два. Пока дым работает. Главное, чтобы до саппорта тот не добежал, скотин. Но он не добежал вроде. Этот пошел бафать правого. Снайпер должен его второй раз пытаться на 70% подстрелить. Еще один пак. Но тут рокет нужен. Ну, хэвик стоит вроде. Сильно не разбегаемся, пацаны. Тут можно пострелять, но там все в дым пойдет. И пацан в ханкере. То есть 15% попадания. Хорошо. Дай рокет кинуть. Не разбегайтесь, прошу. Так, трое здесь, трое там. Но трое, которые здесь, они важнее, чем трое там, потому что здесь обходят с фланга саппорта. И там снайпер может стрельнуть по тому, кто бафает. И будет минус два. Поэтому я полагаю, надо фигарить сюда рокетом. Но я достану только по двоим. А вправо я, в принципе, не могу попасть. Капец. Снайпер что может? 44, 64, 68. Обязательно стреляет по этому. Это путь. Для минус два. Блин! Русская рулетка, а. Так, я могу саппортом сюда подойти и пострелять, типа. Ну, флангануть, убить, это раз. Но это все фигня. Сейчас дым уйдет. Я полуукрытием. Эти будут стрелять двое. 35 плюс 35. Надо рокет кидать. Надо обязательно кидать рокет. Пусть он будет даже на двоих. Надо кидать рокет, пацаны. Возможно, кто-то отступит на дизморале. Но надо кидать. Я понимаю, что это его мог флангануть саппортом. Ох ты! Минус три. А, и еще последний пак. Класс! Одного из пака убил, кстати. Там было два человека. Это на крыше. Но он не подойдет в ближайшее время. Теперь вопрос. Что делать, собственно, лейминга? Им бы, конечно, пострелять потому. Но это чушь. Потому что он не сможет пострелять. Можно пойти под полуукрытие и попробовать... Но этот подойдет сюда. Нет, я думаю, что надо подходить и овервочить просто. Те, кто не видит, надо овервочить. Овервочить! Или ханкер. Ханкер лучше. Ну, что ты за овервочишься? Все равно не убьешь. А ханкер тебе жизнь может спасти. С богом. Так. Три... Еще пять человек. Слева один. Вот дальний с пуль... Ой, нет, погодите. Да, еще здесь один. Но этого фланговать можно. Он бафает, тем более. Его нужно фланговать. Накачивает он право. Этот накачивает этого. Этот уходит. Он может бафать будет или стрелять? Стрелять. По фулл кавер попадает. Три хита снимает. Паника пошла у снайпера. Хорошо, что села в ханкер. Но это ранение у снайпера, у ценного. Очень плохо. Второй под бафом отступает влево. Мы спулили всех. Начинает гореть. Все. Это минус снайпер. Потому что будет взрыв. Хэвик отходит. Надо обострять, наверное. Но это фланг. Не обострение, это суицид. Вхожу с тыла того, кто бафает. Это минус два. Снайпер умрет. Жалко. Не, может мы его реанимируем. У меня аптечка есть. Вдруг он не умрет. Хотя там урон такой, что разорвет на части. Тут ханкер, потому что мне нужно с полуукрытия сейчас выжить как-то. Бах. А потому что ты дура. Не надо паниковать. Хороший был трай. Хорошие пацаны были. Есть еще лемминги, конечно, запас. В принципе, не так уж много я и не убивал этим снайпером. Пошел баф слева направо. Вот его нужно фланговать. Но я его не смогу флангонуть, потому что он просто... Там четверо. Этот следующий ход... Он не сможет сейчас стрелять. Ну что, мы возвращаемся к... К фулл каверу, блин. Этот видит одного 60. Это 60. Но лучше... Нет, такой вербоч будет. Лучше вот так вот подвести. 52. Хреново. Что, перестреливаться? Я думаю, надо перестреливаться. Тут оверу сделаем. Ну, гранату я не хотел, потому что это полуукрытие. А там стоит один и подходил второй. А тут можно с неплохой вероятностью забрить. Начнем с того, кто под фулл кавером. Хоть и меньше вероятность, но... По крайней мере... Понятно. 62 не сработало. Проверяем... Ой, 52 не сработало. Проверяем, сработает ли 60. Что-то, потому что не срабатывает. И... Грянку я не докину. Вроде бы нет. То есть, видно, как будто докину. На самом деле, это типа второй ярус. А он не задевает. Так что я лучше на оверу встану. Их по-прежнему больше. Их там 4 человека. Если не 5. Баф 1. Подходит. Overwatch хелик. Маловероятно. Надо грянки сносить право. А, даже так. Этот бафает дурында. Того, кто здесь. И нифига себе как. Ой, сейчас убьют, скорее всего. Стабилизировать можно. Все нормально. Только у него аптечка, кажется. Хэвик паникует. Самое... Не самое лучшее время для паники. Есть аптечка. Можно стабилизировать. Но... Вообще, надо до этого пытаться убивать. 50 на 50. Если не убьют, то это ГГ. Увеличить шансы можно. Но это ГГ еще более гарантированный ГГУФ. Поэтому стреляем. Орел и решка. Все. Соответственно, верхний сейчас будет продолжать стрелять. У него бонус. У него много хитов. Он молодец. Он уже одного убил. Здесь Лемминг слева. А, он вообще флангует же точно. Забыл. Ну, не флангует. Но... Верность очень хорошая на попадание. Пробивает Хэвиком. Стабилизировать можно. Тут нужна Гренка. Значит, Гренка. Подходим сюда. Кидаем ее на двоих. Это надо Аркадий, я думаю. Принято. Главное, чтобы там не увидел еще одного. Кидаем здесь на двоих желательно. Умирает один, умирает второй. Флангануть можем того. Ну, не флангануть, а просто за полукрытием можем. Мы его обязаны убивать. Это минус два. Мы не можем пока стабилизировать этого товарища. А, он умер. Похоже. Похоже, что умер. 52 метки, с лучшего оверооча. Я не хочу, чтобы он обошел просто Хэвика, но... Я понимаю, что если я промахнусь, то... Оп, ну давай, 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 давай. Сейчас больше вероятность попасть, чем по фулкаверу стреля. Ты дурунда, блин. Я тебе все условия создал для того, чтобы ты... Ну, сейчас флангует, конечно. А, нет, он... Слушайте, я могу еще спасти того товарища. Но я рискую. Следующий ход ко мне заходит. Бежать я все равно не смогу. Блин, вот это дилемма. Не, лучше подойти к Хэвикам. Перезарядиться им. Подлечить его. Что в один ход я все равно его не убью. Так вот. Ну, главное, чтобы он сейчас мне во фланг не вышел. Он может бояться, в принципе. Истекает кровью. Окей. У меня есть два еще лейминга. Следующая миссия простая. Хэвик жив. Как это не смешно, можно еще тащить. Ну, такая гадкая ситуация, вы видели? Вообще. А кто считал вообще, сколько народу-то осталось? Можно попробовать по трупам, конечно. Но тут что-то трупы... Трупы, ня-ля. Ну и что делать? Обходить аккуратненько. Он может меня сверху увидеть, если он там сидит до сих пор. Хэвик в больнице, щеки месяц, будет валяться. Это да. Ну, я до конца все равно, что у нас сегодня. Хотя, можно еще было трай сделать, еще не поздно. Да, я слышу. За углом, может быть. Кажется, один направо убегал, битый. И один вроде на крыше был, слева еще. А вот и он. Ну, это тот, который ожидался, как бы убиваемого. Слушайте, а у нас вообще Уэллс это 70, а Хэвик это... А, я снайпа потерял. Да, я потерял снайпера, точно. Слева, слева, слева. Фулл каверов нет. Наверное, надо в здание идти сейчас. Или на крышу. Короче, тут просто укрыться негде. Валера подчеркивание поддержал ваш канал на сумму 500 рублей. Миша, обязательно исследуй броню в первую очередь. Нужно снижать рандомность и переживать хотя бы одно попадание. А потом уже лучевое. Ты не переживаешь, ты не переживаешь, даже, блин, выстрелы с пистолета. Если все попадает, то это, как правило, не два хита. Ну, как ты смог заметить. То есть это либо срабатывает русская рулетка, у тебя отнимается один хит, а либо ты гуф. Ну так, 4 и плюс. Поэтому одна, блин, броня, которая... Один хит, если снимаю, то ты не, ну, как бы, ты не паришься, ты не лечишься. Ну, в смысле, не тратишь время на лечение. Поэтому увеличенная точность как раз и является своеобразным инструментом уменьшения получаемых выстрелов. Потому что, ну, как бы, ты убиваешь людей сначала. А этот, эта бронь, ну и плюс прокачки она еще помогает. Короче, я не уверен, что бронька это выход против людей, которые сносят сразу у тебя, блин, миллиард хитов. Мне кажется, это остатки паков. Что за чертовщина? Хочу политься пока. Но мы тут делимся явно. Гранат нет. Нас мало, в принципе, для каких-либо там тактических маневров. Но что-то есть. И, возможно, там не пак. Кажется, мы четыре пака как раз сагрили. А это остатки первого. Сидит на Овервотче и улыбается. Я... Да, надо Хеликом пулить. А он не пулится. Хелик не видит никого. Могу в окно увидеть. Либо сразу за углом, либо за минивэном. Поехали. Опа. Удачно очень зашел. Раз. Это не последний. Слушаем. Это не пак, это остатки первого. А вот, слышу. Там же. Кажется, мы здесь не одни. Так, а Хелик добежит, добежит. Ну, я флангую, по крайней мере, одним. Проверяем, что там, пак-не пак или остатки. Остатки. Убиваем. К мусорке пошел. Да твою мать, ну 84%, ну. Это капец. Сейчас он еще похоронит меня здесь. 50%. Капец. Так, я овервочу лучше поставил. Нет, овервочу 32, это забей. 50 на 50. Попадешь, не попадешь. Давай. Хорош. Ой. Так, на следующую миссию... Во-первых, у меня сейчас лейминг был. Надеюсь, что это будет снайпер или Хелик. Так, если пойдет, то... Никто этого не ожидал. Это был один из лучших экипажов. А, это саппорт. Мы ничего не могли сделать. И дали две медали. Дали лабу. До связи, командир. Месть. Командир, отметьте успехи наших солдат вручением медалей за особые заслуги. Получить и раздать медали можно в казармах. Каждый член Совета хочет, чтобы его страну прикрывали спутники. Планировать покрытие дело сложное. Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. Я пойду на тарелку с тремя леммингами и саппортом, скорее всего. Но хотя штурмовикан надо взять. Там не 4-5 человек норм. Я же одного взял с собой. Там такие... Ну вот один нормальный. Это неплохой. Да, слушай, ты прав. Надо... 57-70. 51-70. 31-75. 31. Короче, я должен трех леммингов сейчас брать. Штурмовика с собой не брать. Брать саппорта. И трех людей на проверку. 80-70-75. Потому что тяж у меня будет недоступен. Это как раз возможность... Да-да-да. Ладно, ученые есть. Исследования идут. Ждем и на ложечку. Новобранцы пришли. Может будут топовые. Кореец. Не очень, не очень, не очень, не очень. Это было. Зря потраченные 60 баксов. И на ложках. Ха-ха, спутник. Спутник за 200. Так, а вот и он. Значит, каждому из трех леммингов нужно дать киллз и засейвить максимальное количество гранат под аутсайдера. Саппорта вообще не качать. Качать человека с точностью... 80. Только так у меня есть нормальные шансы. Вот через эту миссию. Эта-то простая. Как раз... Как раз нормально. Я убираю перца кривого. Беру 43.80. Беру 3175. И беру 57.70. Пусть будет медикит. Нет. Пусть будет гранат. Полезней. Поехали. Ох, насыщенный, конечно, сегодня день. Поезд. Какой был поезд, а? Следующая операция пройдет в Японии. Какая проща была начала. Какая не фанда. Это вчера было. Мы к северу от места крушения. Штурм-1 к бою. Смотрите. У нас нет страховки в виде хэвика. Штурм-1. Можете начинать атаку корабля. Так что... Блин, я в самом центре нахожусь. Надо выбрать направление и идти туда. Я про то, что у меня нет страховки в виде ракеты. То есть у меня страховки только есть в виде гранат. А у них совсем другой рейндж. И записать нужно, конечно. Всех, кроме Уэллса. Элиот. Элиот Рид. Элиот. Хауфман. Хауфман. И... Мюллер. Желательно, конечно, Хауфману к Келси. Но это такая рандомная вещь. Потому что мы не знаем, кто в конце концов... Какую роль получит. Я к деревьям забираюсь. Деревья, деревья, деревья. Ося, кто это? Где? Непонятно где. Ладно, первый фулл кавер. Это уже радует. Координаты получены. Слева. Так, значит, эти пацаны идут сразу на обход. И за фулл кавер им. Ты будешь один. Ждем. Слева я не хочу обходить, потому что там слева слишком открытая зона. Мне вообще спулить бы их надо сперва. А потом уже обходить. Я же не знаю, кого обхожу. Плюс еще есть вероятность второго пака. Держусь с деревьев. Передвигаюсь с эвруочами. Прислушиваюсь к сектоидам. Сектоиды. Работаем. Сейчас хороший вижен будет. Но, никого. Слева. А, даже так. Можно, конечно, идти просто на них и брать числом. Типа 2 в 4. Но это дает меньше контроля. Есть вероятность, что вы промажете, а они нет. Ух. Это же тарелка. Это жесть. В чем тарелка дырявая. Я подхожу с того места, где они внутри еще. Ой, мне нужно возвращать пацанов. Я их не обойду. Потому что мне будет тарелка мешать просто обходить. Лучше уж позиции нормальные здесь занять. Не, ну можно чуть-чуть. Вот отсюда, если тут не разрушено. Но любые перемещения рядом с тарелкой, это... Риск засамонить не знаете кого. Подходить или нет? Могу спулить уже. Не, вряд ли. Дальше Нини. Ох, тут дырявое все, а. Сектоиды внутри. Как, собственно, и аутсайдер. По крайней мере, первый пак. Сектоидов там. Мне бы его дождаться. Они там нарезают круги по нескольку ходу. В принципе, я могу... Ох, это рискованно. Нет, это не очень рискованно. Блин. Сразу аутсайдер. Это капец. Так. Я с ним... Он очень мобильный. Он очень точный. Он меня точно бежит. Хотя не точно. Но угол мне не нравится уже. У него плазмер. Точность 85. Или 95 даже. 85, кажется. Короче, никаких сейчас сектоидов мы не ищем. Мы валим. И думаем, где его принимать вообще. На кого его пулить. Здесь точно ханкер. Он его, скорее всего, увидит. Так, этими подхожу просто потому, что да. Надо под две гренки хотя бы раньше, чтобы было. Ханкеры. Только ханкеры. Смотрим, что делает. Он очень мобильный. Сверх мобильный. И сектоиды там еще. Капец. Это мне не хватало. Он бежит. Стреляет. Пробивает. Пробивает. Фулл кавер ханкер. Так, ребят, собрались. Ладно, поехали. Вон, вижу его. Отлично. Значит, в две гранаты мы его убиваем. Одно ранение у Лемминга. Это не так страшно, как могло бы быть. В теории я могу его оббежать так, чтобы еще флангануть. Страховка на гренку есть. Проверим. Прежде чем там телодвижение. Да, есть, есть. Закидывает. Хорошо, тогда... А тут никто меня не увидит. Таняя. Обошлись. 60, правда, меткости. Закидываем первую гренку. Хорошо на единичку прострелил. Так повезло. Можно второй гранатой убить. Начинаем, наверное, с... А давай с Хауфмана. У него точность выше. 70. И у него 80, как бы. Давай. Хорошо. Так, Хауфман получает галочку за изгоя. Но это было, конечно, неожиданно. Товарищ, она сейчас после паники вернется. Сектоидов надо дособирать. Дособирать. Но, в принципе, есть уже больше свободы действий. Потому что... Потому что... Потому что... Мы не привязаны к тому, что тарелка, как бы, и все. И ничего не сделается. Миллером гранаты, скорее всего, придется... Закидывать, получать себе киллз. Справа. Ну, или внутри, или как-то там так. Что это было? О, а вот и спулились. Есть один овервотч, по крайней мере. Хауфман стреляет. Хороший точный 60 мимо. Ладно, перед нами фулл кавер. Стоп, это второй, что ли, пак? Нет. Уэлл стреляет. Попадает на 4 Уэлл. Это старый наш. Она не должна была никого убивать. Теперь... Я вот не знаю, пытаться фланговать или не пытаться фланговать. Наверное, надежнее все-таки за фулл кавер спрятаться. Всех, в принципе, спрятать за... За укрытия какие-нибудь. Потому что этот ошел сюда, теоретически он может выйти. Я могу его вот здесь вот увидеть. А-а-а. То есть это реально был второй пак. Сложнее задачи. Так. Что у нас есть? Вот эта зона опасная, потому что она флангуется. Нормальных фулловых укрытий нет. Куда сапа девать? Ну сапа можем куда угодно девать практически. Обижать мы им не можем. Так, шесть клеток, да? Раз, раз, два. А я могу по диагонали? Вообще клетка по диагонали работает? Нет. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он никак меня не обходит. А эти как? То есть теория я могу подойти сюда, в общем. Не, ну он может хороший угол взять. Сверху. Зачем тебе вообще саппорта подводить? У него ни гранат, ничего. Подводить надо тех, кто может что-то сделать. В следующий ход, по крайней мере, здесь не увидят пацаны справа. Но если даже увидят, то будет полуукрытие. А он коцанный и с гранатой. Поэтому я, пожалуй, вот сюда вот рывок. Освобожу место саппорта вот таким образом. Все будут сейчас в ханкере. Посмотрим, кто кого и как бафает. С богом. Мне кажется, дальний левый будет бафать. Но я к тем и к тем могу дойти. Да, дальний левый бафает кого-то из правых товарищей. Правый обходит, не успеет. Не должен успеть. Хотя успевает, блин. Фух. Снял стенку. Слушайте, меня сейчас убьют. Просто лемминга. Раненого. Потому что стенку сняли. И вижен есть. Это капец. Это провал просто. Да. Желко. И так. Что у нас есть. Баферы убивать рискованно. Этого флангуем. Этого тоже флангуем. И этого флангуем. Предлагаю перегруппироваться сюда. Я пошел. Поехали. Раз. Поехали. Двас. Поехали. Трис. Этот трис кидает ориентировочно гренку. Плотного товарища. А эти с флангов убивает. 79, правда. Ну, что ж поделать. Гренка-то двоих никак? Вообще никак. Ну, с богом. Все в твоих руках. 79, идиот. Урон нулевой. Да я понял. Такой бред просто. 79. 79, мосесуалей. Ну, как так? Так. Могу кинуть дым, конечно. Закрыть нас обоих. Ну, нафиг так жить. Да я не мог слева. Ну, то есть я мог рискнуть побежать двумя. Но если что, меня бы и этот сфланговал. И этот бы гуфл. Если бы я того не убил. Видите, пацаны мажут и 80. Поэтому я хотел как-то исключить дальнего пацана от экшену. 64, 59, 52. До дальнего, конечно же, гренка уже не долетает. Хотя я могу снять у него кавер. Сниму кавер, будет крит. Будет крит, могу попасть. Вероятность с 52 до 67. Могу его этого тоже задеть. Какая разница? Поехал. Может и зайдем? Ну, вряд ли, скорее всего. Поехали. Это тоже без укрытия. Но мне, конечно, интересен... Вон тот 72, стопроцентным критом. Поехали. 72, твою мать. 79? Нет. 72? Нет. Ну, значит, расхлебывать. Я стою за фулл кавером. Пошел баф. Этот может испугаться, флангануть. Но, скорее всего, он даже оббегать будет через меня. Например, левого как-то. Ой, капец, угол острый. Он попасть может по этому. Один хит, ладно, терпимо. Ох, этот вообще в атаку пошел. Ну, хотя у него тут вероятность-то небольшая. Меня зацепило. Да ты идиот. Как в тебя попадают за фулл кавером без... Это рей, конечно же. Конечно же. Ранение. Точность никакая. 78, но это не... Ой, это не... Попал, смотри-ка. Но не убил. Попал, но не убил. Здесь надо кидать дым. Потому что по этим... Нет, нет, нет. Надо дым кидать. Поехали. Только это меня может спасти от фланга. То есть там 75-55 будет точность. Ах, заливает ближнего. Этот обходит угол очень острый. Вероятность попадения крайне высокая. Но он стреляет почему-то не потому. А это должно походить налево и меня сзади бить. Но здесь 50 на 50. Да-да-да, я понял. Молодец. Дым спас, скорее всего. Он как раз дал ту самую дельту. Ну... Что тут сделать? Вроде как нужно подходить вот так вот. Здесь можно флангануть вообще. Да, давай Аркадий дальше. Сто-сто. Здесь обходим... Меня, правда... Не, но она раненая. Я должен подходить так. Хотя меня с фланга, скорее всего, убьют. Давай вот так сделаем. Пусть 54, но зато я... Буду в следующий раз действовать тем... Он отходит. Фулл кавер, дым все еще. Есть, Overwatch стоит. Что, наливаешь у него? Тоже Overwatch, видимо. Нет, стреляет. Да вы задрали попадать в фулл кавер. Вот реально задрали. Задрали не попадать, когда... Так, а я его флангану? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Флангану. 57 процентов. 100 процентов крит. Ранение. Чего тут взять? Ой. Этот заливает. Ой, не дай бог, он сейчас пойдет. Да, я понял. Да, он подходит вплотную. Угол острый. Вероятность очень высокая. Как мне везет. Так, надо того фланговать. Паникует? Нет, не вовремя. Как не вовремя? Я тут пустое еще. Конечно, надо валить. Использую этот ханкер. Жесть. Просто жесть. Как фильм ужасов какой-то, реально. Это слишком близко. Сюда не добегаю. Не добегаю. Это тоже флангуется хорошо. Набежать куда-то сюда, к сожалению. Какая грязь. Давай, заливай правому. И этот ходит. Стреляет. Твою мать. Ну как? Ну я твою... Там с флангами обходили. Три хода. Сейчас, перезаряжусь, все будет. Не, не видишь же. Он тебя не может стрелять по тебе. Вот этот может. И убьет, кстати. Не, не убил. Так, два хода, ты справишься. Обходишь так. Этого по красоте. Кстати, заметили, что саппорт опять выжил? Три лемминга минус, а саппорт выжил. Я думаю, на базе будут подозревать, что что-то нечистое. Потому что, ну сколько можно? Так, овервотч. Знаете, мне овервотч по боку. Вообще. Ой, ну почему ты так поздно среагировал-то? Держись, один хит есть. Главное, попади. 80%. Изи. Все, какая удача это называется. Надо делать риа, поскорее. Хэвик. 20 дней отдыхать. Просто не понимаю, где ошиблись. Я понимаю, где мы ошиблись. Сохранить и выйти. Давайте последний трай. Сейчас попробуем хотя бы найти ту самую команду. Возможно, успеем первую миссию взять. Так, а где терминатор-то? А, все поставлено, да? Тут безумный, окей. Божественная игра, третья миссия, экшена больше, чем последних. Хэ-да-да. Жалко команду, она реально хорошая была. Я ведь грубо не ошибался. То есть, вся проблема была в... Черт возьми... Что у нас? 55. Dream Team. 70. 70. 65. Нет, не надо. Так, ладно. Да мы сегодня почти до Дредноута дошли. Поезд почти прошли. Нулевой ход отменили и все. А так бы Дредноут. Два косаря, лазерное оружие. Спутники, бабло, бонусы. Так был близок. Выбираем Азию. Я чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, что бонусы офицерские. Ну, вот 4, 5, 6 состав и бонус на X-па. Это прям то, что нужно. Дайте хорошие. 65 хреново, 60 еще хуже. Кричи даже ниже среднего. Все потому, что тормозит это слишком много. Ну, так я об этом говорил уже. Что два года прошло с того момента, когда я играл в поезд. И я не знал, чего там точно ожидать. Где, сколько появляется пацанов. Поэтому я перестраховался в середине игры на полхода. Два раза на полхода сходил. И времени не хватило. А, и плюс не знал вообще, что бага нет. Теперь типа что нельзя использовать переключатель в конце бега. То есть, когда я играл, такое возможно было. Так-то я успевал. Лети в Китай, там сейчас неспокойно. 60, 60. Да что же вы делаете-то? Нет, я не буду убирать галочки. Я не буду менять сложность. Я буду травить именно так. Тем более, динамика-то видна. Хорошая. Ну как хорошая. Это пятая часть. Ну, как бы шестая, но шестая там вообще. И короткая была, и не записалась, и... И хреновая была. И мы сегодня и прошлый трай довели. Неплохо. И новый трай. Хорошо прошли. Почему сохранение иначе делал? Так оно пересохраняется просто. 80, 70, 65, 70. Играем. Два раза 70-80 хорошо. 65 увольняем и... Лесом. Если, конечно, снайпер будет не 80, я расстроюсь. Главное, чтобы он был на 65. Так, следующий листок. Мне этих листков, вы знаете, сколько? Сейчас покажу вам. Вот. Это вот все с никнеймами, все с этими... С фрагами. Это все трай первой миссии. Причем каждый листок еще. Это несколько трай первой иногда. И следующий открываем. Бернард. Это все трупы, да. Леви. Лауренд. И Карлсон. Карлсон. Карлсон, реально Карлсон. Карлсон. Теперь по точности. Ой, воля 57, у этого 65. Если будет хэвиком, будет хорошо. 65. Воля 55, 80. Нифига себе, Бернард. 55, 80. Вообще топич по воле. То 33, 70. Это Леви. И 51, 70. Слушайте, а средневзвешенный-то вообще хорошее получается. Сейчас будем тащить. Поехали. Раз. Поехали. 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 Они правда все под одну гренку, но я не достану до гренки. Увы, не достану. Что, подходим? Не, не подходим. Сейчас спулем еще слива один пак. Не, не спулили. Овер, не овер. Все на одной линии. Мне хочется вот овер нажать. Потому что точность неплохая. Все на одной линии, то есть синхронно будут стрелять. То есть нет варианта, что кто-то стреляет, он подходит за укрытие и стреляет. Все выстреляют. Вот сейчас. Два. Ну и завиженные стреляют. Ребят, ну надо не просто стрелять. Нужно попадать. Еще один овер оч. Лоуренд, этот который 80. Промахивается. Ладно, первая миссия это так. А вот четвертый так и не выстрелил. 35 процентов. Вашу ж мать. Что это? Я промахнулся три овер очи, собираетесь на 50 плюс. Да, убивай своих. Потому что они как бы вообще не очень. А он взял, попал 35. Конечно, попадешь сейчас. С ранили. Да-да-да. Самая сложная галка это русская рулетка. Как раз. Я же проходил без двух или, ну может быть без трех галок. Кажется без двух. Без русской рулетки и еще чего-то. Может быть красный туман. Но русская рулетка это вообще жесть. Жуткая. Жутчайшая. Насколько я понял, она влияет не только на то, на твой урон. На попадешь ты, не попадешь. Но она как будто добавляет вторую вероятность к любому в принципе действию. То есть человек сектоит, стреляет 35. Ну как бы идет еще проверочка дополнительная. Русская рулетка или не русская рулетка. Ну что-то вроде фиксированного какого-то процента. Что все будет запорото. То же самое на криты, то же самое на твои эти, блин, точности. То есть вроде как у тебя там 90% точности. Но, блин, нифига не 10% месов. То есть, ну нифига. Как будто добавляется второй ивент, который просто чекается. Причем чекается после. Ну, и все. И получается такая хрень. То есть, три ивента там 50-60 плюс не срабатывают. Зато срабатывает 1.35. Заходим. Ну да, те же самые три сектоидов. Пробую обходить справа, где мэлт. Ну, во-первых, там уже по-другому они разбежались. Это да. Здесь лучше слева тогда этого товарища, чем пытаться флангануть. Да, ну вот я как раз хотел сказать, что обходить опасно просто потому, что ты спойлить пак можешь. И вот уже не ты обошел, тебя обошли. И все. Не, ну я-то уйду. О, тут тоже фланг есть. Я-то отойду вот так вот. Это все равно флангуем. 7% меткости. Лорент, давай. Лорент, 70 у него так и есть. Хорош. Ставим ему галочку. Тут ханкер. Тут ханкер. Двое слева. Кажется, двое справа. Каждому киллсу, Бернанду, который 80, наливаем полностью. Что даже он, если будет каким-нибудь, там, не знаю, саппортом или тяжем, то с моралью 59 это... Так, и тут еще второй подходит. Овервоч, не овервоч, не овервоч. Да, отлично. Вот его будем фланговать. Фулл кавров, блин, нет только. Его можно флангануть вот так вот. Поехали. Чтобы тот не видел. Бернанд. Поехали. 80%. Бернанды галочкам. Здесь три фулл кавера, причем с ханкердауном. Я вот не уверен, что... К этому надо подходить, в общем, близко. Возможно, стоит обходить бафера вот этими двумя. Но проблема, на самом деле, в том, что... Ханкер. Ханкер, ханкер и еще раз ханкер. Проблема в том, что я тут не обойду, не замечу. Они могут поменяться ролями, и тогда можно что-нибудь придумать. Говорит, что отступает правый. Да нифига, она не отступает. Пошла заливка, опять слева направо. И тут еще третий, соответственно, подходит. Фулл кавер стреляет. Да ладно, потому нашел один хит. Ладно, один хит, это не критично. Вот то, что этот обойти может, и он не успеет подойти. Хорошо. Значит, смотрите, я предлагаю... Предлагаю Гуренку убить этого для начала. Причем сделать это... Сделаем это. Почему я Лорен там скидываю? Бернанд, сколько? 65. Но это из-за ранения. В принципе, его надо отводить, потому что сюда подойдут пацаны. Карлсон, нужен киллс? Нужен. Стреляй. 65, правда. Хорошо, Карлсон, галочка. Минус 3. А вот этот товарищ пойдет обходить бафера. Бафер стоит вон там вот. Фулл каверов нет. А, нет, есть. Тогда я начну отсюда. А здесь, скорее всего, убегу вот сюда вот. Ну, потому что справа. Не хочу, чтобы ко мне подошел и стрелял по полуукрытию. Этот упырь с критом повышенный. Сейчас пойдет баф. Этот должен справа обходить. Ну, или к углу опять возвращаться. А, они поменялись ролями. Как неудачно вышло. Да, стоп. Куда-то, не понял. Так, трактор горит. Да, я понял тебя. Эксплозе это не хухры-мухры. Вообще у него укрытия нет. Я не понимаю, с чего он думает. Лоуренд у нас как? Скиллсом, да? Леви как? Леви обходит, блин. Хочу ее по-второму пострелять, конечно. Карлсон тоже. Ну, вот Леви нужно. Ну, раз нет, то будем Лоуренды качать. Да, 70. Главное, что он вышел под крит без ковера. И умер. Лоуренд плюсик. Уводим из-под горящего трактора двоих. Не знаю, с ковши взрывается или нет. Сейчас проверять даже не хочу. Да не взрывается. Ковш. Ну, ты думай вообще. Как ковш может взорваться? Реализм. Фул реализм. Возвращаемся к трактору. Проверяем аккуратно, где он там стоит. Ой. Он вот где-то был. А вот его и нет. Так, давай ханкер. Давай ханкер. Ханкер, и вы не поверите, ханкер. Он где-то вот здесь вот, я его мельком увидел. А, даже слева наверху. Я понял тебя. Щебечет. Ну, еще один пак. О, подходит. Трактор не зажжешь. Он за полуукрытием стоит. Я предлагаю докинуть до него гренку. Например, Карлсон, которому не нужны уже киллсы. Снять, соответственно, ковр. И попробовать добить леви. У которого до сих пор нет киллса. Если что, на подстраховку есть двое. Так, леви заходит за полное укрытие. Стреляет 70% меткость, неплохо. Да, 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 да. Так, а может гренку оставим? Может, лучше этим просто проатакуем в разок. Но я не хочу просто рисковать. Все. Лорен получает повышение. Третий киллс у него. Конечно, Бернарда надо было третий киллс. На страховке не было. А, леви не убил, да? Леви нужен киллс. Не забываем. Убили пять человек. Осталось еще пак из троих. Делимся по двое. Двое уходят налево. О, Хавка там. Алиска мочит. Перезаряжаемся. Хавку отдельный привет. Прямо по курсу. Но мы не знаем, куда они уйдут, поскольку мы их спулем. Понимаете? И поэтому нужно все-таки иметь возможность их... Учитывая то, что звук был ближе к первому паку, я, пожалуй, пока буду подходить. Так? Бачком, бачком. И можно дойти. Тут плохие укрытия. И по-хорошему надо... Аккуратненько, аккуратненько так. Дойти. Овервочи все видят. Вот эти вот... Если они выйдут в центр, то постреляем. Они могут выйти. Но пока тут урнами-урнами добегаю этими пацанами. Три человека. Есть еще гренка, насколько я помню. Может быть, даже не одна. Две гренки есть. К сожалению, гренки только у... Поехали! Оно слева. Я слишком близко, кажется, уже пришел. Надо уже... Наверное... А сколько там до фулка врата чапать? Следующий ход. Я, наверное, этими с пулей лучше. Потому что здесь я могу не добежать. А за это... Видите, уже близко... Ближе к этим. Как бы сейчас не вышли. Ясно. Буду на чеку. Зря овервач поставил. До того, как проверку сделал. Заправляйся на точку. А тут грузовичок, там джип еще. Есть больше укрытий. Продвигаемся. Оп, за угол фулкавер. Не видим. Оп, за угол фулкавер. Не видим. Последний пак. Ранение. Неважно. Это не приведет к... Главное, больше не наполучать. Вот сейчас прямо по курсу. Сейчас. Опа. Спулин. Спулин пак. Пошел два овервача. Лорент и Карлсон. Стреляет. Оба мажут. Да. Карлсон говорит по-русски. И меня флангуют. На мой взгляд, на ночь пока есть возможность зайти вот так вот. Не спалиться при этом по вижену. Но не должен вроде. Этими пацанами кайтить, как никогда никто не кайтил. Ханкер. Ханкер. Овер. Теоретически должен бафать тот, который по центру кого-нибудь справа. Блин, они подходят, капец. Стреляет. Да уж. Че мы видим? Никто никого. Одного вроде как с фланга могу обойти. Но там овервач, блин. Другому фланга не будет. Не, надо дожидаться, когда... Когда они еще подойдут. Так не хочется. Я могу здесь спалиться. Это же ханкер. 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 Мне нужен человек, который заливает. Вот он. Проявляется. И мне нужно, чтобы сейчас не увидели левых и промазали по правым. Идут на правых. Отлично, это фланг. Да нет, нет! Твою мать, как мне повезло. Ну еще один будет. Так, я вижу бафера. Бафер сидит уже так, что... Мама, не горюй. Гренко, я не накину на него ни черта. Вижу, подошел. Поэтому мы Гренко и убьем, предположим, да? Да, убьем. Может, не убьем? У меня же вижена нет? А он на овере стоит, скорее всего. Там, правда, загорелась хрень. Он вынужден сейчас предпринимать какие-то более-менее решительные шаги. Ну или просто закинем Гренко у него. В конце концов. Да, давай не будем лохматить бабушку. Просто забиваем. А ты кто, кстати? Я же не записал тебе. Не Левинг ли ты случаем? Кажется, это было Леви. Да, Леви. О, Леви, тебе киллс нужен был. Я уже невнимательно играю очень. Сорри, пацаны. Ханкер. Ханкер. Смотрим. Пошла за Левочкой. Тот же, который был. Он сейчас сюда вниз будет идти, скорее всего. Они отстреляют. Значит, мы слева обходим бафующего. Пытаемся. Хотя бы полуукрытие будет. А, мы этого обходим вообще. Ничего так. Тут полуукрытие. Мне кажется, надо мочить просто его. Хоть и 65, но как бы... Фланг есть фланг. Твою мать. Не ругайся. И тут уже полуукрытие, блин. Я пошел. Отсюда не видим. Здесь надо стрелять. Как-то. По бафающему. 50%. Да, надо. Да потому что будет по кавру стрелять. Так и так. Три. Хорошо, ребята. А можно еще разок так же? Карлсон. Нет подходящих объектов. Обходить я тобой. Ой, как не хочу. Отсюда ты не увидишь. Гранаты у тебя нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут точно овервотишь. Что будем делать? Нет, кс-65 забей. Просто забей. Ой, не нахулиганили были бы они. Ну понятно, что это будет того, тот это. Самое главное сейчас будет выставок попадания 35% или не будет. Это ключевой вопрос. Все 35. Все 35. Не убей. Помните, кто это первый заповедь. Ну все, тогда мы с очень хорошей вероятностью убиваем бафером. 50% это практически соточка. В прошлый раз работало и в этот раз работало. Изи. Победа. Спасибо. Смотрим, как раскидались роли у наших пацанов. Главное, чтобы снайпер был не 65. Карлсон. 65 Карлсон. Снайпер на 65. Да, сейчас штурмовик 80 будет. 84. Класс. Класс. Хэвик 70. Мы приступим к работе, как только предложить. О, как-как-как-как. Мои люди с трудом справляются с тем объемом исследований, который на нас обрушился. Может, стоит подумать. О. 39, 80. Да. Что такое не везет и как с этим бороться? 43, 80. Короче, две восьмидесятки есть. Их нужно качать будет на второй миссии. Может, даже на первой. На втором. Ну, в смысле, на следующей. Ну, какие у меня перспективы со снайпером 69? Вот реально, какие перспективы? Как вы думаете? Мне кажется, нет перспектив вообще. 69 снайпер. Даже если заяц в чистом поле стоит на месте. Огромный заяц с человеком. Он прицеливается. Не в укрытии, ничего. Просто поле никаких этих нет. У него снайперский прицел. У него винтовочка. Он прицеливается. И 69% что он попадет. Даже не в глаз. Просто в заяц. Нахрена такие снайперы нужны? Это... О, пар близко. Это очень хорошо. Играет штурмовиков, да? Штурмовик, у которого 84 точность. Это прям от штурмовиков. На самом деле можно. Попробовать штурмаша. Ну, для разнообразия. Следующая миссия. Жду ученых. Мы получили... Трое ученых. 100 баксов. Пили три инженера. Уберут трех ученых. И высокая, как бы не очень тяжелая. Снайпер я убираю. Беру с собой... 43-80. Лейминга 1. Да, ну, забей. Со штурмовиком с точностью такой брать. Это значит, что Overwatch не стрелять. Поехали. Главное, чтобы скиллы нужны, снайпер прокнули. И мук прокают все скиллы, без которых снайпера не снайпера. А именно critical и общий вид. Остальное все не важно. О, какая карта. Открытое это кладбище. Я тут отдал сразу, помню. Было дело. Так, 10 человек. 3-3-2-2. Штурм 1 может приступать к операции. 7-4-80. 8-80. Это новенький. Леви 72. 8-4 штурм. Так, сначала слева проверяю. Нет, сначала подождем. Подождем, прислушаемся. Слева наверху. По крайней мере, так показалось. Ну, что же за руль? Проверим пак вот здесь вот. Потом через фулл укрытие, через клепики. К этому. К... В главное здание. Я плохо эту карту знаю. Может, глупость скажу, на ранней миссии лучше брать больше левина. Так в том-то и дело, что вторую миссию ты можешь и не пройти. То есть я... Вторая миссия, это 4 пака. Хоть она и не чрезвычайно сложная, но она сложнее, чем первая. У тебя есть страховка, но как бы... Учитывая то, что не должен получать ранение... Для меня вторая миссия одна из вообще самых сложных, на самом деле. Ну, как-то так получается. Потому что вроде как еще нет нормальных людей, только ракета. А вроде как уже и человек в 2,5 раза больше, чем себя. Справа. Да, я слышу. Вот на третью миссию точно можно лейбинга убрать. Там в 2 раза меньше народу, даже больше иногда. Ну, в смысле, больше, чем в 2 раза меньше. И один из врагов это скриптовый. Ну и паки по 2. Это вообще халява. То есть стандартная схема бафает и идет вперед. Не дополняется человеком, который стоит на Overwatch. Это важно. Как я не хочу к хэвикам подходить, вы бы знали. У меня пока нет вообще данных о том, где находится. Только вот куда-то вот направо в здании. И, видимо, туда мне и нужно. Да. Ладно, подвожу к хэвикам. Пофиг, что не в укрытии. Сейчас к склепу у входов есть хорошие двери, вроде укрытия. Они сносятся, конечно, но там, по крайней мере, надежнее, чем вот тут в начале. Опасный момент сейчас. На блахэвиком подойти, я не знаю, почему он подошел. Справа. Ну, в центре, видимо, стоит. Там часто стоит пак. Но помните, что паков-то 4. То есть, чем дальше я иду, тем выше вероятность пулиц несколько паков сразу. Так, фулл кавер есть один. Фулл кавер есть второй. Уже хорошо. Уже не окошко ловит вообще в виде. У кота Дексы, конечно, масса. Но она почувствовала, что ей сейчас будут, видимо, зубы чистить. Или что-то там закапывать. Это просто издевательство над животными. Вы бы видели, да? Кот даже чувствует, когда мы куда-то там собираемся или говорим какие-то ключевые слова. И сразу может врубить панику по этому поводу. Смышленый кот. Так, хэвика подставляю под угол. Ну, чтобы в следующий ход он мог Рокетом закинуть там все, что внутри. Но надо стараться, конечно, Рокет оставлять как страховочку. И пацанами к другому работать. А, вот они спулились. Три человека. Давай, давай, давай. Холл новенький стреляет. Меня флангует сразу же. Ну, кто-нибудь еще. Ну, есть. Еще Бернард. Давай, хида снимает. Молодец. Женя, смотри, сейчас букет твой будет в минусе. Смотри, 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 сделай. Мочи, кота. Мочи. Так, ну, уходим из-под фланга. Как бы ежу, понятно. Здесь, может, сами даже фланг гонем. Хотя, может, еще пак спулить. Окей. Окей. 67 неплохо. Сюда не хочу хэвиком подходить. Слишком опасным. Что, овервочи или не овервочи? Ханкеры, не ханкеры. Поэтому-то хочется прострелить. Но я получу тогда выстрел с неплохой вероятностью. Сейчас был хэвик сюда, этого сюда. Хотя толку. Нет, толком. Толку. Ханкер раз. Здесь овервочи, потому что он не как. Здесь можно тоже овервочи, в принципе. Но лучше ханкер. Лучше ханкер. Сейчас разберемся. Подходит один. Подбегает. Никто вроде не бафает пока. Пошел баф. Из-за колонны того, кто битый. У него три хита. Что мы видим? Мы видим пока что двоих. Знаем, что там овервочи. Можем флангануть бафера. А выйдем ли мы, спалимся ли мы на этом? Не спалимся. Но здесь еще один на овервочи стоит. Но мы на нем тоже не спалимся. Слушай, а на этом мы спалимся. Из-за траектории мы спалимся. Точно спалимся. Мы его сейчас уже видим. Каким-то образом. Ой, господи. Чем, может, дым и постреляем? Не хочу. Ясно. Начинаю наблюдение. Сейчас еще его подлечит. Но мне интересно, где третий. Они должны подойти поближе. Может быть, выстрелить, чтобы овервочи не было. Обходит слева. Там только полуукрытие. Этот выходит из здания. Швири щит и стреляет. Ёп, РСТ. У него полуукрытия остались. Ну, хорошо. Значит, проявились. Этот на овере сидит. Инфа соточка. Мы ему снимем, наверное, гренкой укрытие. С этим надо что-то делать. Либо дым там кидать. Получается, гренка-гренка, выстрел-выстрел. Но тогда этот товарищ сейчас не паникует. Он 55% этих убивает. Что не очень хорошо. Можно, конечно, по раненгане, там, пробежать туда-сюда. Но это все чушь. Ну, или обижать флангану, типа. Потому что там овервочи. Это чушь. Ты видишь двоих. Вероятность 54-54. Но будет, соответственно, 79. У тебя как-то вероятность 52-52. Тоже близкая вероятность. Ладно. Делаем, как получается. Это раз. Следующий ход просто они уже под опасными углами подходят. Нафига мне это нужно. Там овервоч. Я подошел. Да нельзя. Нельзя. Надо и проверим все-таки. Попадем мы по правому. 74 в конце концов. А то вдруг все плохо. Попали. Хорошо. Тогда здесь гренка выходит. И добиваем еще одним. Да, я под полуукрытием. Да, дальний, если не спаникует, побежит. Да, он может попасть. 84. Верняк. Даже гренку не надо прятать. Хорошо. Минус 2. Из 10. Этот подходит. Видит моих под полуукрытие. Это Орел Решка. Не стреляй. Стреляет. Один хит. Слава богу. Не паникуй. Ребята, держитесь. Капец. Стреляй. Ханкер. Хорошо. Вот вы трусливые, а. Мне не нравится вероятность. Не нравится то, что придется, скорее всего, рокет тратить. Хотя там ханкер, в общем-то. Зачем тратить рокет? Они все равно в ханкере сидят. Я лучше здесь постреляю в 60, а хэвиком... Вот, отлично, вообще. Хэвиком сяду в ханкердаун тоже. Хрен сдаун. Попадет. Тоже один к трём где-то. Он отступает. И не видит, кстати, меня отсюда. Отлично. Приходим в себя. Тут, скорее всего, подходим вот так. Вряд ли кого-то спуливаем, потому что вижена тут мало. Но зато увидим его. И дадим, соответственно, возможность... Ну, уступим место. Под нормальным укрытием. Другим людям. Это очень важно. Ранение на единицу пока не критично. Перезарядка. Ханкер. Перезарядка. Ханкер. Смотрим, как он себя будет вести с двумя хитами. Мне неудобно за ним бегать. Стреляет. Оооо. Ничего себе. Да он псих. Ладно, я могу увеличить угол. А гренкой я его никак. Нет, достанешь гренкой, на самом деле. Вот отсюда вот. Рокетом достанешь. Ладно, давай попробую сначала угол. Скулишь пак в центре, скорее всего. Или слева. Да. Это повод рокета кинуть как раз туда. Я говорил про то, что увеличивается вероятность с каждым таким вот... Так, ну здесь мы двух убиваем просто и все. Вот ситуация не очень хорошая, надо руки тратить просто потому, что у меня трое селят за полуукрытием. Мне это вообще не нравится. Вырубаем двоих. Тот за полуукрытием, по нему можно пострелять. Но главное вот этих вот двоих еще подвести. Чтоб они пользу, блин, принесли. Они не приносят пользу. Надо подымить на Хэвика, скорее всего. Что его может поплющить, и он побежит вперед. А если он побежит вперед, он увидит Хэвика. Лучше дым на Хэвика. Влево в ханкер, потом к углу подходим двумя, может быть тремя даже. Знаем, что внутри никого. Ты на ханкере сидим, тебя не обойдут. А ты просто стой вот здесь вот. Отступает. Нет, еще один пак. Два человека. То есть было три, два, и это два. Этот подходит вроде ко мне. Нет, я ушел за угол. Блин. Мне нужно сюда пробегать. Как сюда пробегать, если... Ну, только Хэвиком. Мне нужны люди на фланге. Понимаете? Нужны. Я, конечно, боюсь спулить пак справа, например. Но... Так, а я же здесь могу и второго провести, он же меня не видит. Игренки нужны. То есть нужно сокращать дистанцию хотя бы для того, чтобы пацаны работали, которые сзади стоят. Может, и штурмоша сюда же провести. Влево не хочу. Тут хотя бы какая-то разведка есть. Ладно, ок. Подходим сюда. Ты в ханкере сидишь. Может, за угол вообще? Может, его будут обходить? Ну, за угол и перезарядиться, например. Ой, блин, там стенка горела. Кусочек снялся. Ох, бафает ближнего. В теории его мы флангуем. Но там же троем. Понимаете? Троем. Надо посмотреть, где кто стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это гренка. Минус стенка. Причем аккуратно. Чтобы не задело остальных. Черт, отступить нельзя. Нет, это точно гренка должна быть. Ювелирная. Даже, наверное, стенку не буду трогать. Я слишком подставляюсь. Поехали. Гренка. Раз. Так, а у кого там киллсы-то нужны? Кому киллсы нужны? Холлу нужны киллсы. Это отличный способ. Так, 88-82. Правда, по нему будут стрелять. Здесь дырень просто. И стенка горит. Капец. Ой-ой-ой. А, ну тот не успеет. Окей. То есть... Ха. Сюда не хочу. Я могу спулить. А ты кого видишь? Ты видишь одного. Кого? Ну и убивай его. Ты стоишь хорошо. Хэвик минусует одного еще. В общем... Здесь надо за кавер, но это не кавер. Давай для начала стрельнем... А Лоурен там нужен киллс? Нет, не нужен. Нужен Холлу. Я же тебе об этом говорил. Стреляй 82. Хорош. Так, ну этому тоже надо уйти, потому что его видит сектоид. Но я ему иду лучше вот куда-то сюда. Правда, там мадама, которую он тоже может заметить, если что. Надо было поставить лучше на овервотш. Ну, может он свалит. Или не увидит мадама. Он сейчас увидит. Нет, овервотш. Отлично. А вот и пак последний из трех сектоидов. Ой, как же это жжжжж. Ох, тут под гренку бы... Ой, там под гренку вообще, ну там овервотш. Есть ли у кого гренка, ребят? Есть, но он отступил только что. Так, тут на овере. Тут в теории можем обойти. А это не обход, Михаил. Надо прятаться, спокойно уже ходить вокруг. Брать штурмаша, обводить им. Обходить им тоже дико под следующую гренку. Места маловато тут на троих. Холл будет стоять и пулить на себя. А этот сможет обойти. Он стоит где-то здесь. Раз, два, три, четыре, да, обходят. То есть безопасные места. Это вот пара слотов вот здесь вот. И то условно весьма, потому что поэтому будут стрелять. Безопасное место пока у меня только одно. Два, ладно. То есть хэвик может стоять на этом месте в ханкере. И этот товарищ может подходить. Но лучше подходить к гренкой. Но гренкой не подойти, потому что там овервотч. Ой. Ладно, значит, это безопасное место. Раз. Стенка может теоретически разрушиться. Может сюда в ханкере посидеть. Там стенка может полностью разрушиться. То, что она горит, это не факт, что именно эта часть разрушится. Если она разрушится, я точно умру. Нельзя этим вообще идти. Ой, нельзя. Ну, либо вокруг просто. Так, чтобы никто не заметил. А тот заметит. Надо вот так вот даже бежать. И это как бы два хода. Ставить ли хэвика под ханкер сюда. Это точно ханкер. Хэвика я лучше подставлю. Хотя он тут стоит-то хорошо. Его не обойдет никто. До стенка не разрушится. Разрушилась только та часть, которая нужна. Слушаем. Четыре человека. Дальний бафает того, кто стоит за столом слева. Тот стреляет сразу, кажется. Кто-то подходит. Угол. Как? Увидел все-таки. Увидел. Я пожадничал. Лоренка ранят. Этот за уходит. Стреляет по фулл каверу. О-о-о-о. Жесть. Так, ну что? Там один на овере сидит. Но я думаю, надо обострять. Сюда забегать или сюда? Кажется, отсюда я все равно и буду. Лучше, конечно, сюда. Хэвик докуда добежит? Хэвик не добежит. К тому нужно менять позицию. Возможно, вот так вот вообще обходить. Вот там один овервотч. Ну, лучше ты, чем тебя. Нет, лучше вообще уходить куда-то вообще далеко. Далеко нет ничего. Разве что вот так вот. И уже в следующий ход обходить. Ладно, допустим. Грянки в этот ход не будет. Мы можем зайти этого флангануть. Это раз. Мы можем ворваться хэвиком, но только тогда, когда увидим. Короче, нам надо увидеть, где овервотч. Для этого либо сюда, либо сюда. Сюда меткость хорошая. Но он точно проявится. Двое стрелял, один бафл, нет овера. Там же четыре человека, а не три. Этот со старого пока остался. А там зашло трое. Он может и обходить в принципе. Ранган к баферу. Так я его практически не обхожу. И не факт, что я его убью. Сраным гадом. Так, ладно. Проверяем на овер этим холлом. С богом. Нет овера. Не вижу. Но я допускаю, что он сзади. Один убежал же вроде. Но вот это он как раз и есть, кажется. Хотя он вроде был ранен. Ладно, допустим, что их нет. Да? Тогда заходим просто. Флангуем. Пытаемся убить. Убиваем. Тут вероятность хорошая. По второму так вообще 73. И надо, я думаю, стрелять. Потому что все равно фулл укрытие, фулл укрытие того будут бить. Пробуем снять. Четыре. Отлично. Минус два. Остался один. Битый сектоид. Холл получает повышение. Овервотч ждем. Все под фулл кавером. Вот он приходит. Он фуловый. Боеготовность. Ну, с раненган, конечно, можно запилить его. Леви может пострелять. Этот может на следующий ход подойти. Мне не нравится то, что он... Я, правда, могу вот так вот пройти. Он, вроде, не должен вообще меня увидеть. Так он мне не обойдет. Да, вот так вот. Отлично. И хэвика подвести таким образом, чтобы... Ладно, не хэвика, а этого лучше. Причем так, чтобы его не заметили вообще. То есть, как-то вот так вот. Скорее, вот так вот. И потом прямо в угол. Да. Хэвик куда? Хэвик поближе. Вопрос только, насколько близком. Ты, естественно, ханкер. Никто не сомневается в тебе. Ты пробуй с отличным запасом. С колоссальным запасом, чтобы не повторять ошибки молодости, а обойти. Хэвик бесхозный. Но он, в принципе, может сюда подойти. Но... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Угол может быть неприятный. Короче, хэвик пусть здесь сидит уже в ханкере. Все в ханкере пофиг. Кроме этого, которому он не дойдет. Смотрим. Он стреляет, убирает укрытие. Это то, что мне нужно. Я могу, во-первых, с Run'n'Gun к нему прибежать. Могу в него гренку закинуть. Могу хэвиком подсаппортить. Вопрос только, кому нужны киллсы. Бернандо. Он уже как бы в звании. Это тоже в звании. Это тоже в звании. А Лемминг уже получил свое. Ну, хэвику, я думаю, да. Убить этого товарища. То есть, подходим, кидаем гренку, убираем фулл кавер, оставляем два хита. С Run'n'Gun гарантированно его убиваем. На страховку оставляем Run'n'Gun. А хэвиком пробуем с его вероятностью там, ох, там полуукрытие еще. Не все так просто. Ну, Run'n'Gun добьет. Просто жалко, что... Обхожу, чтобы хоть какой-то угол был. 58. Окей, давай. Хорошо. Справились. Задание выполнено. Ранение есть у Лемминга. Но это была сложная миссия, по количеству, по крайней мере. Взяли ученых немножко. Обучили Лемминга. Если он будет снайпером или тяжем, мы его дождемся. Командиру Экс Ком просьба прибыть в оперативный штаб. Тяж всегда в цене. Особенно с точностью 80. В следующую миссию мы с вами берем двух Леммингов. До связи. Трех ученых всего дали. Командир, отметьте успехи наших солдат вручением медалей за особые заслуги. Получите... Рады, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже отправила новичков в лабораторию. Следующий Лемминг 39.80. Командиру в оперативный штаб. А, слушайте, у нас два тяжа, оказывается. А Карлсон кривой снайпер, да? Да. Слушайте, я, наверное, двух тяжей возьму и двух Леммингов. 37.70. Там один отдыхает, понятно, 80-ка, но... Повторяю, командиру в оперативный штаб. 41.70. 49.70. Жалко, не 80. Саппорт точно отдыхает. Мне, видите, снайперы дали кривого. И все. Надо искать нормального снайпера из этих трех Леммингов. Возьмем 80-ку. И возьмем 49.70. Рукс. Следующую миссию хевики страхуют. Я до сих пор не понимаю, чего добиваются пришельцы. Они нас изучают? Нам кажется, что они похищают людей без разбора, но может быть в этом есть какая-то закономерность, которую мы пока не видим. Каждый член Совета хочет, чтобы его страну прикрывали. Поднимается паника, ловим маленькое на лоб, летим, качаем двух Леммингов. Игнорируем спутники. Может, вернется там товарищ? Не вернулся, к сожалению. Хевики... Стра... Что? Хевики классные. Хевики просто, они надежные. Они быстро качаются, у них много ХП. А если у Хевика вот так вот прокают еще точность на 80, это значит, что могут быть весьма полезны. Ну, во-первых, у него урон с оружием высокий. И если у него еще... У него точность в принципе очень плохо растет. Но если она базовая хорошая, то из Хевика можно и неплохого дамагера сделать. Аплодисмент. Сылаем рейнджера. Штурм нафиг, снайпер такой ничего не умеет. 39.80 раз. И 49.72. Тяж, тяж. Два рокета на страховку, два пака, соответственно, четыре гранаты. Поехали. Фух, готовимся к эксому второму. Вскоряем, что такое эксом первое. Понимаем, что игра вообще даже оригинальная, даже без мода. Она очень проработанная. Угол хорошо. Понял, рейнджер. Мы присмотрим за вами. То, что угол, это уже радует. Так, два лемминга идут первыми. Хевики, чтобы ракеты были, страхуют. Прямо слева, где-то там. Мед забиваем. Двигаюсь на позицию. Полуукрытие. Я стараюсь держаться в новом направлении для того, чтобы уменьшить вероятность агро двух паков одновременно. Слева. Один. Что там за звук? О, и сразу спулили. А я полуукрытие. Ну, есть овервочи вроде как. Гоу-ту, это новенький. Мажет. 80 у нее точность, 60, соответственно, здесь. Еще кто-нибудь может, ну? Нет. Полуукрытие слева, фуловое, прямо по курсу. Ну, я предлагаю занять позиции все-таки за фулукрытиями. Это раз. Чуть подкайтим их. Два. Хевиком, правда, блин, некуда деваться. Реально тут просто укрытий нет. Но они должны выступать в роли страховки. То есть они должны находиться приблизительно на одном уровне. Доставать, типа, ну, где-то так, наверное. Выбегай. Один ханкер, три овервочи. Пошел баф. К нам пойдет. Ах ты гад. Ханкер. Опасным. Укрытие нет нормальных. То есть полуукрытие. Можно хевикос, кстати, за фулу спрятать. Заткнись. Слушай. Слушай. Подождем еще ход и... Да он должен выходить. Они всегда выходят. Просто они, может, слишком далеко потерялись. Может, стоят на овер и ждут. Вот, смотрите, два гада. Ну и что я сделаю? Дай всеми ханкер. Вдруг среагирует. Ну, потом пойдем обходить парой. Направо. То есть хевика лемминга оставим здесь. Хевика... 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 Отправим направо. Ну, лезть сюда на овервотч. На чувака с критом. Это, конечно же, чушь. Конечно же. Заодно и места освободятся под фулукрытием. Поближе хевика сюда. Они будут в ханкере сидеть каждый ход. На случай, если тот шальной пупырь выйдет. А пойду бочком-бочком сюда. Ой. Я жду, когда ход, а ход не это самое. Устал уже, надо заканчивать. Надо как-то прям... А уже пол первого. Давайте, это миссия последняя. Выполним сейчас внимательно задачу. Главную. То есть, минимум 2 киллса. Никаких ранений. 2 киллса леммингем. И он, подчеркивание, партией поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Майкер, включай рестрим на Twitch. Пожалуйста. На случай, если будут проблемы с записью. А то, смотрю, уже день восьмой. А запись только шестая. Да нет, нет. Ну, там как бы... Короче, я и локальную запись на Гудгейме делаю. Рестрим идет, правда, на видео из-за тестов. Ну, как бы... Я понял. Пожелание. Просто я Twitch, наверное, второй службой добавлю. Рестрим. Это несложно делается. Короче, они не вылезают. Не значит, что они, в принципе, не вылезут. Но это значит, что мне нужно их обходить. У группы второй, конечно, задача значительно сложнее. Потому что ей предстоит... Ей предстоит не только обойти и, скорее всего, уничтожить эту группу сектоидов. Но и вполне вероятно... Блин, надо дальше обходить. Ну, то есть, можно, конечно, сюда. Ну, и, возможно, зачистить вторую группу. Что, конечно... Это же непросто. Может, это ставит одного лемминга, взять хэвика и вперед? А если полезут? Ну, полезут, приду. Просто я реально вот двумя, которые обходят, я могу не справиться с паком новым. Да даже и тех обойти, желательно, чтобы было побольше в атаке. О, ну, кстати, может, услышав, что я убегаю, подойти, слышать, и щебечет. И второй тоже. Да, подходит. Вот скриптовые скотины, стреляют уже. Я в порядке. Знаем, это в порядке. Убежал, называется, ее мое. Надо подходить хэвиком халповать. Выполняю. Так, здесь подходим. Скорее всего, все в ханкере будет. Он меня пока не пробьет. Ну, есть вероятность, что где-то процент 4, что он меня пробьет. Можно еще отступить дальше, вот, скажем, сюда. Меня, в принципе, не увидит. Или сюда без рывка, что я еще в ханкере посижу. И вижен у меня будет без схода. Все, все в ханкере, все ждут телодвижения сектоидов. Может, он выйдет вообще вперед. Может, он... Да, он выходит вроде. Да, выходит. Все, полуукрытие уже лучше. Второй этаж подошел. Ну, это рокет. Чувак, это рокет. Рокет гарантированно накроет. Но там овервотчем. Поэтому желательно леймингом попробовать пострелять. Понимаешь, что 60. Понимаешь, что маловероятно. Но это в любом случае два хита. А второй лейминг сможет пострелять. Сможет. 56 по-левому. Я не хочу подбегать. Игренку кидать. Почему? Потому что овер может сработать. И не факт, ты не докинешь вообще-то. Короче, 56. Хорошо, есть. Один лейминг получает левел, так сказать, ап. Все равно рокет, к сожалению. Чтобы не рисковать. Да, не будем рисковать. Даже не даем ему шансов стрельнуть. Да, потому что полуукрытие рядышком он просто может попасть. По-левому может стрелять. Хэвик нижний мне не работает. И подойти я не могу из-за овервотча. В общем, прокачали одного лейминга. Потратили одну ракету. Остался пак и аутсайдер. Слышим, сектоидов направления не слышим. Подходим. Это рушь, я ее помню. Я запомнил. У нас один лейминг девочка, другой мальчик. Сложность спутаться. А рушь у нас была, я помню, хорошим снайпом. Или кем-то там. В общем, с точным товарищем тоже была. Левее. Ой, в смысле, правее. И сейчас я думаю над тем, чтобы поделиться. я одного хэвика, у которого нет ракеты, ввожу на обход. Ну, сейчас вот в ту сторону пойду. Так, я хэвиком буду пулить. Не леймингом. Или леймингом. Не важно. Главное, что вот здесь должен товарищ Киллс сделать. А, они уже здесь. Там кто-то есть. Ой, как неудачно я стою. Так, давай подходить. Фулл кавер раз. За ним следом два. Тут я и так слишком близко слева, поэтому я не буду сейчас там двигаться. Сектоиды, сектоиды. Сейчас уже можно, потому что фулл кавер это раз. Да и там возвышение есть такое характерное, так что вполне возможно там просто вижена не будет до тех пор, пока я не заберусь. на вот это вот. Но они могут выйти. Они там могут ходить и могут сверху прийти. Поэтому и вру очень нужны. Справа будем сейчас двигаться. слышишь, слышу, слышу, слышу. Обходим с этой стороны. Вижу тарелку, там уже дымится. Это же тарелки ведь. Вроде они с пулей там никого. Но тарелка реально близко уже. И они внизу. То есть надо левее брать. Левее там много, ведь камней больших, сосен. И не забываем, блин, про то, что у нас есть товарищ, который должен убить. Который должен сразу же обходить. Или с Гренкой он сможет справиться, в принципе. Ладно, заходим в фулкавр. Раз. Дверь прямо по курсу. Могут быть внутри тарелки. Как тоже бывало. Ну или вокруг бегают. Нет, слева тарелка. Слева, видим уже, что слева. Слева это хорошо. Правда, опять же, здесь, видите, кавров нет. Придется подводить таким вот образом. Блин, там... Хотя, вот здесь кавры есть. Аккуратненько. Слева ходят два сектоида. Что, пулем? Хэвиком? Хэвиком нормально. Фулкавр. Ракета есть. Поехали. Не удалось. Не удалось. Я могу сейчас спулить этого аутсайдера. Неохота. Справа уже. Они по тарелке ходят. Гады. Ну, рано или поздно они кружочек нарежут и выйдут. Это хорошая новость. То есть, мы просто встречаем на овере. Не спулил аутсайдера. Клево. Вывожу еще хэвика. Не знаю, правда, куда. Наверное, левее надо брать. Куда ты там левее возьмешь. Блин. Давай вот так вот тогда хоть. Ждем где-то два-три хода. Они как раз должны совершить этот цикл и вернуться на патруль слева. Вот они нарезают. Кружок они справа. Могут... Ну, скорее всего, они внутри тарелки бегают. Могут, правда, и выйти справа. Вот, сволочи. Не возвращаются. Блин, как ты. Ладно, подходим. Черт возьми. Вот. Сектоиды. Спулин, овервотч. Леви ведет ответный огонь. Не попадает. Еще один овервотч. Руш. О, нет. Не попадает. Не, 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 не. Так, разбегаются. Надо фулкавер найти. Для этих товарищей. Вперед подбегать. Это глупость. Можно встретить на нескольких оверах. Здесь хорошее все-таки укрытие есть. А вот тут непонятно, куда везти эту подругу. Хоть прям вали совсем. Ну, вали тебя увидят. Но здесь не увидят. Побежали. Не хочу под полукавером отставлять. Хоть убейте, не хочу. Ждем овервотча, ждем. Кстати, зря овервотча на блаханкер делать. Потому что они явно к углу подходят и явно видят моих. И явно будут стрелять. Я явно овервотч не сделаю. Хотя нет, овервотч работает. Холл, по крайней мере, стреляет. Три хита снимает. Может, кто-то поддержит его? Два хита снять. Ну, ребят. Ну, давай, подходи. Стреляет. Фух, пронесла. Так, ну теперь мы точно на нем сосредотачиваем огонь. Помним про то, что нужно руш. Крепануть. Но она не подойдет нормально. Отсюда она не увидит. Может, увидит, кстати. Нет, не увидит. Так. Кто из хэвиков у нас... Ну, вот этого надо качать. Но лучше Гоутуу стрелять. Потому что он и меткий, и до него меньше вероятность, что второй дойдет в следующий ход. Стреляем. Гоутуу получает второй киллз. Но помним, что нужно руш. Хотя бы один киллз. Давай, ханкер. Давай, ханкер. И давай, ханкер. К левому, повторюсь, Гоуту, скорее всего, стиктоить не успеет. Он, скорее всего, через дверь пойдет. Может, даже спулить мне этого. Так, не спулил ничего. Здесь четыре овервоча, я считаю. Уже пора. Гоуту надо килл, говорят. Поправляю. Сейчас слева обходимый. Значит, Гоуту взял килл. Оп, выходит. Сейчас три овервоча, два пока я вижу. Гоуту и холл падает сразу от хэвика. Я могу сейчас спулить этого из-за того, что дверь открылась. Нет, не спунил. Перезаряжаемся. 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 Тут вообще никак не пройдет. Все дырявое. Надо подходить всеми вперед. Ну, есть рокет, на самом деле. Я не знаю, чупарюсь. Есть ракета под аутсайдера. Да, мальчик же не стрелял. Гоуту точно стрелял. Пулись я буду хэвиком. Без ракеты, которые... Потому что он... Ну, потому что всех остальных есть. Хотя у него грант есть. Неплохо. Так, этот хэвик сюда. Пацаны сюда. Можно попробовать, конечно, дойти без пула сюда. Подвезти пацанов. Но... Я боюсь, что из-за дырок и открытых дверей я тут вообще не подойду никаким макаром. Просто никаким макаром. Надо просто пулить сейчас. Братья, пулить. Вот он наш друг-аутсайдер. Под ракету, если прибежит, он подбежал под ракету. Значит, он умрет. Ай, я могу его убить даже без рокетов через... Через гренки. И учитывая... То, что... Я хочу вот холл прокачать. Я лучше так и сделаю. То есть просто две гранаты. Это, во-первых, и от риска избавит. В том плане, что Рокки-то может промазать. А две гранаты не мажут. Ну, я просто не знаю, что получится из двух лиммингов в плане ролей. Но я знаю, что Хэвик с меткостью 80. Мне пригодится. Все, поехали. Хорошо, три миссии взяли. Главное, чтобы кто-то из них, двух, двоих, был снайпер и тяж. Ну, хотя тяж не нужен. Два снайпера нужно. Да, два снайпера нужно. Ну, хотя бы один на 80 снайпер. Снайпер. Есть 80. 87 ему еще максимум дали. Ох. Это штурмовик. Точный. Ох, Лериум. Слушайте, ну это нормальное начало для Трая. Не как самое лучшее, но... Два тяжа, толковый снайпер. Два тяжа, толковый снайпер. Стукой офицеров. Хорошо. Ну, 87 снайпер. Скоупы получу через... Чуть больше, чем через неделю. И будет у меня снайперюга под соточку уже. 97 он будет, 98. Окей. Надежда есть. Спасибо за то, что смотрели. Спасибо за то, что болели. Помните, что завтра у них ханды день рождения. Надо подготовиться обязательно. Себе напоминаю. И... До новых встреч. Скорее всего, завтра стрима не будет. Посмотрим по плану. Ну, вы понимаете. Пока. Пока. Хороший стрим получился, кстати, да. Субтитры сделал DimaTorzok